Глава 1. Два мира. Треснувшее зеркало, домечтался. Мрачно подумал Наруто, недобрым взглядом награждая выросшую за его недолго и всего-то сходил перерезать ленточку у нового супермаркета отсутствия кипа бумаг. Воображение невольно нарисовало его самого, но по другую сторону стало. Сколько лет прошло? Пятнадцать? Двадцать или уже больше? Я обязательно стану Хакаги. Сколько раз он это произнес, точнее, прокричал. В лицо третьему, а затем, пусть и значительно реже, пятый Какаши Сенсей он уже ничего подобного не заявлял. Наверное, потому что я так зал, что это кресло его, просто нужно немного поумнеть. Так сказал бы Ирука Сенсей. И не то чтобы Наруто и вправду помнел, но повзрослел, это уж точно. По крайней мере, ему хватило ума сопоставить почти одинаково счастливые, даже как будто помолодевшие лица бабульки Цунадик и Каши, когда те отбросили свои хламиты. Нет, ни о бумажной волоките и ни о бесконечной веренице официальных мероприятий, где требовалось присутствие Хакаги, мечтал он когда-то. Хвала Хаширме и его клеткам, в Канухе было достаточно древесины, ибо Узумаки не сомневался, что за год через его кабинет проходило несколько кубометров леса. Также хвала Шикамару, ведь если бы Наруто еще и читал все, что подписывал Узумаки, поежился. Кануха сейчас и Кануха его детства и юности, но вот он и начал говорить как старик, браво, Узумаки. Вещи несопоставимые. Промышленная революция подкралась незаметно и перевернула все Наруто и не был уверен, что с головы на ноги. Нет, ему нравился интернет, да и с ноутбуком выполнять административные функции Хакаги было куда удобнее, но в остальном все произошло слишком стремительно. Шестой был у руля совсем недолго, однако Кануху стало практически не узнать. С улиц куда-то исчезли уют и душевность, дети стали меньше общаться с друг другом вживо, заменяя это игровыми приставками, где, правда, все так же бились друг против друга. Как-то незаметно в Канаху просочилась новая мода, новый кумир и такое развитие массовой культуры было удивительным, даже еда и та, чтобы, к примеру, затащить Баруто в очереку, нужно было хорошенько постараться. Наруто как пламенный фанат Рамина не понимал, как можно было променять пищу богов на фастфуд, но факт оставался фактом. Жизнь изменилась. Если раньше Хакаги был главой деревни, полной хорошо обученных Шиноби и лишь с относительно небольшим населением гражданских, то теперь Канахуто и деревней язык назвать не поворачивался. Впрочем, в том была и его доля вины. Образовавшиеся после Четвертой войны Шиноби-союзы и то, что завязаны они оказались именно на нем, придали Канахе политический вес. Скрытая деревня уже не являлась таковой. Смешанные браки уже перестали быть редкостью, а волна эмиграций, накрывшая Канаху, не желала стихать. Заказов для Шиноби стало меньше многие осили в других областях, часто в торговых или промышленных, да и вообще в мирные времена и естественное повышение рождаемости. Раньше Шиноби частенько не доживали до 30, а уж семью заводили вовсе единицы и теперь же все изменилось. И это было хорошо. Вот только и управлять уже не деревней, а городом, стало значительно сложнее. Как, впрочем, и договариваться с частным сектором было куда сложнее, чем просто отдать приказ подчиненным Шиноби. Правда была в том, что вознаграждения за миссии давно не составляли основу бюджета Канахи, а потому приходилось создавать все новых клонов, чтобы те улыбались и махали ручкой в камеру, скрыто рекламируя открывшиеся заведения, ну или же просто те Шиноби очередного владельца толстого кошелька и приличных связей. Зато у его Шиноби были достойные оклады, униформы и средства связи, не говоря уже о многочисленных пристроях и технике для академии, про госпиталь также не следовало забывать, а потому Наруто терпел, когда все-таки не выдерживал и высказывал кому-то из спонсоров, что он в действительности думает о них и о происходящем. Ну что ж, Шикамару приходилось искать новых, хотя Нарой не уставал ворчать, что это становится все более проблематично. По мнению Наруто, вообще все было проблематично, начиная с того, что он запнулся. Взгляд зацепился за фото на столе. Много ли Хакаги до него совмещали семью и долг? Первый, понятное дело, был уникумом, второй был одиноким волком, а третий Наруто был слишком мал, чтобы помнить, какими были его отношения с детьми, однако тот факт, что Асума в свое время отправился защищать феодала уже говорил о некоторой напряженности между ними. Впрочем, Асума ведь вернулся вот то, как ведет себя Баруто Узумаки поежился. Взгляд переместился на висевшие наверху портреты предыдущих Хакаги. Неужели, выживя его отец, Наруто относился бы к нему так же, ревной к работе? Домысливать не хотелось совершенно, поэтому Узумаки поспешно отвернулся от портретов, в которых ему в последнее время мерещился укор. Он стал Хакаги не потому, что очень хотел этого в детстве. Нет, тогда он жаждал признания, которое давным-давно получил. Наруто стал Хакаги, чтобы защитить семью и друзей. Впрочем, он не был бы самим собой, если бы не включил в этот круг не только всю Канаху, но и другие страны. Его дети родились в мире, а войне Баруто и Химоваря, как и тысячи их сверстников, знали лишь понаслышке, и он сделает все от него зависящее, чтобы так оставалось и дальше. Даже если ради этого придется превратиться для них почти в незнакомца, что лишь из редко усталой тенью крадется в свой дом, чтобы осторожно обнять жену и наконец хоть немного отдохнуть. Наруто это сделает. Потому что мир стремительно меняется и вскоре технологии заменят навыки Шиноби, если не полностью, то частично, позволят приблизиться обычным людям к их силе. Конечно же, во всех скрытых деревнях есть Шиноби, крайне недовольные подобным поворотом событий. Даже в Канахе. Особенно в Канахе. Да и не только Шиноби. Война всегда была бизнесом. Торговцы оружием и лекарственными травами также терпят убытки. Саски видят все это и по возможности борются. Однако правда в том, что они мало что могут сделать. Придет время, когда воспоминания о четвертой войне Шиноби поблекнут, а древний зов крови пробудется вновь. Наруто не хочется об этом думать, но мыслями он вновь и вновь возвращается к словам первого. Мы лишь хотели, чтобы дети перестали убивать детей. Уж этого он постарается не допустить. Однако при мысли о том, что будет с этим миром завтра, если сегодня его убьют и выдадут это задействие Шиноби другой страны, внутри становится холодно. И даже привычные ворчания Курамы, нас так просто не возьмешь. Не может его согреть. Сложно признавать, но расцвет его сил пришелся на битву с Саски, а потом он больше развивал ум и был занят личной жизнью, редко выходя на миссии. После же Наруто чувствовал, что еще немного и он пустит корни в свое кресло на колесиках. Благо, рука у него из клеток Хаширомы и кто, как говорится, его знает даже его клоны двигались не в пример больше самого Наруто. О тренировках же ему доводилось только мечтать. Как и о полноценном сне. Вообще большая часть его чакры как раз таки уходила, чтобы как-то обходиться без онова. И как остальные Каги справлялись? Впрочем, у остальных Каги было население поменьше, да и внешняя политика была иной. Порой воевать проще, чем жить мирно. Хмыкнул Узумаки, читая отчет Анбу. Свою форму он запустил. Так что, коли уж зашли у него мысли о собственной скоропостижной гибели, то, пожалуй, единственной техникой, которой он запомнится в свитке, будет тогда ветреный сюрикен. И это совершенно не устраивало Узумаки. Вот только прежде чем говорить о собственных новых техниках, следует вспомнить, что он и техники предыдущих Хакаги не все освоил. Даже технику второго и отца. Вот уж где действительно впору было стыдиться. Да ну вас. В сердцах возмутился он, вложив в этот порыв немало чакры быть основной стихией народ огонь, от ровных стопок бумаг, важных и не очень. На столе Хакаги остались бы горстки пепла. Не факт, что ровный атак ветер лишь растрепал их, чем знатно осложнил седьмому жизнь, ведь те были рассортированы. Отчеты по миссиям по рангам, входящие письма по важности. Например, письмо от Райкаги требовало более срочного ответа, чем приглашение на открытие новой общественной бани. Кстати, туда клон Наруто сходит почти с удовольствием. Финансовые документы также имели свою иерархию, делясь на те, которые Узумаки подписывал не читая, и те, в которые, пыхтя и ругаясь про себя, приходилось вникать. Были там и обращения и заявления от Шиноби, а также уже отобранные наиболее важные прошения от жителей, не говоря уже о том, что на треклятом столе были аналогичные стопки уже прочитанных и решенных, но еще не подшитых дел. А теперь все это было перемешано. Безлобное замечание Курамы в общем-то сводилось к тому, что дурака работы любят. Ну, одежурившие Анбу были почти неудивлены, заслышав отчаянный рев начальства, от которого зазвенели стекла. Стекла в резиденции давно были вставлены упрочненные, потому как обычные подобных вспышек не выдерживали. Впрочем, стоило задуматься и об укреплении стен. Глядя на расползающуюся трещину, Узумаки поймал себя на том, что уже просчитывает ее стоимость. Тьфу, дайте бы я, вот что значит профессиональные деформации. Раньше Наруто не знал той половины слов, которыми сейчас оперировал. С этим пора было кончать, а то перед мысленным взором седьмого проплыло заплывшее лицо Феодала. Нет, он освоит технику летающего бога грома сегодня же. Разбираться с учиненным бедламом было поручено двум гневно пыхтящим клонам, а сам Узумаки направился в сторону тренировочных полигонов, мысленно жалея о том, что не может пройтись по улицам неузнанным. Впрочем, Хенги решила его проблемы, так что в относительно пустой лес смерти он добрался под видом неприметной девицы. Впрочем, Джоунины точно заметили, что за девицей следует почетный караул и зонбу, а Хьюго и вовсе прочитали с потрохами. Хотя насчет последнего волноваться не стоило. Хиоши был выгоден взять Хакаги и только поэтому, а не потому, что седьмой был отцом его внуков, Узумаки пережил свой же указ о запрете подавляющей печати клана Хьюго в ее существующем варианте. Подобное вмешательство в клановые дела не позволял себе ни один из его предшественников, впрочем, до него никто и о браке с Хьюго не задумывался. Наруто же считал содеянное данью памяти Ниджи, его поддерживала Хината и даже Ханаби, однако от гнева Хиоши худо-бедно спасало даже не наличие Курамы и отряда Нбо за спиной, а разумность главы клана. И дело было вовсе не в том, что случившееся с кланом Учиха наглядно показало, что даже великие кланы могут кануть в лету в одну ночь. И не в более раннем и загадочном происшествии с кланом Узумаки. Возможно, раньше Хьюго и могли прожить отдельно от Канухи, однако не после того, как Наруто практически лично выстроил дружеские отношения с другими скрытыми деревнями. И не после того, как существенно вырос уровень технологий, позволивших обладателям, великим странам упрочить свои позиции. Бьякуган по-прежнему оставался редким геномом, особенно при почти полном отсутствии Шарингана и Хьюго нужна была защита. Наруто не просто Хакаги, а Шиноби, чья сила была признана всеми, а уж заполучить Узумаки в личные враги. А именно это случится, покусить кто-то на клан его жены мало кто захочет. Холодный расчет или же проснувшийся к закату жизни боли и семейные чувства. В любом случае, Хиаше пришлось пойти на уступки. Печать птицы в клетке была видоизменена и даже без участия Арачимару, Бьякуган был защищен, а воздействие на нервные клетки побочной ветви не полностью нивелировано, но существенно снижено. Совсем и рыбку съесть, и защитный функционал оставить не получилось, либо Хиаше все же темнил. Наруто так и не понял до конца. В любом случае, подлянки от Хьюго ему ждать не стоило. Напротив, первое время Узумаки не знал, куда деваться от нахлынувшей на него волны молчаливой все-таки это Хьюго Благодарности. Сейчас же Наруто впервые за долгое время растянулся на зеленой траве на двух анбу в кустах. Он старался не обращать внимания, идиллию нарушал лишь то, что выполнившие задания клоны передавали ему свои воспоминания, заставляя недовольно морщиться. Лопались клоны почти каждые 10 минут всего пока Наруто сейчас было задействовано 124 клона, и это был не предел, чем портили его настрой на тренировку. Впрочем, его портило и прекрасное летнее солнышко и легкий ветерок, а еще трава была довольно мягкой и только слегка ехиное напоминание Курамы заставило его, прилегшего на минуточку это была ловушка, дайте бы я подняться и развернуть таки свиток. Вообще выносить его из башни Хакаги было не самой лучшей идеей, но а что делать? Не в башне же тренироваться. Около двух часов Наруто и 50 его копий без особого успеха пыхтели над техниками второго и четвертого Хакаги, и даже щекрой Курамы Узумаки чувствовал, что вот-вот рухнет. «Хватит», — сказал Лис безапелляционным тоном. «Мне нужно собрать еще чакры, отдохни пока». Наруто не нужно было долго просить. Прикусив губу от того, что Анбу только что стали свидетелями его позора, а также коротко пожалев о том, что рядом не было и Матэка Каши Сенсия, чего Узумаки тут же и устыдился чай, не милкий уже, Хакаги как-никак, седьмый прилег на примятую от тренировки травку. Собственная голова оказалась тяжелой-тяжелой, а земля мягкая-мягкая, конечно же, он заснул. Имел право, зачем еще ему двое Анбу нужно, если что, его и Курама разбудит не разбудил, и Анбу не уследили, точнее, не посчитали нужным. Из всех людей на свете Наруто, пожалуй, меньше всего сейчас ожидал подлянки от Химовари. Хотя ему следовало помнить, по чьей вине он пропустил собственную инаугурацию, а может, это был знак, что не стоило ему становиться седьмым, ММ. Правда, тогда в деле был замешан Баруто, а под раздачей Наруто и вовсе попал случайно, да и не увернулся совершенно позорным образом, вот абсолютно. Но все-таки если дочка кажется лапушкой, не стоит быть до конца уверенным, что таковой она и является. Особенно если появляешься дома раз, ну, не в полгода, а почаще, но все же домашних он заставал, обычно уже спящими. Думать о том, что Химовари отказалась от пути кунаичи, чтобы хоть как-то компенсировать вечное отсутствие самого Узумаки, ему не хотелось. Но именно к этому вновь и вновь поворачивались его мысли. А ведь как раньше хорошо было. В одно ухо влетело, в другое вылетело и Орити, и Рокосинси, сколько влезет. Ну, все-таки Химовари его дочь, а сам Наруто в ее возрасте такой вытворял, что сейчас волосы дыбом становятся. Как только он, глядя на Баруто, понимает, что это его воздаяние за все прошлые грехи и за рано поседевшего Ируку. В любом случае, Узумаки мог понять, почему ее подпустили Анбу и Курама, который, вот предатель, был покорен крайне добрым к нему отношением. Но вот что Химовари забыла на одном из самых опасных полигонов Канохи. Она ведь даже в Академии еще не училась, однако, спасибо Хьюгам, знала и умела куда больше, чем сам Наруто, выпуская сезонный. Что забыла вопрос хороший, однако не самый главный. Возможно, она засекла папочку под необычным Хинге еще бы, батя под видом девицы куда-то намылился. И решила проследить. Допустим, ей даже удалось остаться незамеченной и сослать нафиг на охрану туалетов тогда-таки Хамбу. И его самого. Хотя ему можно, с хроническим то недосыпом. Но маловероятно. Скорее, лапочка-дочка тренировалась или же искала приключений, что вероятнее, учитывая, что у Зумаки слишком горячая кровь, чтобы полностью загасить ее спокойствием Хьюга. Да, точно. А тут папка дрыхнет, а рядом бесхозный свиток. Ладно, он и сам его в свое время спер, и даже выучил технику теневого клонирования. Спасибо второму за это изобретение, спасшее мир, наверное. Хима про это знала, он бы и сам на ее месте и так поступил. Только вот из предыдущих кагибья куганам никто не владел и просветить свиток не догадался. И, судя по одухотворенному личику, дочурка там что-то нашла. Хотя откуда, опять же, или же свиток древний, чем кажется, и к нему также приложили руку и глазки. А от Суцуки? Пожалуй, Наруто был непозволительно заторможен от осна, а его он бы слишком далеко, чтобы остановить высунувшую язычок Химу, решившую тут же опробовать найденную технику. Единственное, что успел сделать Узумаки, не как седьмой Хакаги, а как отец, это прыгнуть в поглотившую его дочь воронку прежде, чем та захлопнулась, и он задумался о том, что он вообще Хакаги и ему абсолютно точно нельзя было никуда исчезать. В свои неполные десять лет Химу Варе хорошо уяснило несколько вещей, которые не желал понимать ее старший брат. Во-первых, став Хакаги, отец не перестал их любить. Она видела и слышала больше, чем желала См. А во-вторых, да что там ей его не хватало. Вот только ее папа был слишком крутым и добрым, чтобы игнорировать то, что и всему остальному миру нужна его помощь. Он уже изменил мир Шиноби к лучшему. К примеру, Химу Варе могла выбирать, становиться ей Шинобели, скажем, художником. Или Шиноби-художником, как Сай-сан. Впрочем, именно это невинное увлечение и привело юные Узумаки в тот чудесный солнечный день в лес смерти. Именно там, по слухам, видели самого настоящего. В общем, идеей зарисовать с натуры опасную живность это была выходка вполне в духе ее отца, если бы тот проявлял хоть какой-то интерес к рисованию. Мама говорила что-то насчет того, что Узумаки много времени уделяли искусству каллиграфии, которая затем помогала в освоении Фуиндюцу, которым ее отец, скажем прямо, так и не овладел. Однако вполне возможно, что кто-то из ее предков тренировал руку не только в каллиграфии. В любом случае, со временем Хима Варе намеревалась всерьез попробовать изучать Фуиндюцу, пока же получилась средняя. Но рисовать ей нравилось, как и дышать свежим воздухом и мягким солнышком. Отца дежуривших Анбу она заметила случайно, любопытство не позволило пройти мимо, а уж увидев рядом с отцом легендарный свиток с техниками Анбу подпустили ее близко, потому что она дочь Хакаги, но дальше решив, что ничего страшного не произойдет, если она одним глазком посмотрит, Хима Варе сцапала свиток и они всполошились. От ощущения явной опасности прорезался Бьякуган. Свиток сам раскрылся на середине, где под прочерченными символами техники полета Бога Грома проступило что-то еще. Мысль о том, что все это время в свитке была еще и какая-то другая секретная техника, окрылила Хима Варе. Однако, чтобы отец не отмахнулся от нее, существование он и стоило доказать, а нет лучше доказательства, чем практика. Тем более, что и называлось-то не столь страшно. Зеркало. Что страшного в собственном отражении? Вот только, начав проваливаться в темно-фиолетовую воронку, Узумаки так уже не считала. Это было глупо, слишком глупо, и сейчас она, кажется, одним махом переплюнет Барута на годы вперед, если, конечно, выживет. Надежда на то, что отец что-то придумает, что как-то ее спасет, таяла по мере того, как Хима Варе все дольше падала вниз во тьму. Она почти утратила чувство времени, когда отвыкшие глаза резанул яркий серебристый свет, а затем она врезалась в кого-то высокого, в белом плаще и с торчащими желтыми вихрами. От облегченного крика «Папа!». Узумаки удерживала лишь то обстоятельство, что у ее отца не могли так быстро отрасти волосы, да и красовавшаяся на плаще надпись четвертой Хакаги особого простора для воображения не оставляла. Бесконечное ее лежание на спине у дедушки длиться не могло. Очень скоро, конечно, он ведь использовал Хироишин. Уже Хима Варе лежала, вжатая спиной в землю. Версии с перемещением в прошлое не выдерживала критики от одного только вида не слишком сильно постаревшего лица четвертого Хакаги, выглядевшего немногим старше ее отца. Тот, кого она видела лишь на редких фотографиях да на скале с лицами Хакаги, сейчас навис над ней самым что ни на есть недоуменным видом. Возможно, так и должно было быть, когда-то Хакаги, можно ожидать чего угодно, но не падающих с небес глупых девочек давление на плечи ослабло. Глаза, кстати, куда более бледные, чем на фото странно, ведь обычно наоборот, снимок не может передать всю глубину реального цвета, да и вообще у них должны были быть одинаковые глаза. Отражали некоторые душевные метания. Кто тебя послал? Неужели Камень решил, что у маленькой девочки будет больше шансов убить меня? Глупо, сказанное, точнее, даже не сами слова, а тонустывший, презрительный и чуточку горький, именно он заставил Химова ряжаться. Хакаги сама, поблизости никого нет, чуть повернув голову, Узумаки заметила несколько ханбу, причем да, она раньше их видела, вот только кто что это была за техника. Как тебя сюда переместили? Я задал вопрос. От четвертого Хакаги исходила настолько угрожающая ора, что совсем не вязалась тем, что она о нем слышала. Хотя о том, как Минатан и Микази обращался с врагами, ей не рассказывал никто. А именно врагом она сейчас ему и представлялась. Эта мысль ошеломила ее. Я из Канохи. Уверенно заявила она. Пусть глупо, зато правда. Врать Химова ря не любила. Возможно, в сложившейся ситуации и стоило начать. Или не стоило со стороны анбу послышал сихмык. Четвертый уже никак не изменился в лице. Плохая попытка, малышка. Если бы кто-то в Канохе владел подобной техникой, я бы знал к тому же у тебя систему чакрошиноби, а в Канохе не так много кунаича твоего возраста, чтобы я не знал их в лицо хотя бы приблизительно. И я вам никого не напоминаю? Химова ря никак не могла предположить, но этот отчаянный вопрос отразился на Минатане лучшим образом. Взгляд бледно-синих глаз растерял намеки на тепло, словно заморозился, охватка на плечах усилилась, словно его пальцы задеревенели или их свела судорога. «Кто тебя послал?» «Никто, я-дефис, я-я сама». «Случайно». За спиной Минаты у Зумаки разглядела Каноху, такую, какой она была на старых ну, почти как ее родители фото. Мысль о том, что уж лучше бы она оказалась на Луне, а не в этой неправильной Канохе, пришла неожиданно, как и то, что, если техника называется «зеркало», то, возможно, здесь оно кривое, прямо как в той комнате в цирке, куда вообще-то ходили посмеяться Химоваре было нисколько не смешно. «Послушай, у меня масса других, куда более важных дел, но, могу тебя заверить, отдел допросов будет не столь деликатен». Кажется, Химоваре перестала чувствовать свои плечи, вот только это ее сейчас не слишком волновало. Было страшно, настолько, что она почти забыла, что дочь седьмого Хакаги не должна дрожать от страха. Несмотря на стиснутые плечи, ее кисти были свободны, а значит, у Зумаки могла сложить печати. Техника замены неожиданно сработала против самого четвертого Хакаги, так что вскоре Минаты прижимал к земле дерево, сама же Химоваре, создав двух теневых клонов, пыталась убежать. Именно пыталась. Анбу, в котором она вдруг узнала шестого Хакаги, безошибочно подвесил на дереве настоящую ее. Раскачиваясь вниз головой и в полной мере ощущая неправильность происходящего, Узумаки с тоской думала, что надо было ей усерднее заниматься с дедушкой Хеши. И Бьякуган по-прежнему пробуждался не по ее воле, а в минуты наибольшего волнения. Вот только сейчас отчего ты никак не желал активироваться, хотя сама Химоваре этого и не осознавала, но наличие Бьякугана только бы осложнило обстановку. «Откуда ты знаешь технику теневого клонирования? Ты шпионила за нами?» Недавея в голосе в четвертого заметно прибавилось, как, впрочем, и любопытство. «Счетовой отряд докладывает, что целостность барьера не была нарушена», — подал голос второй Анбу. Его Химоваре знать не могла, однако на кого-то он все же был похож. Голос у него был мягким, странно, но сейчас у Зумаки это показалось важным. Хочешь сказать, барьер пропустил ее как свою? Четвертый неожиданно переместился прямо к ней, все так же висевшая вниз головой. «Знаешь, а ведь девчонка и одета не как Шеноби», — наконец с неудовольствием прокомментировал он ее юбку. К слову, именно в этот момент до Химоваре дошло и она залилась густым румянцем, ну или же эта кровь прилила в голову в тот момент и она была очень благодарна второму Анбу с приятным голосом, что срезал веревку, позволив ей упасть на землю, благо падать было недалеко, а сверкать КХМ колготками и дальше ей не хотелось. «Кто ты такая?» Наконец прямо спросил четвертый. Порадовавшись, что наконец это был не вопрос, «Откуда ты, Химоваре?» Уверена, «Ну, насколько позволяли веревки и набившаяся в рот трава», ответила Химоваре Узумуки. Если после ее вопроса о внешности Минато просто застыл, то сейчас его лицо исказила ярость. «Ты действительно плохой шпион», — покачал головой шестный Хакаги, в то время как второй Анбос загородил Химоваре собой, что ты вкратчиво объясняя Минато, сложно представить более неудачную для представления нашему Хакаги фамилию. К тому же, у Узумуки есть особенность, о которой знают все, ну, или почти все, кроме одной глупенькой девчонки. Не бывает Узумуки с некрасными волосами. Я не шпион, как Аши-сан. Кажется, на глаза начали наворачиваться злые слезы. Я дура, которая использовала не ту технику. И как это не бывает? А цунадиба-чан? У нее бабушка, как и у меня, у Зумуки, а волосы не красные. Откуда ты все это знаешь? Четвертый опустился рядом с ней, его немного трясло. Откуда? Минато сама, позвольте, я ее проверю. В прорезях маски кота блеснул Шаринган и Химоваре вновь затянула в воронку, после чего жизнь ее замелькала ярким калейдоскопом, который прекратился так же быстро, как и начался. Попала в гиндюцу не спеши отчаиваться. Ты хьюга, высокий контроль чакры то, что у нас в крови. Ты должна нарушить его, чтобы развить вражескую технику. Слова деда пришлись кстати. Нарушить поток чакр получилось сразу, как только у Зумуки поняла, что с ней происходит. Она не слышала, чтобы Шарингана использовали подобным образом. Скорее всего, ее противник был особенно искусен, а это значит освободиться ей помогло так же то, что его ошеломило увиденное. Хакаги сама, она не лжет, чуть отдышавшись, вынес вердикт у Чхо. Итачи, если ты и меня, я когда-нибудь заставлял вас усомниться в моей честности, Мината сама. Над поляной повисло неловкое молчание, окончание которого Химоваре так и не узнала. Нервное истощение из некстати закончившие чакры сделали свое дело. Нелюбовь к разного рода воронкам появилась у Наруто с тех пор, как по подобным его потаскала проклятная Кагуя. Та же, что поглотила Химоваре, отличалась тем, что путь сквозь нее был более долгим, что ли однако окончание пути у Зумуки удивило. Хотя нет, удивило не то слово сгруппировавшись, он приземлился аккуратно на свое излюбленное место головы четвертого Хакаги. Химоваре поблизости не наблюдалось, однако он чувствовал ее присутствие где-то невдалеке и безо всякого режима отшельника. Лис называл это побочным эффектом, вот только ощущал он не только ее, а тех, кого здесь точно быть не должно. Нервно оглянувшись по сторонам и не заметив на скале не только собственного монумента, но и кукашист Цунади, Наруто напрягся уже всерьез. Более того, Клинаха выглядела нетронутой прогрессом. Почти такой, какой он ее помнил. Курама, мы что, в прошлом? Севшим голосом отчего-то вслух поинтересовался он. Лис не успел ему ответить, когда перед ним приземлился незнакомый Шиноби. Впрочем, тот заслуживал описание. Несмотря на то, что Наруто мог с уверенностью сказать, что никогда его не встречал, буквально весь его облик кричал об обратном. Спокойный зеленый неяркий плащ, белая туника, сандалии именно такие, какие носил старик-извращенец. Да что там сандалия, у незнакомца наблюдались и кровавые слезы у кончиков глаз. А уж медовые глаза и вовсе сложно было не узнать. У Наруто, конечно, были крепкие нервы. Как-никак он многое повидал в этой жизни. Проще было назвать, чего не повидал. Но к столкновению с ярким образом того, что получилось бы, не отшей в свое время бабулька его Сенсия, готов не был. Потому Зумаки невольно попятился с любопытством его разглядывающего подростка надо же и подростка. Куда же его занесло? И даже столь нехитрого перемещения хватило, чтобы ветер растрепал его плащ, являя миру надпись. Седьмой Хакаги. Недоверчиво сощурился незнакомец, а после чего согнулся от смеха, слушай, приятель, а круто тебе его сделали, адресок не подскажешь, а то я все хочу стать пятым, а ты уже седьмой, вот умора. Глава 2. Водное, возвращаться домой было странно. За три года в пути Хару Синджу уже привык и к пыли дорог, и к тому, что отца постоянно приходится выручать из очередной передряги. Вообще Хару порой сомневался, кто же из них взрослый. Ну уж точно не жабий сын, который мог напиться и забыться, а ты поди ищи его, хорошо если просто по кабакам, так его и в бур в неприятные места заносило. Свои неполные 14 лет Хару в каких только злачных местах не побывал. И зачастую именно ему приходилось решать вопросы с требующими расчета владельцами питейных заведений, сутенерами и кредиторами. Последние донимали его лично, когда он имел несчастье представляться фамилией Синджу. Что поделать, у матушки были свои темные стороны, и, честно, Хару даже не знал, что хуже пристрастие к игре в рулетку или же сбор материала. Во всяком случае, мать деньги скорее тратила, нежели зарабатывала. Тогда как отец, периодически исчезая с миссиями разведки, возвращался не только с добытыми таким образом ценными сведениями, но и с вдохновением для книг, гонорары из которых и составляли большую часть их семейного бюджета, тут же улетавшего в трубу с несчастливой руки патологической громанки матери. Отказывать же нет же рай и не умел, да и не рисковал, к тому же, насколько знал Хару, ему больше нравился сам творческий процесс, а не финансовый результат, потому за возможность и дальше заниматься сбором информации он многое готов был отдать. Вообще же у его родителей были странные отношения. Они вроде как и любили друг друга, но порой грызлись так, что приходилось менять крышу над головой. Живя как на вулкане, понемногу привыкаешь особо не обрастать вещами, да и ценить больше не материальное, а то, что и ни за какие рюни купишь. Какая несумасшедшая, но у Хару была любящая семья. Отец, как бы сильно не напивался, дальше и облапывание материала никогда не заходил, а мать всегда била последнего лишь в четверть силы. Один извращенец, второй игроманка, раз в квартал бравшая две недели от гумы в госпитале, где работал без выходных и просаживавшие деньги за пределами Канохи, которая, конечно же, представляла собой ту самую дыру, где не то что нормального казино, даже карточного клуба не наблюдалось. Несмотря на все свои прибабахи, его родители были еще самыми адекватными в тройке великих санинов. Живший на отшибе Арачимару производил впечатление безумного ученого из комиксов. Вот только-то комиксы, а здесь жизнь. И Хару справедливо побаивался змеиного санина, который занимался не пойми чем, но о котором ходили мрачные слухи, каждый из которых был нелепее и страшнее предыдущего. Впрочем, насколько Хару мог судить по настороженному отношению родителей к бывшему сокоманднику, по крайней мере, часть из них была правдой. Вот только действовала лаборатория Арачимару под весьма явным покровительством четвертого Хакаги, к которому сам Синджу также испытывал смешанные чувства. Минатан Амикази был учеником его отца, единственным выжившим, что возвращало к разговорам о пророчестве Жабьева Мудреца, о котором, впрочем, сам Джирай упоминал все реже. Его называли «желтой молнией» и он был легендой. Его политика нравилась далеко не всем, но была действенной. Канаха при нем не вела войны, по крайней мере, полномасштабной, о том же, что на самом деле творилось за кулисами. Хару знал, все же это его отец имел обширную агентурную сеть проституток почти во всех великих странах. Это в старых хрониках четвертый казался героем в сияющих доспехах, хотя и там он им не был. Нельзя остаться чистеньким, когда вокруг война. Нельзя остаться непричастным, когда и в самой Канухе зрело восстание. Потеряв семью, Мината на Миказе стал жестче и беспринципнее. Отец говорил, что он утратил свое солнце, Хару же и Хакаги казался сломленным. Вряд ли иначе он спелся бы с Арачимару. Вряд ли бы иначе он убил бы своего друга Фугаку Учхо. Говорили, в тот день Девятихвостово выпустил кто-то из Учхо. Четвертый уже официально объявил, что видел человека в маске, и только его отцу рассказал, что уловил в прорези их алый отцвет, так, как если бы это был шарингом. Хару сомневался, что источником слухов послужил Джирайя. Те Шиноби, кто хоть немного помнил историю, и без того знали, кто в свое время брал под контроль Иса. Слухи наводнили Канаху с новой силой благодаря тому, сколько Тливанбу и Хакаги лично рыскали после в квартале Учхо, словно пытаясь опознать нападавшего. Все это подлило масло и в без того чадящий огонь. О готовящемся восстании Четвертого предупредил Итачи Учхо, самый молодой капитан Анбой, как ни странно, старший сын главы клана, как и о приказе занимавшего пост советника Данзо. Последний желал, чтобы Итачи вырезал свой клан и стал нукинином, взяв всю вину на себя. Так Де Канаха чистенькое внутреннее дело Учхо, что поделать, и угроза истреблена на корню. Каким бы мрачным типом Четвертый не стал, на это он не пошел. Разговор со старым другом закончился тем, что у клана сменился лидер, а у Рачимару прибавилось трупов в лаборатории. Раскрытие их плана, предательство Итачи, а также смерть главы клана и по совместительству лидера восстания привели к тому, что наиболее воинственно настроенная треть клана все же поднялась против Канахи. Говорили это были те, кому и так нечего было терять. Те, кто давно готовился и подзуживал Фугаку на этот шаг, те, кого вряд ли бы стали щадить. Их и не стали. Итачи был изгнан Учхо, номинально главой клана стал его брат Саски, реально же каким-то чудом и целевший Шису Учхо отчего Итачи вдруг ослеп на один глаз, волновало многих, но мало кто решался спросить. Полиция Канахи оказалась расформирована, ее функции переданы специальному подразделению Шинобе, в которое могли попасть представители любого клана либо вообще бесклановые. Часть Учхо интегрировалась туда, не оставаться же без работы. Место Донза в Совете было отдано Шисуе. С расселением квартала Учхо на Атши безделать было уже ничего нельзя, все земли в центре имели собственников, однако Шисуе с позволения четвертого разрешил всем желающим членам клана селиться за пределами их квартала. Воспользовались предложением немногие. Напряженность в Канахе никуда не делась, хотя и протекала вялая и в скрытой форме. Но Хар увидел, как ваши птались за спиной его одноклассника Саски, разом приобретшего статус будущего главы неблагонадежного клана. Подобного внимания не избежал и парень на классах старшей Наджи Хьюга, рожденного обсчета в побочной ветве, после похищения наследницей был принят в главную семью. Тот инцидент с Хьюга вошел нет, не во все учебники, но помнили об этом все. Давний конфликт со скрытым облаком не был полноценной войной, скорее, очередной стычкой старых неприятелей. Однако от предложенного подписания мирного договора Канаха отказываться не стало, хотя то, что соблюсти формальности решили на их территории, а не на нейтральной, должно было насторожить. Четвертого это и насторожило. Настолько, что в ночь прибытия гостей он созвал у себя не только совет, но и глав наиболее крупных кланов. Был у него и Хиаших Юга, наутро обнаруживший исчезновение своей четырехлетней дочери. Делегация облака изображала вежливое недоумение и вела себя так, словно была совершенно не при делах. Кланг Юга требовал выдать им делегатов, однако четвертый, не желая лишний раз спровоцировать Райкаги, отказал. В ходе проведенного расследования не было найдено никаких доказательств причастности Шинобе облака, однако все знали виновных. С тех самых пор Кланг Юга попал в категорию не самых благонадежных. Канаха была не самым счастливым местом на Земле. Четвертому пришлось стать куда осторожнее во внешней политике, ведь откуда-то в мир утекла информация о том, что Девятихвост и мертв, навеки запечатан в желудке Шинобе. По сравнению с тем же облаком и их двумя джинчурики, Канаха проигрывала в этом показатели. Внутренняя же политика строилась на усилении роли бесклановых Шинобе, а также всяческой поддержки небольших, но вместе с тем многочисленных кланов. Усилилась роль внутренней разведки исследовательского центра Рачимару. Хару слышал, как родители между собой обсуждали, что Мината постепенно ступает по той же дорожке, что и уничтожена им Данза. Воображение у Синджу было хорошим все-таки батя-писатель и извращенец, а потому, вернувшись домой, отчасти он опасался застать на месте Хакаги закутанного в бинты четвертого, прячущего под ними что-то пострашнее увечье и незряженный Микази с нестареющим Рачимару снюхался Мама, вот та тоже внешне никак не менялась и вполне могла сойти за старшую сестру Хару, но у нее-то это хотя бы объяснялось печатью Бьякуга, а вот какие обряды проводил Змейный Синин, оставалось загадкой. Кноха была не самым счастливым местом на Земле, но Хару ее любил. Это он понял, проведя почти три года в ней ее стен. Вряд ли кто-то из его сверстников мог похвастаться подобным, самые долгие миссии Шинаби могли занимать месяцы, но никак не годы. Вот только на сей раз Джирайи действительно разозлил Цунади, не следовало ему пускать с Лунина Мизукаги, явившуюся на очередной экзамен на Чунина, ой, не следовало. Одно дело обычное похождение его отца, но к Мэй Цунади приревновало всерьез. Потому неудивительно, что Джирайи тут же выбил у Хакаги миссию без временных ограничений. Расчет на то, что Синджу вскоре успокоится, в общем-то был верным, вот только отец не учил того, что Хару, смехнув, кого теперь будет пилить мать, увяжется за ним. А уж прости то, что старый извращенец еще и ребенка за собой по наклону и потащил, до лица Нади оказалось куда сложнее. Возможно, Хару и ощущал некоторое подобие стыда, но оно быстро проходило, стоило ему в очередной раз огрести от толпы разъяренных девиц. Те, обнаружив, что за ними кто-то подглядывал, колотили не только Джирайо, но и ошибавшегося неподалеку Хару. Парадоксально, но сам Хару не унаследовал пороков своих родителей. По крайней мере, ничего подобного он пока в себе не обнаруживал. Порой Хару даже сам себе казался чересчур скучным, но тут же себя одергивал. Кто-то же должен быть нормальным и следить за всем этим безобразием. Так, он был младше всех в своем выпуске в среднем на два года. Не гений вроде Кукаши и Тачи, но все же в команде ему приходилось следить за Саски Учхо и Сакурой Харуна, постоянно норовившими доставить ему проблем. Чудили они по-разному, Саски отличался патологической и почти не скрываемой ненавистью к своему изгнанному из клана старшему брату и к четвертому, Сакура же была безнадежно влюблена в Учхо. От них было много проблем, и все же Хару скучал по ним. Несмотря на всю его вредность, у Саски были положительные стороны, Сакура же, познакомившись и проникшись матерью Хару, стала значительно более приятной в общении. Друзьями не разливая до их команду назвать было нельзя, однако экзамен на Чунина с первой попытки сдала вся троица. Правда, сдавали они его не через первые полгода после выпуска, а через год, все же их сенсей был перестраховщиком. Именно после экзамена Хару и увязался за отцом, команду все равно бы расформировали, Сакура поступала в полное распоряжение госпиталя, а Саски клана. Ему же самому просто некуда было податься. И вот он вернулся. Спустя три года. Вернулся не потому, что нельзя было и дальше странствовать по свету, следуя за горящими пятками отца, а потому, что увиденное требовало личного доклада самому Хакаги. Отец отправился сразу к четвертому, в то время как Хару пошел сюда. На скалу Хакаги. Это было его любимое место. Тихо, спокойно и видна вся деревня. По обыкновению он забирался на голову ко второму и мечтал не то, чтобы он так уж и мечтал стать пятым Хакаги, но отказываться точно бы не стал. Вражденное чувство ответственности и обостренная справедливость и мешали спокойно жить. Все Хакаги хотели лучшего для деревни, но в какой-то момент жизнь опускала их на землю. Почему он решил, что может стать исключением? Это было глупо крайне. Но Хару раз за разом приходил сюда и думал о том, что именно он бы изменил. Что мать, что отец оба стояли в стороне. Да, Цунади возглавляла госпиталь, хорошо знала свое дело, но она была внучкой первого и самой сильной кунаичи в истории. Да, Джирайя многое делал в плане разведки, но и он был сильным Шинаби, немногим слабее четвертого. Однако, они оба почему-то только и говорили о том, что Минато уже не тот, что был прежде. Они ничего не предпринимали. По крайней мере, насколько знал Хару, а ведь он мог что-нибудь и упустить. Но ничего ведь не менялось. Он еще мог понять, мать, она боялась новой полномасштабной войны Шинаби и того, что та за собой принесет. Мама точно не хотела бы, чтобы он становился Хакаги, поэтому Хару по обыкновению ни с кем не делился своими планами. Она была последней из клана, некогда такого же многочисленного, как Учиха. Каково это вообще? Потерять всех говорили многое говорили. К примеру, то, что у ее матери в последней войне погиб возлюбленный и что с Джиральей они сошлись исключительно из-за окутавших безнадеги. Или что его родители свела вместе история с Девятихвостым Лисом, убившим их учителя, третьего Хакаги или что Сынину остались в Канохе на тот случай, если у четвертого все же съедет крыша, так постепенно и сблизились. Самому Хару больше нравился последний вариант, единственное, что его в нем возмущало, так это то, что от чего-то они так ничего и не сделали спросить между тем все время язык не поднимался. Уж больно грустно его отец смотрел на четвертого, а от матери закромольные вопросы можно было огрести. В любом случае, они вернулись домой и с довольно странными вестями. Группа Нукининов уровня С давно привлекала к себе внимание. Мало того, что они были лишним игроком именно игроком, ведь в небольших скрытых деревнях редко находился один Шиноби уровня С, Шиноби же, поправшая все правила, отступники без чести опасные вдвойне, так еще и начали перетягивать на себя действительно крупные заказы. Вот только что-то особо сделать, сукацуки, пафосные названия, прямо как их униформа. Не выходило ни у кого из великих стран, те по-прежнему безобразничали, переманивая крупных рыб в свои сети, однако вскоре стал очевиден также нездоровый интерес последних к Биджуу Канахи больше не было девятихвостого, а значит, вроде как и переживать особо не нужно было, вот только вот только они с отцом столкнулись с парочкой Нукининов и закацуки, и за то, что они остались живы, стоило отдельно воздать хвалу обратному призыву на гору Мьёбаку. А сейчас один из этих Нукининов, почему-то повзрослевший с последней встречи лет на пятнадцать минимум, в нагло развалился на макушке четвертого Хакаги, завернувшись в плащ с провокационной надписью седьмой Хакаги. Ну вот как тут реагировать? Глава 3. Столкновение неизбежно. Эй, ты чего на меня так смотришь, словно я в жабу превратился? Подросток требовательно уставился на потерявшего дар речи Наруто, лишний раз подтверждая теорию о своем происхождении. Вообще-то это мне здесь положено быть удивленным, но уж никак не тебе. Поясни, седьмой немножечко отмер. После обнаружившегося явного недостатка лиц Хакаги, а также по короткой щитке места, стало очевидно, что это не его Канаха. А раз так, то почему бы и не быть в другой Канахе ребенку Джирайи Цунади? И все же одно дело гипотетическая возможность, и другой парень перед ним. Тот был больше похож на пятую, только рост имел значительно ее превосходящий, да и что-то неуловимое проскальзывало в его чертах от Джирайи, помимо очевидных кровавых рощерков у глаз. Только не надо делать вид, что мы с тобой не знакомы. Не после того, как вы с подружкой едва не выбили из нас отцом дух. И как ты здесь вообще оказался? Да еще и нацепил какое-то глупое старичье Хинги. А плащ? Да ты с плащом Акацуки менее заметен, чем с этим. И все, что и мог выдавить из себя Наруто, чей мозг воспринял только выбили дух с подружкой, Джирайи в порядке. Узумаки ощущал его присутствие, но после услышанного не мог не спросить. Ты странный, после недолгого молчания выдал подросток. Очень. Отец в порядке, не будь меня, он, скорее всего, и учудил бы чего, но со мной ему пришлось отступить. Однако ты должен это знать. И почему здесь до сих пор нет Анбу? Ты их всех убил? Барьер должен был сработать. Я никого не убивал, Наруто поморщился, упоминание же о том, что Джирайя здесь не рискует слишком сильно, потому что ему есть что терять, неожиданно приободрило. Я вообще не из этого мира. Так я тебе и поверил. На лице паренька читалось выражение аля ты конченый псих, проклятый Акацуки. Можешь не верить, но это прекрасно бы все объясняло. Я Наруто Узумаки, более известный как седьмой Хакаги, попал сюда в результате применения неизвестной пространственной техники моей малолетней дочерью. К слову, именно к ней я сейчас и направляюсь. Если хочешь, идем со мной, только назови свое имя, а то неудобно как-то. И Узумаки спрыгнул с монумента. Погоди, псих. Спикировав далеко не так эффектно, как Наруто, его догнал подросток. Я Хару Синджу и не позволю тебе шататься по моей деревне без присмотра. Отлично, Хару, тогда тебе придется попотеть, потому что я теперь уже не знаю, что еще способна учудить моя дочурка. Коротко бросил Узумаки и припустил в сторону тренировочных полигонов туда, откуда чувствовал Чакру Химовари. Впрочем, не только ее. Минату стало потер виски. Слишком много дел, слишком много проблем, требующих его вмешательства и контроля. Слишком много всего, и жизнь его с момента становления Хакаги напоминала ужасно ветхую лодочку, в которой, чтобы не пойти ко дну, заделываешь одну пробоину, а в этот самый момент появляется две новых, а материал на заплату у тебя только на одну Джирайя говорил, что он чересчур много на себя берет, а Цунаде, что такими темпами он скоро помрет. Не прямым текстом, конечно, но суть именно та. Однако нагружать себя, стараться контролировать все, что можно нельзя, было много лучше, чем оставаться наедине с собой и своими мыслями. Мыслями, готовыми пожрать и поглотить без остатка. И ход звуки всегда были с ним, но бороться с тем, что только навязчиво зреет на краю сознания, много легче, чем с головой ухнуть в тот темный омут, который теперь представлял о собой его души. В работе до полного изнеможения был только один плюс короткий сон без сновидений. Его анбу знали, что видит Минато, если дать ему лишние минуты покоя. Путем проб и ошибок был выведен интервал без кошмара в 3 часа 55 минут. Чуть больше он вновь проваливается в тот день, что доказал его несостоятельность и как Хакаги, и как мужа и отца. И если последних ролей на Миказе лишен, то первую старается отыгрывать так, чтобы хоть немного притупить вину. Ради этого порой приходится забывать, что он человек. Вот только сегодня судьба решила рассмеяться ему в лицо, напомнив об этом досадном факте. Не каждый день с неба на господина 4-го Хакаги падают маленькие девочки. Не у каждой девочки обнаруживаются полоски на щечках, врезавшиеся в память таким каленым огнем, что внутренности скручивает при одном только взгляде на них. И не так важно, что у их скучанной сына их было по три куда страшнее, что и в остальных мелких незначительных деталях угадывались знакомые черты. И эти глаза Минато вздрогнул. Когда-то он видел их в отражении, сейчас же на лице незнакомки, казавшейся знакомой настолько, будто Анбы все же не сумели его разбудить. Это не могло быть простым совпадением. Мысль о ловушке, о врагах, решивших сыграть на его чувствах, плотно поселилась в нем. Конечно, так оно и есть. Вопрос лишь в том, кто посмел. Кто? Так надо ругаться, извратить память и потоптаться по уголькам его душу, чтобы найти такую-такую похожую девочку. Нужно было крайне заморочиться и при этом неплохо знать Кушану, что сразу отметало почти все варианты. Тогда кто? Арчимару все же предал его? Или же это тот ублюдок в клоунской маске? Насчет первого варианта Минато все-таки верилось, что он еще способен контролировать змея, в то время как загадочный ублюдок, лишивший его семьи, подходил как нельзя лучше. Он должен был узнать хоть что-то. Его руки давно утратили всякую деликатность, однако из всех нападений на четвертого Хакаги это было самое нелепое и вместе с тем глубоко его задевшее. Девчонка не дрожала, хотя Минато в тот момент спускал такую удушающую ауру она не дрожала и продолжала нести упрямый бред о том, что она из конохи и что-то а не так сработавшей техники. Впрочем, бред был слишком уверенным. Может, и вправду работу Арчимару, случайно сбежавшей и подписавшей своему создателю приговор? Ведь Минато поставил змеиному уроду только одно условие и никаких экспериментов над детьми. Впрочем, скорее всего ублюдок начнет оправдываться, что это не живой ребенок, а продукт из пробирки слишком живой продукт. Минато скрипнул зубами. Арчимару сегодня ждет разнос, неужели он поставляет ему мало материала? Да и подвижек по его вопросу, как не было, так и нет. Может, змей давно отыскал эту маску, только его в известность не поставил, опасаясь, что на этом их сотрудничество будет окончено. Зря. Неприятно осознавать, но в последнее время Арчимару сослужил конохи Минато лично службу, куда более значительную, нежели два других сынина вместе взятые. Намикази вздохнул. Ни для кого не секрет, что змей хотел его пост и едва не истек ядом, когда старик Херузен сделал свой выбор. Вот только после гибели третьего ненавидеть и обижаться оказалось ни на кого. Сам Минато тогда являл собой столь ничтожное и жалкое существо, что завидовать ему было бы верхом безумия. А уж то, как он вскоре пошел к нему, отвергнутому третьем, и смиренно просил помочь вызволить Кушину и желудка Шинигу Минет, Арчимару явно до сих пор забавляется, наблюдая за тем, в кого постепенно превращается ставленник его учителя, за тем, как Минато постепенно все сильнее отдаляется от себя самого. Впрочем, если считать собой солнечного болвана, позволившего вырубить себя неизвестному, скорее всего, очиха Тунамикази согласен почти на любые метаморфозы. И если это поможет хоть когда-нибудь узнать ответ на мучивший его вопрос, отчего тот ублюдок его не убил. Он не помнил о нем почти ничего. Только слабый кровавый отблеск в прорезях маски, тот самый, что в конечном итоге и решил судьбу клана очиха. Фугаку был почти не удивлен, когда Минато явился к нему среди ночи. Догадывался ли он о намерении их сына или же полагал, что бывший друг сможет разгадать его планы сам, сыграв на опережение? Минато этого так и не узнает, как никогда не узнает, каким бы вырос его сын. В отличие от Фугаку, может, и не заставшего взросления саски, зато Итачи-четвертый тяжело вздохнул. Хотел ли он, чтобы Наруто вырос, чтобы предать его и клан ради деревни, потому что клан и семья были неправы? Ответа на этот вопрос ему также не суждено было узнать. И неизвестно, к счастью ли, шила в мешке и не утаишь. Многие помнили, кто мог контролировать Лиса. Аминато не мог забыть ни усиков на щеках сына, ни стерзанного тела жены. Однако из памяти стерлись и комплект сын упадающего, и даже его рост. Он не был уверен, не был уверен ни в чем, однако остановиться и перестать искать ублюдка среди клана очиха не мог. Как при разговоре с практически любым членом клана мужского пола старше шестнадцати не мог отрешиться от чувства, что это может быть тот самый очиха. Отчего-то он был уверен, что это не подросток. Может, поэтому сатачи ему оказалось проще найти общий язык. Тот точно не мог быть им. Первое время паранойя преследовала его постоянно, но сейчас стало проще. Подходивших под описание шиноби в маске стало значительно меньше. Однако проще не значило правильно. Минатэ мог сколько угодно убеждать себя, что план Данзо был хуже, однако недовольство, продолжавшее зреть в квартале очиха, убеждало его, что это не так. Остройный ряды тел в хранилище у Арчимару не вызывали ничего, кроме отвращения и гнилостного ощущения, что он теперь замаран в чем-то, отчего отмыться уж точно не получится. Впрочем, он не пытался. Все одно ни одному воспоминанию о той роковой для очиха ночи не переплюнуть Фугаку, хладнокровно вспоровшего себе живот. Он не стал с ним драться, как того требовал Минатэ, лишь попросил в память о былой дружбе позаботиться о его сыновьях. Об обоих. Фугаку вообще был против восстания. Они оба это понимали. Однако он поступил так, как того требовал долг главы притесненного клана. Минатэ же должен был поступить как Хакаги. Они оба это понимали, и их давно треснувшая дружба не могла добавить ничего, кроме горечи и сожаления и страшного понимания того, что они оказались заложниками своих ролей. Вот только очиха нашел выход, страшный, но все же Минатэ понимал, что старый друг провел его, своим поступком заставив ощущать иррациональную вину, ту самую, что во многом определило его запас терпения к выжившему очиха. Поистине гигантский запас, с учетом ожесточившейся натуры на Миказе. Вот только благодаря этому поступку ему не пришлось прощаться с Анбу и Тачи. Старший сын Фугаку был хорошим Шиноби. Даже слишком хорошим. Минатэ прикрыл глаза. Однако того же нельзя было сказать о его младшем брате, Саски-очиха с каждым годом становился все большей проблемой. На Миказе не сомневался следующий восстание возглавит он. Что бы Шису не делал, но его позиция по мере взросления наследника становились все более шаткими. Они не смогут откладывать вступление Саски вправо вечно. Думать об этом сейчас не хотелось совершенно. Ровно как и проверять, кого на этот раз выберет Итачи, деревню или же брата, пусть тот его и ненавидит свыкнувшись со своей болью, Минатэ вовсе не прекратил замечать чужую. Его окружало о растрадании, самые лучшие его Анбук Укаши и Итачи оба были надломлены внутри. Его ученик так и не оправился от всех этих смертей. Отец, обитый Ирин, собственноручно убитый Ирин порой Какаши пугал даже его своей меланхоличностью и равнодушием, казавшимся совершенным. Однако это было не так, какие-то чувства у него все-таки остались. Кажется, это из-за них он все это время был рядом, но, в отличие от Джерайи Сен-Сия, не осуждал Мината. Да и полностью безэмоциональный Анбук не поддавался бы на провокации Гаи и не подглядывал бы с деревьев за тем, как Джерайи пишет очередной извращенский роман, селись хоть что-то разглядеть в его закорючках раньше официального выхода книги в свет. Итачи не пугал Номикази, он просто вводил в ступор. Своей идеальностью и вместе с тем клан изгнал его. Мать, насколько знал четвертый, продолжала общение тайно, и то навряд ли простив. С девушкой он прекратил общение сам, заявив, что та не должна ради него жертвовать своим положением. Саски с горящим от ненависти взглядом не уставал твердить, что однажды вырвет у брата оставшийся целым глаз. Исходившие от него волны сумел вправить ему мозги. Как Итачи жил с этим, четвертый не знал. Однако он боялся больше не того, что в другой раз Итачи все-таки выберет клан или Саски, нет куда больше Минато боялся, что все больше отдаляется от того Хакаги, за которым последовало которому доверился Итачи. Он не хотел думать о том, что возможно вскоре угрозы деревни сочтут Итачи были гибкие представления о морали и о необходимом зле. Пока они с Минато в этом совпадали он никогда не отказывался от грязной работы, пусть и откровенно не переваривал Арачимару. Конечно, Минато доверял Ичиху больше, чем Арачимару. Вот только сейчас Итачи говорил поистине шокирующие, не вяжущиеся с реальностью вещи. Этот ребенок на Микази перевел взгляд на лежащим под деревом все еще связанную девочку. В груде что-то кольнуло. Может, и созданной для не по никаких целей, но все-таки это ребенок, весьма резвый и не без таланта. Вон как сбежать от него намылилось. Глупо, конечно, как и вся эта акция, ведь у нее и даже оружия при себе не было, если, конечно, это не тонко рассчитанный удар, призван дезориентировать его, отвлечь от чего-то. Приказ быть наготове и усилить бдительность был отдан, как только девочка свалилась ему на голову, однако сейчас Итачи, которому он, пусть и с оговорками, но верил, твердил, что девочка не лгала в каком смысле. Минато почти рычал. Что ты видел? Это дело рука рычемару? Нет, намекази знает, что Учиху хотелось бы ответить обратное, но Итачи для этого был слишком честен. Вот только, если не орачемару, то какого здесь происходит? Однако услышать ответ Итачи ему не дол чей-то яростный рев. Оранжевое пятно молнии пронеслось мимо него, а чакра, от которой Минато закипело все внутри, оказалась совсем близко. Он не успевает ничего обдумать, но девочке оранжевая вспышка не достигает. Минато нужна секунда, чтобы войти в режим отшельника, здесь он давно превзошел учителя. Точнее, придумал способ с тенивым клоном, собирающим природную чакру, на всякий случай. Он больше не мог позволить себе проиграть. Кому бы то ни было. Особенно незнакомцу, использующему чакру девятихвостого, который должен находиться в желудке шинигами. Глава 4. К тому, что с каждым годом расценки у блудниц все растут и растут, как, впрочем, дорожает и все остальное, начиная выпивкой в баре и заканчивая раменом вычереку и только гонорары от книг все падают. И не потому, что нет читателей, вовсе нет. Просто издатель Монополист дивно обнаглел, завышая комиссионные, добраться бы до него да нам и лить шею, но все не доходит руке. Да и зачем это? Все равно Цунанирю от них не оставит. К этому он тоже привык. Не привык он три года скрываться от жены. Путешествовать, зная, что дома тебя ждут пусть и с кулаками, но все же одно, другое не быть в этом столь уверенным. Все-таки на сей раз это была Мизукаги, да и Хару за ним не кстати увязался, но не прогонять же его. К тому же тогда Джирай решил, что так для сына будет лучше. А ведь и правда, вся команда Хару, сдав экзамен ночью у Нина, разошлась по одиночке. Куда ему идти? В госпиталь к матери? Да, задатки Нин Дземедика у Хару есть, но не то чтобы прямо необыкновенные. Да и энтузиазма в нем на этом поприще Сынин не видел. Ну и самое главное, какой нормальный подросток всерьез захочет сидеть под юбкой у матери, пусть даже Цунаде никто в жизни не мог заставить надеть этот предмет гардероба. Нет, Джирай знал по себе, дорожная пыль хорошо прочищает мозги. Может, не сама по себе, но все же какой-никакой, а порядок в мыслях наводился. Только так. Только вдали от дома, от обычных хлопот и чужого влияния можно услышать самого себя, понять, что действительно важно. Не дойдет через мозги, дойдет через ноги в идеале. До самого же Сынина все никак не доходило. Ходи, не ходи, а приемлемого выхода он не видел. Все ноги стер до молодости сына обзавидовался. Быть может, он еще и не такая медряхлая развалина, но все же скрывать от Хару собственную усталость, когда он попросту вырубался в будуаре у очередного материала, становилось все тяжелее. А может, ему только казалось, что сын не догадывается. Все же на редкость смышленый мальчишка у них с Цюной подрастает. Настолько, что порой Джирай ловил себя на мысли, что чувствует себя старым дураком. Впрочем, это ощущение быстро улетучивалось, и он снова вел себя как болван. Ну а возраст тут только Цюна обманывать может, ему же подобное не светит. В общем-то, привык он ко многому, а уж к чему нет, так простите научиться есть червяков, личинок, прочие коронные блюда, шимы не меняться в лице, дабы не обидеть хозяйку, проще, чем свыкнуться с тем, что Минато именно тот его ученик, что погрузит мир в бездну отчаяния. Недословно, конечно, однако других живых учеников у него не было не считай же сына. А путь, по которому Минато сейчас шел, точно не был тем, который сам Джирай тщетно пытался найти. Не от Цюны и ее гнева бежал он совсем не от нее. Просто смотреть, как в господине четвертым остается все меньше того мальчика, которого он учил, оказалось выше его сил. Минато давно превзошел его по силе. По уму, скорее всего, тоже однако куда запропастилась та самая воля огня, которую, как Джирай и думал, ему удалось разжечь. Тлила ли она еще? И узнает ли он Канаху, вернувшись спустя три года странствий? Будет ли Цюна ждать его совзбучка, куда страшнее прежней? Или же думать о том, что Арчи Мару и Минато могли с ней что-то сделать, было невыносимо. Новости из Канахи практически не поступали те новости, которые, разумеется, шли в обход их канала связи с четвертым. В последние полгода их с Хару почти не одолевали кредиторы. Означило ли это то, что, прекратив получать Джирай и деньги напрямую, Синджу завязала с азартными играми, либо же что Минато по каким-то причинам прекратил выпускать ее из деревни? Или же что случилось что-то непоправимое? Жаби Отшельник не знал, однако первый вариант был уж совсем из области фантастики. Цуна всегда умела находить дураков, соглашавшихся спонсировать ее отвратительную игру, при том глядя лишь на ее во всех смыслах выдающуюся грудь. Два последних варианта были один страшнее другого. Он не хотел тревожить сына, но тот, кажется, и сам понимал, что настала пора возвращаться. Возвращаться с тяжелым сердцем было непривычно, однако Джерайи не думал, что груз его может оказаться куда более неподъемным, чем виделся в начале пути домой. Страна горячих источников весьма удобно пролегала на их пути, не зайти туда было бы преступлением. Их встретили как старых знакомых. Впрочем, так оно и было. Были там заведения, куда Джерайи уж точно не следовало соваться, но были и те, кому он за день делал недельную выручку. К последним то они обратились. Жабий отшельник уже собирался вновь пытаться научиться и на плохому, скорее по привычке, чем серьезно того желая, хотя он не понимал, как можно быть таким равнодушным при виде всех замечательных оголенных сисечек о счастье, что в этом мрачном мире еще остались совмещенные купальни. Когда его внимание привлекла брюнетка с выдающимися формами и в загадочных темных очках. По мнению Джирайя, глаза женщины хоть и манили к себе чуть менее груди и других выдающихся частей тела, но все-таки были мощнейшим орудием обольщения. А уж как считать чувства, если не по ним. А ты не поймешь вовремя, врежут ли тебе сейчас под дых или же чмокнут в щечку. Вот глаза Цуны обычно были теплыми и ласковыми, а уж когда та собиралась, как следует треснуть, нет, глаза в конохе по понятным причинам прятал только клана бурами. Ну и всякие фрики вроде того поклонника его творчества неудивительно, что в незнакомке, несмотря на ее юное прелестное тело, отшельник сразу почуял подвох. И он бы не был собой, если бы не постарался в этом разобраться. Судя по легкому дрожанию плеч и скрещенным на груди рукам, в совмещенной купальне девушки явно было не совсем комфортно, потому Джирайя оставил день немедленного знакомства, только вот спугнуть не хватало и он решил понаблюдать и оказался прав. Вскоре к девушке спустился синеглазый блондин с подозрительно знакомым лицом. Пока отшельник гадал, где же мог его видеть, парочка ворковала о чем-то своем, причем в присутствии парня девушка явно стала раскованнее и расслабленнее. Они были очень молоды, немногим старше Хару, и в то же время казались взрослее из-за своей сексуальной раскованности. Джирайя моргнул. Нет, что-то тут не сходилось. Приглядевшись, он наконец заметил, что же его смущало эти двое и занимались тем же, что и он. Слежкой. Только объектом был Джирайя чертыхнулся, пожалуй, слишком громко. Хару заметил это и безошибочно выцепил взглядом того, чью рожу они, кажется, видели в одной из книг Бенва, которые каким-то только путями не попадали в их руки. За этого, если отшельник верно помнил, отваливали нехилый гонорар. Как-никак обладатель улучшенного генома, что, конечно же, весьма интересно тронут им вроде оручимару. Вопрос лишь в том, кто эти ребятишки, Шиноби под перекрытием повязок Джирайя не наблюдал, хотя какие хитой в купальне. Или же нукинины и охотники за головами. Ребятишки между тем осторожно двинулись за своей жертвой, покинувший источник. Сначала поднялась девушка, затем, выждав минуту, парень. Джирайя Схару выждали три и двинулись следом, только Санин шел впереди. Он-то и остановился, предупреждающий замерив перед чуть приоткрытой дверью в Датсуэба совмещенной, так же, как и сама купальня, что приводила отшельника в восторг. Парочка уже расправилась со своим заданием. Парень как раз запечатывал тело в свиток Джирайя и успел разглядеть, что в подсумке у него подобных набралось десяток, когда девушка бросила ему печально известный темный плащ с кровавыми облаками. Сама незнакомка уже была облучена в таков же. Сомнений не осталось. Им Схару повезло нарваться на Акацуки. Однако, как скажем о да эти двое, да и напоминают кого-то, хоть ты лопни. Словно в ответ на его горячее, но невысказанное желание, блондин громко крикнул, да выходите вы уже, дайте бы я. Именно то Байо резануло по ушам Джирайя. Где-то он уже что-то подобное и видел. Так что ни длинные волосы, ни очки, призванные закрыть полулица, не могли до конца скрыть вздувшиеся на висках вены. Это она их заметила. Не могла не заметить. С Биякуганом то. Не думал я, что в Акацуки стали брать генинов. Джирайя нарывался, это точно, может, и не следовало бы. Вот только Биякуган или не пойми откуда или же странные словечки да устрашающие плащи, а все равно ребят серьезно воспринимать он не мог. Даже после того, как убедился, что свое дело в охоте за головами они знают. Много ты знаешь, старик-извращенец. Тут же взвелся блондин. Я видел, какими глазами ты смотрел на мою девушку. Нефиг так делать, понял? Иди, старух клей. Для полнатой образа парень еще и яростно сверкнул синими глазами. К слову, Хим, где-то Джирайя этот взгляд уже видел. Наруто попробовала угомонить его девушкой, однако отшельник уже не слушал. Наруто. Проревел он, жадно вглядываясь в лицо в блондин и чувствуя, как кусочки головоломки постепенно встают на места. Наруто уже абсолютно убито проговорил он. Узумуки, Наруто, и чего такого, а? Сын Минато, Кушина, явно потерял всякое терпение. Какой-то ты странный, старик, шел бы ты отсюда вместе со своим сопляком. Наруто, это тот самый Джирайя. Оборвала его подружка, который пишет извращенские книжки, что ли? Проревел Узумаки, скривившись. Тьфу, дать тебе я. Погоди, а в книге Бенва он есть? Прояви уважение. Каким бы ни был терпеливым Хару, но и он имел свои пределы. Перед тобой великий Санин. Значит, точно есть. Заметно оживился Наруто. Ну что, Хинато, обставим этих придурков Кокозу и Хидона по выручке за месяц. Джирайя стоял, словно молнией и пораженный. Наруто и Хинато. Потерянные дети Канохи, в том, что оба мертвы, почему-то никто не сомневался, а они вот состоят в Акацуке и охотятся на Шинобе вдвое, а то и трое их старше. Выпить хотелось нестерпимо, да и необычего, а знаменитого Самогона Рачимару, несмотря на то, что это было опасно для жизни. Проклятие, Минато, выходит, зря ты тогда поверил, что надежды нет. Впрочем, надежда умирала прямо здесь, вместе с брошенными в него и усиленными чекрой ветра с рейкенами, следом за которыми в ход пошли водные техники. Хару тем временем дрался с похищенной дочерью Хиаши. В четыре года девочка вряд ли могла усвоить какие-то серьезные техники своего клана, неудивительно, что Тадзюцу ее выглядела странно и нетипично для Хьюга. Впрочем, это не означало, что оно было слабее. Однако Джерайи не мог толком наблюдать за соседним боем, его собственный противник требовал внимания. То, что использовал Наруто, напоминало сумасшедшую смесь техник со всех концов света. Серьезно складывалось впечатление, что он на среднем уровне освоил все стихии, а также несколько специфичных техник. Каждая из них, особенно много, применялось ветреных дюцу, что однозначно намекало на основную стихию. Применялось и мыфуин дюцу в виде гаденька распахнутого барьера, поглощавшего казавшуюся почти удачной атаку Джерайи. Поговорить не получалось. Едва отшельник раскрывал рот, как в него летело что-то особенно неприятное и для его старых костей пришлось прибегнуть к призыву. Однако и сын Мината не остался позади. Хотя его призыв на первый взгляд не получился, Джерайи ощутил, как в легком хлопке в этот мир пришло нечто невидимое. Биться же с тем, кого не видишь, проблематичный режим отшельника требовал времени, которое он оглянулся на Хару, сын выглядел пусть и невредимым, но умотанным было не на их стороне. Ради сына Джерайи применил обратный призыв. Вряд ли он мог сейчас привезти сына Мината домой, однако сообщить об этом мог оказавшись в Канухе быстрее, чем планировалось и отпустив Хару задобривать мать, он с тяжелой душой принялся искать четвертого. В резиденции его не обнаружилось, а по мере того, как Джерайи перебирал место, вероятность повстречаться с Цуной прежде, чем ее хоть как-то успокоить сын, становилась все выше. Он уже почти смирился с неизбежностью скорой встречи, вероятнее Легонов привлек его внимание. Определенно, выбравшийся из желудка Шинигуми Девятихвост никак не вязался с его представлениями о том, что произошло с Конаха за три года. Неужели у Арчимару получилось? То же, что подстерегало его на месте всплеска чакры, превосходило даже самые укуренные фантазии. Минато в режиме отшельника и с диким выражением лица сцепился с пышущим в буквальном смысле этого слова пламенем по взрослевшим Наруто. Последний, несмотря на непривычную форму, узнавался мгновенно. Вот только как такое было вообще возможно? Подобными же вопросами, несомненно, задавались замершие чуть в стороне Итачи и Кокаши. Причем у Чихо на руках обнаружилась темноволосая девочка, которую уже ничему не удивлявшийся Джирай и тут же сопоставил с сыном Минато и дочкой Хиаши. Картина выходила на редкость сюрреалистической. Ты тоже это видишь, пап? Тихонько спросил его Хару, оказавшийся во всем этом бедолами настолько неприметным, что Сынин вздрогнул. Ну и мысленно воздал хвалу неведомым силам за то, что уж его-то ребенок подобных хлопот не доставляет. По-нашему глава 5. Осколки Это была старая допейновская кинаха. Впрочем, не совсем она. То тут, то там Наруто натыкался на постройки, которых, если верить его памяти, быть не должно было. Или наоборот, не находил некогда привычные объекты на их законных местах. Небольшой пробежки к тренировочным полигонам хватило, чтобы это заметить, а что же вскроется при более детальном изучении? И что если небольшая перепланировка лишь меньше из различий? По мере приближения к цели в Узуму крепло тревожное чувство, а вместе с тем и ощущение неправильности происходящего. Однако сейчас существенным было лишь то, что его дочь напугана. Уже одно это подстегивало седьмого немедленно войти в режим девятихвостого, однако он ограничился режимом отшельника пригодились клоны, которых он предусмотрительно оставил накапливать чакру, едва обнаружив себя на скале с недостающим количеством лиц. Лишь остатки здравого смысла да сам Курама удерживали Наруто. И правда, не стоило светиться в прямом смысле того слова в мире, о котором знаешь только то, что он настолько повернутый, что здесь бабулька Цунади не отвергла старого извращенца. Узумаки фыркнул, чувствуя, как позади него тщетно пытается не отстать Хару. Это ж надо было такому приключиться. Не иначе в лесу сдохло что-то очень крупное, возможно, даже предварительно сбежавшее из лаборатории Орочимару. Что случилось в этом мире, что он так отличается от его собственного? Уж что-то поистине пугающее, потому что, помимо присутствия Химоваря, Наруто ощущал рядом еще и тачи и кокаши, но если у этих двоих эмоциональный фон не слишком отличался от того, что был в его мире, то у отца тот Наруто чуть не запнулся. Вроде взрослый уже. Седьмой Хакаги как-никак, а в дрожь бросила неслабо. Впрочем, его можно было понять, переместиться к Агу и знает куда и обнаружить тут сходу двоих мертвецов, да еще и с таким отогащением присутствие отличалось столь же разительно, как различаются между собой день и ночь. Четвертый был мрачен, подавленный чем-то серьезно раздражен, а еще Наруто чувствовал его боль, тягучую и пульсирующую, словно вновь открывшаяся старая рана. При первом же прикосновении к которой его повело. Это было неправильно. Это правильнее было бы, чтобы он вечности варился в желудке шинигами. Хмыкнул лис. Не ожидал от тебя. Нет, ужаснулся седьмой. Я не то имел в виду. Просто раскрутить до конца эту мысль Наруто не удалось. Присутствие Химовыря как-то резко ослабло, отчего он, наплевав на все и чувствуя молчаливую поддержку Девятихвостого, перешел в режим оранжевой молнии. Добравшись до места в несколько мгновенных шагов и увидев лежащую у дерева ничком связанную возможность трезво мыслить. Коротко взрывев и позволив остаткам былой ненависти лиса взять вверх, он кинулся к Химовыря, однако сделать это ему не удалось. Отец четвертый Хакаги крайне не вовремя возник у него на пути. Пусть в последнее время Наруто не так часто вспоминал о своих отцовских чувствах, но сейчас они явно взяли верх над сыновнями, потому как у последних возможностей то толком раскрыться не было. По первому же пункту жизни Узумаки до его становления нормальной, пусть и занимало крайне небольшой промежуток времени, но рождение первой пары лет жизни Химовыря туда попали. А тут еще и Курама, который питал к четвертому крайне противоречивые чувства. Он привык, что мир в режиме отшельника преображается. Ощущения обостряются, но не только зрение, слух, обоняние. Минато также чувствовал огонь и изумление Тачи, тревогу Кукаши и смятение своего соперника, причем не запомнившуюся ему удушливую ненависть лишь ее отголоски. Это было ненормально, это было неправильно, однако обдумать это ему не удалось. Смятение было перемешано с гневом, безошибочно направленным на них. Трактовать это как-то иначе четвертый не мог, потому и встретил оранжевую вспышку сформированным за секунды неслабым в режиме отшельника Т. Рассинганом. Каково же было его удивление, когда противник ответил ему тем же приемом. Если Минато исползлиться, то вряд ли использовавший чакру Каюби это заметил, потому как от столкновения техника попросту взорвалась, отбросив их в разные стороны. Насколько четвертому было известно, помимо него Рассинганом овладели только Джирайя, Какаши и Тачи, причем все они это никак не афишировали. Нападавший же совершенно точно не был его старым сенсием, в то время как два других носителя техники были здесь. Какого Биджу тут творится? Весьма актуальный вопрос с учетом того, что Минато так до сих пор и не удалось рассмотреть того, с кем он сражался. Оранжевая вспышка немногим уступала в скорости желтой молнии, и это было удивительно, как и то, что враг, кем бы он ни был, использовал чакру Девятихвостого так, как Кушина ее никогда не использовала. У четвертого были лишь одни вопросы и никаких ответов, ситуация до омерзения напоминала тот его провальный бой с ублюдком в маске. Только вот на сей раз Минато был преисполнен решимости победить либо умереть. Третьего не дано. Потому на Миказе сходу перешел к более продвинутой ступени Рассингана. На эту технику ушли десятилетия, но ему все же удалось совместить, добавить в него элемент ветра. Техника получила название «Ураган», а так как враги после ее применения как правило не выживали, то к нему добавлялась приставка «Смертоносный». Сконцентрированные клубы чакр вращались по спирали, образуя воронку смерчи, выраставшую на ладони с полметра в высоту. Выпущенный на волю ураган с заданным направлением расширялся в геометрической прогрессии и засасывал все, что попадалось на пути. Угодивший в вихревую ловушку Шиноби уже не мог оттуда выбраться, потоки чакры ветра попросту разрезали его на лоскуты. Единственный недостаток техники ее неповоротливость, а также немилосердные чакры затраты. Применять ее на Миказе мог лишь в режиме Отшельника, и то его режима хватало лишь на одно использование техники. Однако у него в запасе был еще один клон, собирающийся ин чакру, потому он решил рискнуть и сразу бить самым мощным оружием. Вот только его ураган был разбит еще на подлете чем-то до ужаса напоминающимся рекен, с той лишь разницей, что сформирован тот был из Росенгана и чакры ветра брови иминаты неудержимо ползли вверх. Складывалось впечатление, что дерется он с какой-то искаженной версией себя. Впрочем, безумная мысль была тут же откинута. У него были проблемы и поважнее. Например, то, что перезагрузка режима Отшельника требовала драгоценных секунд. Словно прочитав его мысли, как аж и отвлек его противника на себя. Тот увернулся от Чадари так, словно знал эту технику. На Микозе не собирался отдавать этот бой кому-то еще, поэтому, вновь обретя природную энергию, он сделал ученику знак отойти. Пусть он и испробовал свою самую сильную технику и та не сработала, однако он пока не был готов сдаться и прибегнуть к помощи своей Ханбу. В конце концов, не каждый день он дерется с противником такого уровня. Впрочем, пусть даже у его врага были техники, подобные его собственным, однако в скорости тот проигрывал, на этом-то Минато и собирался сыграть. Использовав серию мгновенных перемещений, на Микозе неожиданно обнаружил, что чувствует Куная со своей меткой там, где он их точно не оставлял, а именно за пазухой оранжевой вспышки. Это было непостижимо и вместе с тем глупо было не воспользоваться открывшимися обстоятельствами. И все же его удар не был смертельным. Минато не знал, что руководило им в тот момент, любопытство или же неизвестно откуда возникшее внутреннее сопротивление, однако, переместившись за спину противника, он намеревался обездвижить того ударом Жабио Тадзюцу по голове он жених Юга, чтобы видеть точки чакры. А не убить, как он обычно поступал со своими врагами. Шансов увернуться у Шиноби не было, чего четвертый не мог учесть, так это того, что его удар отобьет выросший в последний момент оранжевый хвост из чакры. Это было невероятно, вот только обдумать увиденные Хакаги не удалось, потому как в следующий момент их обоих окатило водой со знакомым душком. Сенсей, отплевавшись, возмущенно, совсем не как подобает Хакаги, проорал Минато, вот только это сделал не он один, его соперник скопировал даже интонация. Горячка боя схлынула, стоило ему увидеть врага, сбросившего свой покров девятихвостого. В горле пересохло, легкий сдавило, четвертый, казалось, забыл как дышать. Он задыхался, но не мог отвести взгляда. Это просто не могло быть правдой. Не могло, и все тут. Его сын исчез 15 лет назад, и Наруто точно уж не мог быть ровесником самого Минато, да еще словно в насмешку, в плаще Хакаги, столь похожем на его собственный. Вот только полоски усики знакомые си не могла смешали отвести взгляд и беспощадно отмести эту бредовую мысль. «Папа!» Четвертый вздрогнул, услышав это. Очнувшись, девчонка вернула к реальности его. Что там Итачи насчет нее говорил, не лжет. Значит, она химоври у Зумаки из Канухи, а это на Микази перевела взгляд на блондина в плаще с надписью «Седьмой Хакаги» ее отец. «Тобиджу тебя, раздери кто?» Задыхаясь и чувствуя, как остатки адекватности оставляют его, спросил Минато. Итачи между тем отпустил девчонку к отцу, потому ответил ему недавний противник только после того, как устроил заметно успокоившуюся дочь на шее. «Прошу прощения за КХМ» Блондин свободной рукой чуть виноват и почесал затылок, вторжение и мою реакцию. Моя дочь оказалась той еще КХМ «Ладно». В общем, я виноват, зазевался не уследил за свитком печатей, Химоварь выдала номер, использовав непроверенную технику перемещения, нас разбросало в разные концы деревни. И с той картиной, что я тут застал моя реакция «Да, короче, нормальная это была реакция для отца, но не для седьмого Хакаги, это «Да». «Какого Хакаги?» опередил Минато его Сенсей. «Седьмого, мы это из другого мира». Закончила за отца Химоваря. «Ты Наруто?» Первым нарушил молчание «Всё так же Джирайя». «Да, а что, здесь я тоже есть?» Заставив Минато тихонько зарычать, полюбопытствовал седьмой Хакаги. «И ещё какой! Мы с пятнадцатилетним тобой только что вот разминулись здесь ты в Акацуке, парень! Серьёзно, что ли, дать тебе я?» Как-то резко спал с лица седьмой. «Я и думаю, чего это на меня Хару так смотрит интересный у вас мир, однако... Ты что же, ему веришь?» Не утерпел на Миказе, сверляя Сэнси недобрым взглядом. Слово о другом Наруто в Акацуке упрямо не желали им восприниматься. Это было слишком. И в это же время это было куда более реалистичным, чем имеющийся перед его глазами Ашина без дочерью. Ответил же ему, как ни странно, Итачи, это правда, они из другого мира. «Ты что, в голове у моей дочери копался?» Заметно похолодел голос седьмого. «Анбусан осторожно, папа!» Неожиданно вступил из-за него Химовари. «Как иначе они нам поверили бы?» «Ты вообще, хулиганка, помалкивай», чуть прорычал Наруто. «Я ожидал чего угодно от Баруто, но никак не от тебя. Это двойные стандарты, папа», хитро улыбнулась девочка. «А слов ты где таких набралась?» Наруто явно начинал терять терпение. «Прекратите оба!» Прервал семейную перепалку Минато, чьи попытки собрать происходящее в цельную картину претерпевали неудачу. Ему нужно было хоть немножко подумать. В тишине. Только вот все, кроме Анбу, разумеется, такой возможности давать ему не собирались. Это тот самый парень из Акацуки, но в то же время и другой, вынес свой вердикт призванный незадолго до этого Джирая Гамабунта. «Этот Джин Чаурики отшельник. На горе Меобаку и я его не припомню, получить это умнее где-то еще вряд ли можно. Значит, молец прошел обучение на другой горе Меобаку. У великого мудреца было недавно видение о двух пришельцах из мира отражения нашего. Видимо, это они и есть. Великий мудрец предсказал приход в этот мир потомков Прародительницы Чакры, что должны определить судьбу этого мира. Я должен сообщить об этом. Господина Четвертого прихвати. Широко улыбнулся Джирая, хлопнув Гамабунту по плечу. Хоть Минато и было желтой молнией Канохи, но полученной информацией был придавлен настолько, что позволил же объему босса проглотить себя. Определенно, рельеф горы Меобаку сегодня изменится зато глупостей не учудит. Объяснил Джирая только глазами хлопнув Шиманбу. Их, старый отшельник кивнул на Наруто с Химоваря, я беру на себя. Идите лучше Минато прикройте да народ Латачи, мудро предоставивший Джирая самому здесь разобраться. Спасибо, Росинин. Облегченно вздохнул Наруто, у которого после исчезновения Минато с души явно упало что-то тяжелое. Это ты в точку попал. Раздавшийся позади побелевшего Джирая рев пятый узумки ни с чем бы не перепутал. Цунадиба отчаян. Добавил жару в без того накаленную обстановку обрадовавшаяся знакомому лицу Химова рядавы родителей Хару, однако мудро предоставил вершить возмездие своей возбешенной матери. Глава 6. На грани Цунадиби Синджу давно уже не была юной наивной девочкой к слову, из памяти уже почти стерлись те счастливые лохматые времена, а потому прекрасно осознавала, что напиваться в компании бывшихся командников до зеленых жаб, белых змей и прочих призывных зверей не к добру. Обычно подобное действие обходилось ей весьма долгоиграющими последствиями. Появление Хару, куда уж долгоиграющей. А про официальные узы с его безнадежным идиотом отцом то Цунадиби вовсе предпочитала молчать. Могла ли она представить, что так получится? А, и нет. Когда Дан погиб, ее мир рухнул. Цунадиби справедливо полагала, что Росинджу прервется на ней. Она была уничтожена, сломлена, потеряна как целитель, от одного вида крови ее бросала в дрожь. Забрав Шицу не выйдя в ночь, она не рассчитывала вернуться. Карты, кости и выпивка помогали забыться, племянница Дана не потерять остатки себя. Единственное, что ей оставалось, чтобы не чувствовать себя абсолютно бесполезной, передать свои знания. Появление Джерайи спутало все ее карты как в прямом, так и в переносном смысле. Синджу хватило одного взгляда, чтобы понять, что случилось что-то действительно страшное. Ей хотелось прогнать его, малодушно закрыть дверь, чтобы не впускать в свою жизнь новые горести, но его лицо в суноде не смогла. В ту ночь ей было выпито куда больше обычного, а уж сказано их учитель был мертв, как и многие другие знакомые им шиноби гражданские, а Минато, ученик Джерайя, опустошел морально. Ситуация сложилась Канохи не успела отмереть. Не хотелось бы, чтобы ее родные погибли за тем, чтобы деревня в результате развалилась или, того хуже, под властью Дэнза превратилась в нечто пугающее. А такая опасность действительно существовала, Шимура Дэнза активно подбивал остатки Совета и да именно признание четвертого недееспособным, настолько, что феодал даже созывал советников и хокаги. Джерайя собирался затесаться в делегацию на правах великого Снина, более того, он просил Цунади о том же. Ее заключение как легендарного ниндзи-медика могло сыграть решающую роль. Конечно же, она не могла отказать. Нельзя было, чтобы воля огня угасла. Не сейчас. Синджу не могла так предать память дедушке и учителя. Пришлось соглашаться, а чтобы притупить нахлынувшие чувства под наличь Насаки. Что между ними тогда произошло, Цунади так до сих пор толком контроль потеряли оба. На следующий день, начавшийся ближе к вечеру хорошо погуляли, Синджу испытала странное чувство, ни шатко ни валко перешагивая через все еще пьяно дрыхнувшего Джирайю. Ее не было стыдно, хотя должно было так убиваться под Анну, чтобы затем столь скоро предать его память, напившись до скотского состояния. И не было противно, при том, что раньше Цунади даже представлять подобное отказывалась. Ей даже не хотелось его пришибить. В последние поверить было особенно сложно. Недаром, почувствовав на себе ее взгляд, Джирайю мигом очухался настолько, что отодвинулся как можно дальше. Еще бы, ведь взгляд Цунади мазнул по старому шраму на его груди, она однажды его чуть не убила за то, что извращенец просто подсматривал за ней, тут же дело куда серьезнее. Однако она не чувствовала гнева. Апатия накатила как-то совсем неожиданно. Синджу даже не могла заставить себя для виду стукнуть кулаком и заорать, что он есть мочь. Она просто встала, оделась и вышла под шокированным взглядом старого друга. После Цунади также молча последовала за ним к Дайме. Шизуни лишь испуганно переводила взгляд с нее на Джирайю, явно не в силах понять, что же между ними произошло. Он пытался с ней заговорить. Извинялся, уговаривал, даже кричал и встряхивал, но Цунади то ее ненормальное спокойствие развалится, как карточный домик. Нет уж, лучше и она промолчит и попытался привести душу в порядок или хоть какое-то его подобие, благо, путь им предстоял неблизкий. Неблизкий, но все равно недостаточный, чтобы разобраться с тем, что ее одолевало. А если точнее, то Цунади была слишком хорошим ниндзимедиком, чтобы не почувствовать изменения в течение собственной чакры. Изменения, виденные ею откровенно нечасто, однако спутать их Синджу не могла. Пусть ее специализацией были полевые травмы, но и беременных куи ночи ей встречать доводилось. Вот только подумать о том, что она сама окажется на их месте, Цунади не могла. Не так, во всяком случае. И не с Джирайей. Вновь почувствовав на себе ее долгий взгляд, он с тревогой обернулся. Синджу едва заметно покачала головой, показывая, что беспокоиться не стоит, вот только внутренности у нее сжимались так, что зубы сводила. Джирайей был дремучим идиотом, больным извращенцем это факт, но в то же время она не знала никого отзывчивее, честнее и благороднее из ныне живущих. Он был ее близким человеком, одним из последних. И он любил ее. Давно, чуть ли не с первой встречи, и безответно. Джирайей смирился с этим и просто был рядом как друг. Ну а назад, что произошло между ними, нельзя перекладывать вину на него. При всей своей знаменитой извращенности Джирайей пальцем бы ее не тронул без явного на то позволения. Цунадзе просто знала это. Значит, это она дала повод ей нести ответственность за последствия. Какой, к биджу, ребенок у двух великовозрастных идиотов? У больного извращенца и у не менее больной неудачницы? Да еще и при всем безумии катящегося в сторону бездны мира? Неужели она вправе обрекать кого-то на жизнь и безвременную смерть в этом кошмаре? Но и другой вариант был не менее ужасен. Бабушка Мита, дедушка Хаширама сгорели бы со стойда, узная не хоть отголоски ее мыслей. Ну а Табирама, тот просто бы на месте пришиб. За самовольное обречение клана на вымирание. Да и Джирай Цунадзе бросила в дрожь. Он ее не простит. Откуда то она это знала? Но как же страшно какая из нее мать? Апатия схлынула предательски незаметно, уступив место сковывающему страху, от которого стало трудно дышать. Кажется, Шицу не пыталась использовать на ней медицинские техники, и, судя по вскрику, ученица заметила ее положение. Помогло он ей, как ни странно, не вливание целебной чакры, а простое объятие. Или не совсем простое. Джирай был большой, теплый, сильный, надежный. Осознание этого постепенно проникало в ее сознание, вытесняя ужас. Медленно-медленно она начала дышать, ногтями больно вцепившись ему в грудь, напряжение нашло выход в слезах, которые Синджу не собиралась спрятать. Это был не первый раз, когда она прибегала к нему, ища поддержки и находя ее. Не в первый раз Джирай лицезрел пред собой тот зареванный нею из себя представляла, но в первый раз он был в нем отчасти виновен. И все же ей стало легче. Совсем хорошо Синджу стало, когда, сообщив новость и узрев реакцию, она с чистой совестью от души врезала идиоту. А нечего было улыбаться какому лишенному. Впрочем, Цунади сама улыбалась так, что Ши Цу не смотрела на нее как на помешанную. В любом случае с той самой парой Синджу зареклась пить многое в компании старых друзей. Хотя бы потому, что память о том, как пришлось отказаться от любимого злоупотребления на добрых два с половиной года, еще не скоро сотрется. Но Хару вырос на удивление нормальным, словно обойдя все опасения, которые она испытывала. Порой Цунади недоумевала, неужели вселенная все же жалилась над ней? Пост Хакаги для Мината удалось отстать. Да ими слишком уважал тройцу Синнинов, неожиданно выступившую единым фронтом. Джирайи в голову не прошло просить Рачимару об этом, ведь все знали, как он хотел этот пост, однако Мината как-то решил этот вопрос. Вообще же душевное состояние четвертого тревожило Синджу, однако она понадеялась, что тот придет в себя рано или поздно. По всему выходило, что поздно. Возвращение в Канаху далось ей тяжело, потому Синджу ощущала потребность чем-нибудь себя занять. Ей предлагали место Херузины в Совете явно не столько за личные заслуги, сколько как дань предкам, но Цунади отказалась. Видеть слишком кислую и в последнее время уже откровенно завистливую физиономию Мината еще чаще удовольствие сомнительное. А то и так Джирайя постоянно таскал ее за собой к ученику проверить состояние, а тут еще и работа в Совете, в котором и остальные то личности Синджу откровенно бессили. Эн нет, спасибо. Однако ребенку была нужна мать, которая не погибнет на очередном задании. Единственным способом добиться этого, не влезая в политику по самой неболуи, было устроиться в госпиталь на административную должность. Там и с гемофобией можно было бороться потихоньку. Все же главный врач больше по бумагоморателям, впрочем, сугубо организационным процессам, а не по ковыряниям в чужих развороченных кашках. Особо времени на врачебную практику у нее и не было. На травмы она не ходила, терапии и нервные расстройства с интоксикацией, меданаучно-исследовательский отдел другое дело. Кровь в пробирках Синджу перенести могла. Кровавые пятна в отделениях не особо. Зато из-за ее фобии чистота в госпиталь поддерживалась образцово и даже более чем. Ей повезло. Позже Цунади будет вести много беременностей, после которых поймет, что ее собственное протекало легко. Хару родился в начале лета, однако получил имя, означавшее весну. Народ шутил, что их с Джиральем Айтагай со своими присказками покусал, однако дело было вовсе не в нем. Она хотела отыскать имя, немного похожее на имя дедушки Хаширамы, но в то же время не такое длинное и вычурное. Да и весна как время пробуждения природы подходила последней надежде клана Синджу. Хару не доставлял хлопот. Другие дети в родильном отделении орали так, что Синджу закладывала уши, и она, пользуясь служебным положением, ретировалась оттуда через пару часов после родов. Хару плакал тихо, словно мяукал. Порой они с Джиральем даже бессовестно просыпали, не расслышав его плача. Для ребенка двух полудурков он был слишком спокоен. Цунадзи никогда не забудет, как однажды утром проснулась за кипой бумаг и с ужасом осознала, что вечером отрубилась, позабыв о том, что уходивший на миссию Джиральем сдал ей с рук на руки трехлетнего сына. Другой ребенок бы перевернул весь кабинет, поставил на уши больницу ну или как минимум разбудил мать, но Хару только свернулся калачком в кресле. А уж сколько раз они с Джиральем забывали его в каком-нибудь жрально-пятейном заведении у Хару была исключительная сверхспособность становиться незаметным. К счастью, он всегда находил дорогу домой и никогда не обижался на своих горе родителей. Напротив, на все истерики Цунадзи сын лишь удивленно приподнимал бровь и тихонечко вздыхал. Хару был золотом, а не ребенком, именно это и сводила Синджу с ума. Порой она ловила себя на мысли, что он куда взрослее и вдумчивее, чем они с Джиральем вместе взятые. От этого ее обычно начинали крысть мысли о том, что же хорошего они могут ему дать. По всему выходило, что ничего. Словно подтвердив ее опасения касательно испортить, Хару ввязался за своим несносным отцом. Повод исчезнуть у Джирайя был пустяковый. Ну, Синджу, конечно же, сломала бы ему пару костей из-за распускания слюней и на Мизукаге этим бы ограничилась. Однако на сей раз Джирайя ушел надолго, она это знала. Цунади, славившаяся крайне отвратительной интуицией в азартных играх, в житейском же смысле своему чутью доверяла. К тому же она не была слепой. Происходившая с Минато тревожила ее, но Джирайя воспринимал это особенно болезнен. Цунади могла понять его желание сбежать, но простить. Нет. После ухода из Канохи двух на сегодняшний день главных мужчин в ее жизни столешницу в кабинете а главврача меняли непозволительно часто так, что завхоз уже начинал ненавидеть свою вспыльчивую начальницу. Предательство больно жгло изнутри. Ладно, Джирайя, Цунади чувствовала, что еще немного и тот не выдержит, но сын умом она понимала, что Хару ушел с отцом не из-за нее, а из-за своей распавшейся команды. Да, чего греха таить, в его возрасте Синджу тоже уцепилась бы за возможность отправиться в длительное путешествие по разным странам пусть даже если это эмиссии. Но как мать она чувствовала себя обиженной и какой-то несостоявшейся, что ли. Первое время Цунади злилась, рвала и метала вся больница и даже четвертые Хакаги ходили по половице, стараясь лишний раз не показываться ей на глаза. После злобы уступила место тревоги. Умом Синджу вновь понимала, что беспочвенной Джирайи, каким бы болбесом ни был, их мальчиком рисковать не станет. И даже если сам и полезет в самое пекло, сейчас из-за сына скорее всего отступит. С этой стороны даже хорошо, что Хару за отцом увязался. Но с другой Цунади привыкла контролировать своих мужчин. Как бы Джирайи раньше не хорохорился, но весточки с жабами ей передавал исправно. А тут проходил месяц, два и больше и от обоих ни слуху, ни духу. Неужели жабы отказывались перемещаться к ней, справедливо опасаясь, что Цунади выместит свой гнев на них? Место тревоги понемногу заняла мстительность. Синджу и раньше то ни в чем себе не отказывала, играя на заемные средства, а тут покутила так покутила все одно кредиторы знали, что лично с нее брать почти нечего, так пусть муженек платит. И судя по тому, что взаимы ей давали-давали, Джерай платил. В какой-то момент и эта Цунади надоела. Прошло два года. За это время в Канухе творилось что-то мутное, Синджу это чувствовала. Как чувствовала и то, что время для возвращения ее мужиков еще не пришло. И тогда она решила заняться делом. Пока ее родные далеко и ей нечего терять. Существовала аксиома, согласно которой ни одно мутное дело в Канухе не могло обойтись без участия прямого или косвенного ее старого скользкого друга. Если Синджу хотела что-то разведать, начинать следовало именно с восстановления полумертвых связей. Затей напиться с Арачимару до белых змеек было даже хуже, чем тогда с Джерай, однако она слишком долго была в стороне. Хару этого не одобрял, а уж ради гордости в глазах сына Синджу готова была на многое. Обнаружив Цунади на пороге своего логова с двумя увесистыми мутными бутылями, Арачимару совсем не выглядел удивленным. Он, казалось даже был раздосадован, что она не явилась раньше. Куку, дорогуша, неужели набралась смелости? Ну проходи, проходи обогреть, как Джерай, не обещаю, но собеседникам по Будо полет после первой попойки можно было считать нормальным. У змеиного ублюдка оказалось чудо-снадобие, практически полностью снимающее интоксикацию организма. Состав Арачимару, как истинный жлоб, запросто так разглашать отказался, абразицу тащить также не удалось. Однако по говоркам приятеля Цунади поняла, что заодно только это изобретение четверто закрыл глаза и списал Арачимару большую часть других неудачных опытов. Секретная разработка, кое приводили себя в чувство лишь Анбуда сам Хакагину не сволчили. После третьей попойки Синджу уже согласилась на условия ряд совместных проектов в области медицины. Спустя еще десять Цунади сдалась и поддалась на уговор и побыть подопытным кроликом. Она знала, что изворотливый ублюдок во все экспериментирует с клетками ее многострадального деда. Чего махать кулаками, коли могила давно вскрыта. Она даже видела единственный удавшийся образец в Анбу. И ладно бы это Минато так Арачимару распустил, но ведь то было еще при третьем. Сейчас же Цунади лично использовала свои сенсорные способности на сто десять, но детей среди подопытных не обнаружила. Помнится, когда она случайно об этом узнала, то первой ее мыслью было найти и улететь Арачимару, однако Минато, чтоб его, четвертый Хакаги, отдал приказ помалкивать. А теперь она сама сменила гнев на милость, биджу дери, да они с Арачимару за этот год стали даже ближе, чем когда были детьми. Ее приятель сумасшедший, да и сама она не вполне в трезвом рассудке последняя. Биджу знает сколько лет. Однако самый больной на голову в их компании это сам Хакаги, раз уж держит их всех рядом. А может, и есть в этом безумии своя мудрость. Так они хоть под присмотром придерживаются каких-то рамок, да и что там говорить, энергия до разума рычемарда в нужное русло. другое дело Синджу до сих пор сомневалась, а что же держит в канухе самого змея? По всему выходило, что любопытство, да и только. Ублюдку до сих пор забавно играть в родную песочнице, наблюдая за старыми и новыми знакомцами. Сейчас вот Цунади попала к нему в сети. Добровольно согласилась попробовать привить себе способности к Макутану. Лихорадила ее знатно, однако Синджу помнила, на что был способен ее дед если есть шанс завладеть хоть тарикой его силы. Это перекрыло бы все риски, думала она после очередного сеанса возлияния с бывшим сокомандником, а ныне коллегой ученым. Цунади Синджу давно уже не была юной наивной девочкой к слову, из памяти уже почти стерлись те счастливые лохматые времена, а потому прекрасно осознавала, что напиваться когда на следующий день осознаешь, что рожа в зеркале зеленой вовсе не от тошноты она прорастала. Арчумару склизкий гад, отчего не предупредил, что лучше не мешать очередную дозу препарата с клетками и алкоголь, но Синджу могла и сама догадаться. От превращений в стройную осинку или какой другой дерев Цунади спасло лишь накрывшие с головы ощущения знакомого присутствия. Они вернулись. Волна самых разных чувств вылилась в разрушение восточного крыла лаборатории Арчумару оговорил, эти стены ничто не пробьет, ха. Впрочем, хозяин раздосады ван не был. Эксперимент можно считать успешным, хищно улыбнулся он, указывая на учененный ей погром. Действительно, остатки камня сжимали в своих тисках скрюченные сучья, а цвет ее рук вернул для лежащий оттенок. Эдиты слабо проговорила Синджу, даже не удосужившись принять волшебное средство от похмелья, двинулась в сторону тренировочных полигонов, щурясь на дневной свет, так, словно была вампиром из комиксов. Нет, дабы пожурить сына и прибить Джираю такое состояние было в самый раз. Только вот незнакомая мощная чакра сбивалась толку, заставляя поспешить. Она была уверена, что знает это присутствие. Джинджи у реки Девятихвостого, хоть это было невозможно, однако близость, пусть даже фантомы рядом с ее мужчинами заставляла поежиться. Разобраться с ними она всегда успеет, главное, чтобы ее не опередили. Глава 7. Знакомые незнакомцы, ой, кажется, отец не в духе. Заторможенно подумала Химоваря, с трудом разлепляя глаза. Она чувствовала не только чакру Курамы, но и волны недовольства, излучаемые седьмым Хакаги. На ее памяти такое происходило крайне редко. Кто-то всерьез разозлил ее папу. Нехорошо тут у Зумаки тихонько охнуло, кажется, она знала, кто виноват в нынешней рейф-вспышке. Воспоминания заставили стыдливо сжаться. Вот уж наворотила она делов. Отец теперь дерется с дедушкой. И оба, отец Девятихвостого. А еще Анбусанхимова извернулась, чтобы взглянуть на сокрытое за маской кота лицо неизвестного Учиха. Тот видел часть ее воспоминаний и теперь верил ей. Он мог помочь остановить это безумие, однако ничего не предпринимал. Отпустите меня, пожалуйста. На Узуму кинокатил раздражение, но она не забывала о вежливости. Однако Учиха лишь сильнее жал ее в своих тисках. Между тем оба Хакаги только входили в раж. Раньше Химовари думала, что ее папа самый сильный, но сейчас, видя, какой сумасшедшей скорости достиг четвертой Хакаги в режиме отшельника, она уже сомневалась. Она слышала, что его называли желтой молнией, и теперь понимала, почему. За его перемещениями было практически невозможно уследить. Отец справлялся лишь потому, что и сам в режиме Девятихвостого был крайне быстр. Однако до уровня четвертого явно не дотягивал. Попусти. Она не хотела никому причинять врет, но Рассен Сюрикен, формирующийся на ладони отца, убеждал ее в обратном. Анбусену достался пинок в живот, в самую болезненную точку, однако Химовари он из захвата не выпустил. У Зумаки хотелось выть от отчаяния. Но почему она не научилась активировать Бьякоган по своему желанию? И сейчас Ого! Миниатюрный смерч Рассен Сюрикен, соединившись, произвели эффект разорвавшейся бомбы Хвостатого. Однажды Химовари застала выпускающего таким образом по рац о повторении ей видеть не хотелось бы. Между тем у четвертого Хакаги подошел к концу режим Отшельника. Химовари лишь надеялась, что ее отец не воспользуется этим и не запустит в деда бомбы и Хвостатого. Тем временем как Аши-сан в непривычной мазке Анбу отлег седьмого на себя. Химовари начала проникаться все больше и ненависти к удерживающему ее очхо. Но как тут можно оставаться таким спокойным? Она, как у и вас всех дери, узумаки а узумаки не пристала бессильно наблюдать за происходящим вокруг до безумием. Все-таки мама была категорически против сквернословия. Она попыталась перенаправить собственные потоки чакры глазам. Только вот либо ей уже не хватало объемов, либо она что-то делала не так, но единственное, чего добилась Химовари так это лопнуло в глазах пару капилляров. Тем временем четвертый Хакаги вернул режим отшельника и переместился прямо за спину ее отца, собираясь нанести удар. Охнув, Химовари на миг пересмотрела приоритеты, лучше уж бомбы хвастатого в действии, когда Курама все же отбил атаку. В следующий момент обоих Хакаги окатила водой. Химовари смотрела на объявившегося столь вовремя Шиноби почти с благоговением. Она знала, кто это. Видела на фото. Джирай Синси, к которому тетя Сакура по обыкновению прибавляла извращенец. Химовари знала, что тот был не только величайшим Шиноби, но и писателем. Правда, из всех его произведений, она читала только одну книгу, где главного героя звали точно так же, как и ее отца. Все остальные книги, несмотря на свою древность, активно продавались в книжных лавках и распространялись в сети с маркировкой 18+, классика жанра. Насколько Химовари знала, у матери под половицей на кухне был тайничок, в котором та хранила едва ли неполное собрание. Сама она, любопытство ради прелистав пару книжек, интересными сочла только картинки, и то оставшиеся полдня уши и щеки у нее были предательски алыми. Потому с характеристикой тетя Сакура не могла не согласиться, однако первая книга сказаний была неплохой, да и отец всегда отзывался об учителе с теплотой. Сейчас же Джирай с гаммабунтой появились как нельзя вовремя. Синхроны и Сенсей. Отобо и Хакаги вселяла надежду, как и то, что отец наконец вышел из режима девятихвостого. Обрадованная Химовари неожиданно почувствовала, что Анбусан ее отпустил. Со всей возможной для нее скоростью Химовари переместилась к отцу, сопроводив свое передвижение возгласом папа. Только устроившись на родной шее, Узумаки почувствовала себя в безопасности. Знакомый незнакомец Шестой и Сама неизвестный Учхо, другие ожившие мертвецы и странный парень, чье присутствие она заметила только сейчас все это, мягко говоря, напрягало. По ее доли стих с отцом занесло в совсем другой мир, а их собственный остался без Хакаги. Химовари вновь закусила губу, представив, как расстроится мама. Оборота. Неужели будет продолжать делать вид, что ему все равно? И кто займет место отца, если они не вернутся? Шикамару сан за это точно не возьмется Сакуро Чан? Да ну, вряд ли может, Какаши сан временно вернется к своим обязанностям. Да, это больше похоже на правду. Чуть успокоенная Химовари затихла, внимательно наблюдая за происходящим. Четвертый Хакаги выглядел окончательно спавшим с лица. Исчезнувшие желтые полоски вокруг глаз явно свидетельствовали о том, что и у его режима отшельника истек срок. Тем временем ситуация наконец перетекла из разряда бей и беги до выяснения вы кто такие с чем сюда пожаловали. Видимо, убедившись, что с ней все хорошо, отец наконец включил голову и даже сделал неуклюжую попытку извиниться. Воспринят он был, мягко говоря, с настороженностью. Удивительным казался тот бред, что нес Джирайя местным Наруто в Акацуке. Впрочем, как заметила Химоваря, это казалось лютым бредом не только едва не уронившему ее отцу, но и откровенно потерявшему контроль над своей челюстью четвертому Хакаге. Что это вообще за мир такой странный? Недоумевал Химоваря, мысленно прикидывая, как такое могло приключиться, что оказавшийся здесь живым дедушка не признал своего сына. Неизвестный очихо вновь подтвердил их версию с другим миром, тем самым отыгрывая несколько очков у заметно подобревшей Химоваря. Потом она и вступилась за него, когда отец вновь начал свирепеть, узнав, что незадачливо он буквырялся в ее памяти. В конце концов это она виновата, что они свались с бухты барахты, вот так, считай, им на голову и это вполне нормальная реакция проверить ее казавшийся бредом рассказ. Да и вряд ли удалось бы остановить сцепившихся Хакаги. Точнее, девяносто девять процентов, и уж Химоваря сама попала бы под раздачу и тогда отец вообще тут камня на камне оставил бы. Так что пусть живет Анбу-сан, тут уж нервы начали сдавать у четвертого. Хорошо, что Гамабун-тэ-сан вовремя забрал его в жабий мир. С облегчением вздохнули все, а уж когда Джирай отпустил обоих Анбу, тут Узумуки вовсе почувствовала, как заметно расслабились плечи отца. И все бы хорошо, но тут на горизонте появилось еще одно очень знакомое лицо. Химоваря любила бабульку Цунади. Та появлялась в Канохе редко, но метко, останавливаясь либо у них, либо у тети Сакуры. Опустошив их запасы еды и саки, Пятая Хакаги обычно принималась учить Химоваря уму-разуму. И мама, и тетя Сакура владели и рендицу, но бабуля Цунади все равно оставалась для Химоваря любимым учителем. Просто потому, что объясняла все с пьяных глаз такими непередаваемыми пояснениями, что нигде такого не услышишь. А еще бабулька любила потравить баки из своего прошлого и настоящего. Проводя столько времени вдали от деревни, она могла рассказать действительно крутые вещи, а уж ее воспоминания о первых трех Хакаги и прочих лохматых временах особенно нравились Химоваре. Потому Зумаки, нисколько не сомневаясь, радостно ее поприветствовала привычным способом, начисто позабыв, что местная Цунади может сильно отличаться от той, что она знала, да и обращение Цунади бачан безнаказанно сходила с рук только ее отцу. Даже Баруто Порой был бит за подобное, ты ничего не перепутала, девочка. Гневный рев Цунади совсем не стал неожиданностью. Не просчитали они другого, а именно потянувшихся в сторону Химоваре древесных побегов. Такие узумуки видела капитана Ямато. Встречи с ними они сбежали благодаря своевременной реакции отца и бросившегося на перерез Синджо-Джирайя. Дальше все происходило как-то слишком быстро. Перед ее отцом возник тот самый старавшийся до этого не отсвечивать светловолосый мальчик лет пятнадцати, подозрительно похожий на сцепившихся Джирайя и Цунади. Это надолго, парень кивнул на переругивающихся снинов. Пойдемте схоронимся где-нибудь, а ты сюда скоро сбежится полк Анохи, а вам лучше лишний раз не светиться. Отец, согласившись кивнул и проводив огребающего от бабуйки Цунади извращенного отшельника сочувствовавшим взглядом, отправился вслед за их новым знакомым. Пап, а это кто? Осторожно шепнул Химоваре ему на ушко. Ответ пришелся откуда не ждали. Розового волоса урагана обрушился на их знакомца, едва они отошли от места побоища. Хару Синджу и взбешенная куйночь отправила вышеназванного в короткий полет до ближайшего дерева. Ай, Сакура-чан! Разве так встречают друзей? Хару поднялся с земли, потирая ушибленный затылок. Химоваре же смотрела и не могла отвести взгляд от тетки Сакуры, выглядевшей здесь девочкой и подростком с весьма тяжелой рукой. Ты идиот! Хару назахлебывалась от возмущения. Пропал на три, Бинджу тебя дери, года, ничего никому не сказав на прощание, и теперь ждешь чего-то получше заслуженного тумака. Ну прости, Сакура-чан! Хару виноватый улыбнулся. Я не успел никому ничего сказать, но я очень рад тебя видеть. Ты стала сильнее и еще красивее. Кончаясь за Машками своего папаши. Вновь взрезала другу Харуна. Знаешь, как из-за вас придурков меня Цунади сама третировала? Ты тоже! Представляю, утирая кровь из разбитого носа, невнятно пробормотал Синджу. Думаю, сейчас Джирай сам за все отхватит. А ты, я вижу, сбежал, как и всегда. Ну и трус же ты, Хару! Продолжал разоряться Сакура, в это время Химоваре молча предоставлял отцу шанс потихоньку сбежать. Тетка Сакура в гневе немногим лучше, а ты хуже бабуи Ки Цунади, так что ну нафиг. Это предусмотрительность, Сакура. Всего-то навсего. От следующей серии ударов Синджу вернулся. И вообще, у меня важная миссия. Это какая? Спасение собственной шкуры не считает от Хару на наконец заметила Химоваре с отцом. А это еще кто? Родственники четвертого самой были на супердолгой миссии. Скороговоркой выговорил Хару, прежде чем Наруто успел хоть что-то вымолвить. она протянула Сакура. М-м-м извините тогда. Просто, понимаете, мы с идиотом были в одной команде, а потом он свалил не весь куда и даже ничего нам с Саски не сказал. Вы с Саски в одной команде? Наконец подал голос ее отец. А? Да, конечно. А вы что, о нас слышали? А кстати, кто вы? Сакура очень быстро переключилась с потирающего ушибленное место сокомандника на родственников Хакаги. Наруто, а это Химавари. Вы, видимо, Сакура. Узумаки не видела, познала, что сейчас ее отец улыбается. Да, я ученица Цунадисамы. И что это за супердолгая миссия, что вас здесь никто даже не слышал? Полюбопытствовала Харуна, отчего ее зеленые глаза недоверчиво прищурились. Такая вот миссия, Сакура. И вообще, сама подумай, сколько у Хакаги врагов. Я бы тоже на его месте свою семью спрятал куда-нибудь подальше, Хару явно взял на себя обязанность по созданию легенды. Химавари отстраненно подумала, что парень совсем бесстрашный и что, вполне возможно, четвертый его потом прибьет, хотя после уже и сам огребет от Цунади. Ну да, точно. Хлопнула себя по лбу Сакура. Тогда пойдемте отсюда скорее, пока, Хару, Цунади сама тебе не вспомнила. Я же теперь съехала от родителей, можно на время у меня залечь. Эээ, ну если вы куда-то еще не торопитесь. Не торопимся, спасибо за приглашение, Сакура, ответил вместо открывшего было род Хару ее отец. И они двинулись вслед за теткой Сакурой, казавшейся среди всех остальных в этом чокнутом мире наиболее на себя похожей. Глава 8. Два мира, Баруто был раздражен и самую капельку встревожен. В Кунохе что-то произошло. Что-то, во что генинов, естественно, посвящать не планировали. Однако все Шиноберанго выше Чуни находились одинаково встревоженными лицами. На Кунохе Мру, чтоб его, лица не было. Синси, глядя, куда угодно, но не им в глаза, промямлил что-то про срочную миссию от Хакаги, дав им задание для самостоятельной тренировки, был таков. Баруто с досадой как следует саданул кулаком по дереву. От всего действий пострадал только он сам, деревья на тренировочном полигоне отличались повышенной прочностью и устойчивостью. Не иначе как капитан Ямата постарался. В любом случае, пока Узума Кеша пил от боли, Сарада, топнув ногой, заявила, что она обязательно во всем разберется. Митсуки выжидающий смотрел на него. А Баруто что? Если в деревне происходит что-то мутная еда притом связанная с его папашей он в деле, дать Тибаса. Первым делом решено было направиться в резиденцию Хакаги и хоть что-нибудь доразведать. Седьмого, даже его клона, на месте не обнаружилось, а гора разбросанных по всему кабинету дел свидетельствовала о том, что случилось что-то действительно паршивое. Если бы на нас напали, объявили бы тревогу. Сосредоточенных мурил о лоб Сарада, пытаясь разгадать долгое отсутствие на рабочем месте даже клана Хакаги и причину вспышки его гнева, о которой свидетельствовал промчавшийся по кабинету Минюраган. Возможно, на Хакаги напали, выдвинул свою версию Митсуки, но был безжалостно перебит скептическим хмыком Барута и усмешкой Сарады. Если ты знаешь самоубийцу, на это способного, то говори смелее, Митсуки. Здесь Барута был полностью солидарен Сучха. Действительно, несмотря на все свои недостатки, Седьмый по-прежнему считался самым сильным в шинобе деревни, за исключением, быть может, отца Сарады. Желающих на него напасть как-то особо не наблюдалось, а если таковые появлялись, что-то шум стоял такой, что всяко нахо дрожало. А тут было подозрительно тихо, только вот рожи у всех были шибко натянутые. Плюнув на все и решив не ломать голову над этой загадкой в одиночку, новая команда номер 7 отправилась искать Шокодай вот уж кто точно прояснит ситуацию. Нара обнаружился лениво греющимся на солнышке на лужайке у собственного дома. Картина столь привычная и мирная, что Борута немного расслабился. Однако не успели они поприветствовать друга, как мимо промчался металли, возбужденно жестикулируя, сходу заявил, ребята, вы не в курсе. Происходит что-то странное. Внезапно исчезли все клоны Хакаги сама. И это попало на телевидение, во все таблоиды и в интернет. Никто ничего не знает, советники молчат. Ребята! Ли остановился, видя изрядно вытянувшиеся лица друзей. Даже Нара приподнялся, утратив всякую сонливость. Что за нафиг? Выругался Борута. Как это исчез? Вы что, серьезно не слышали? Ужаснулся металл. Седьмой сама как раз сидел на ток-шоу Клинаха сегодня, когда вдруг взял и испарился. И так еще из сотни мест, и нигде ничего не предвещало, как вдруг Бах исчез. Что-то очень странное, Сарада поправила очки. Шикодай, твой отец должен быть в курсе. Я его сегодня не видел, теперь понятно, почему тихо пробормотал Нара. Думаю, нам нужно отправиться к тебе домой, Барута. Зачем? Узумаки чувствовал раздражение. Старик там и не показывается, не думая, что он решит спрятаться там. Он имеет в виду, что твоя мать может знать больше, дубина. Разоралась Сарада. Барута поморщился. Порой она слишком напоминала Майнерами тетушку Сакуру. Точнее, их полным отсутствием. Однако в чем-то Сарада была права. Все небольшой компанией они отправились к его дому. К удивлению Узумаки, дом он не обнаружил ни матери, ни даже Химовари. Что это значит, дать Тебаса? Тревога, которую он столь отчаянно игнорировал, наконец начала проникать в его разум. Барута начинал серьезно злиться на отца. Мало того, что он такой паршивый родитель, да и Хакаги неважнецкий, так еще и мама с Химовари наверняка из-за него в чем-то где можно было разжиться информацией, был господ только Нохи. Однако там им сказали, что Сакуру срочно куда-то вызвали, что только подтверждало их опасения. Плюнув на все, Барута бросился в квартал Хьюга. Друзей пришлось оставить за его пределами, все-таки клан его матери не особо любил шляющихся по их территории других Шиноби. Оказалось, что срочно вызвали и дедушку Хиоши, и тетушку Ханаби. Что-то определенно случилось. И где они могут заседать, дать Тибаса? Кипел Узумуки. Явно не в резиденции, там мы уже были. Вот он ему шипел Учхо. Мне кажется, я чувствую, где они, неожиданно заявил Митсуки. Ну так веди. Хором потребовали все остальные. Порой они забывали, что их не особо разговорчивый товарищ хороший Сенсор. Митсуки привел их к тренировочной площадке, которую Шокодай отчего-то назвал Лес смерти. Название ребят не впечатлило, но вопросов добавило. Однако пропавшие родственники, кроме седьмого Хакаги, да Кокаши, Санспар и Анбу в довесок обнаружились именно там, на небольшой поляне, сгрудившись у свитка печатей. Это тот самый свиток, что седьмой сама умыкнул в детстве. Оживилась Сарада. Похоже на то, недовольный кивнул Баруто. Он не понимал, что происходит. Проклятый старик Хакаги. Это он и есть, с умным видом кивнул Шокодай. Круто. Заорал металл, отчего все остальные на него шикнули. Они же тут скрывались как-никак. Да скрывались. Кокаши посмотрел прямо на деревья, за которыми находились ребята. У нас гости, сказал Шестой всем остальным. Выходите, коли пришли. Баруто вылез первым. Ему откровенно не нравилось блестящее от слез лицо матери. А уж когда та сгребла его в объятия он не был самоубийцей, чтобы хоть как-то воспрепятствовать материнскому произволу, хотя ребра уже нещадно трещали. Его мать колотила. Это был очень плохой признак, ведь как бы он не относился к отцу Баруто прикусил язык. Что произошло? Голос Сарады дошел до Узумуки сквозь всхлипы матери. Что случилось с седьмым? Все равно все скоро узнают, а уж они подавно протянул, судя по всему, отец Шокодая. Химоври использовала неизвестную технику из свиткой печати, их снаруто засосало в какой-то портал, жалился над ними Кукаши Сан. Чего? Баруто все-таки высвободился. Химоври. Помолчи. Раздраженно втянула воздух розового волоса и Кунаича. Ты слишком много чудил, за твоими проделками все упустили из виду-то, что и Химоври вообще-то от клана Узумуки тоже досталась шила в причинном месте. Точнее не описать, пробормотал шестой. Как Химоври, которая даже в академии не учится, могла применить технику из свитка, да так, чтобы та еще и сработала. И почему неизвестная. Сарада протерла очки, наверняка втайне радуясь, что Барута греб от ее матери. От Узумуки чего угодно можно ожидать, пробормотал Шикадай, но его все услышали. Эй, вообще-то Химоври еще и Хьюга. Разошлась Ханаби, которую вовремя успел удержать за плечо дедушка Хиаши, все это время хранивший зловещее молчание. Именно поэтому она и смогла увидеть ту неизвестную технику. Дежуривши Анбу, Шикамару сделал легкий кивок на горе охранников Хакаги. Успели заметить, что перед тем, как образовалась темная воронка, Химоври активировала Бьякугом. Однако никто из нас не нашел в свитке техники, которая была бы способна на подобное. Потому что ее не было, пробормотал Шестой. Да, не было. Все представители клана Хьюга пробовали рассмотреть «Единственное, что удалось различить в свитке сокрыто нечто еще». «Мы пришли к выводу, что это из-за того, что в Химоври, как и в тебе, Барута, соединилась кровь обоих сыновей Кагуи. Однако он так и не активировал свой Бьякугом. Мы даже не знаем, способен ли Барута на это», с нажимом проговорил дедушка Хиаши. «Эй, я же говорил, что активировал свой я не знаю, что это, но похоже на Бьякугом. Только вот он не появляется, когда я этого захочу». Узумаки едва ли не подскакивал от возмущения. Странно, но то, что сейчас Химоври обскакало его, учудив подобное и поставив на уши всю канаху, заставляло его раздражаться, завидовать трижды. «Да. Ты идиот». «Ога, на этот раз Узумаки досталась от матери. Твоя сестра и отец неизвестно где, а ты пояснечаешь». Волосы матери начали угрожающе и развиваться, а активированный Бьякугом выглядела жутко Барута и нервно сглотнул и не придумал ничего лучше, чем спрятаться за спиной какаши. По мнению Узумаки, ничего с отцом, славившимся своей живучестью, не случится. Да и с Химоври, раз она с ним, тоже к тому же сестричка словно их всех удивила. Вот уж точно, в тихом омуте оказался спрятан такой чертик, что Барута аж завидно стала. И чего все всполошились, но не развалится Клинаха без его отца, шестой же тут, в конце концов, да и Бьякуган своим еще активирует, и технику эту загадочную разгадает, раз уж даже Химоври смогла. Однако сейчас, как он не пыжился, у него только сосудики в глазах полопались, а вот Сарада за словом в карман не лезла и потребовала свиток, дабы просканировать тот Шаринганом. С неохотой, но очах свиток дали. Естественно, ничего она не нашла, но пару техник скопировала вот хитрая стерва. Мината был вне себя. Весь перемазанный жабей и слизью, желудочным соком, прочими дурно пахнущими субстанциями, он бушевал на горе и обоку. Пока четвертый выпускал пар, круша окаменевших жаб, живые жабы благоразумно попрятались по домам. Весь покрытый тонким слоем каменной крошки поверх слизи, он наконец остановился. Невзирая на синчакру, кое здесь было немало, руки и ноги болели. Стоило это прекратить, Хакаги он или кто. У него просто не было времени на слабости, тем более такие. Давно он так не терял контроль. Но и повод Мината покачал головой. Стоило как можно скорее пойти на поклон к Шима и Фукасаку. Только вот госпожа Шима явно выгонит его как только увидит такого чумазого и благоухающего. Только Мината начал отмокать в источнике не думая о том, где возьмет сменную одежду, на крайний случай есть хинги. Как над ухом раздался знакомый голос, успокоился, мальчик. Проглотив раздражение ну конечно, под сорок скоро мужику, а для старых жаб он все еще мальчик, Мината кивнул. Верните меня в канаху, пожалуйста. У меня там и мудил. Уденок нет, чай, не убегут, фыркнула Шима, присаживаясь рядом с мужем у кромки источника. Лучше скажи, как тебе сын? Мината вздрогнул. Неизвестно откуда появилось желание утопиться прямо здесь и сейчас. И пошло все и канаха, и враги, и друзья. И целых два сына. О, и внучка. Мда. Когда он почти свыкся с тем, что Наруто мертв, то одновременно получил известие о том, что тот жефы состоит в организации Акацуки и это в 15-то лет. Плюс ему на голову свалился тоже Наруто, но и с другого мира, видимо, из того, где Мината не напортачил. Все же плащ седьмого Хакаги говорит сам за себя, да и семьей тот Наруто, видимо, обзавелся, только вот почему-почему, киби вас подери, его фамилия Узумаки. А ты у него самого возьми и спроси. Глубокомысленно изрек Фукасаку. Видимо, намекаясь у последнюю свою мысль, все же озвучил. Мало ли причин может быть, кивнула Шима. И я не думаю, что та, о которой ты сейчас думаешь, верная. Четвертый, как раз раздумывавший над тем вариантом, где он был крайне паршивым отцом, из-за своей работы Хакаги, появлявшимся дома, в лучшем случае раз в квартал, слегка ушел под воду и тихо булькнул. Нет, ну его вариант ведь был вполне правдоподобным. Хотя с учетом того, что его сын и сам стал Хакаги, нет, вариант, что тот ненавидел его за вечное отсутствие дома и потому взял фамилию матери, отпадал. Ведь иначе зачем наступать на те же грабли? Он ведь и сам отец. Разжившись у жаб кое-какой одежды все же голый Хакаги под хинги не слишком то и лучше Хакаги в провонявшей желудочным соком одежде, Минато наконец приготовился к возвращению в свой мир. Оказавшись на том же самом тренировочном полигоне, с которого его столь варварским способом переместили, он не сразу его узнал. Пораженно моргнув несколько раз и мысленно прокляв жаб с их инициативой, Минато уже собирался и было переместиться в резиденцию, чтобы узнать, не разворотили ли пришельцы его деревню, как услышал из-за единственных худо-бедно уцелевших кустов звуки, которые нельзя было перепутать ни с чем. Пазл в голове у четвертого сложился. Он знал, кому принадлежали голоса. И, судя по тональности, те сейчас как раз находились в стадии примирения. Криво усмехнувшись, Минато отставил Иди перемещение в резиденцию. И намерцев он мог нагнать и иначе. Если, конечно, седьмой Хакаги не проявил догадливость и не избавился от его кунаев. Не проявил. Или не захотел. Минато переместился в крохотную квартирку в разгар чайпитии. Судя по тихому уху розового волоса ученицы Цунади, это был ее дом и она никак не ожидала увидеть здесь своего Хакаги. Сакура, он перевел взгляд на замершего с чашкой в руке Хару Синджу, Хару, выйдите ненадолго. Оба. Прозвучала эта просьба скорее как приказ. Поэтому, хотя он увидел поддергающиеся брови Хару на явное ее желание возмутиться, что ее выгоняют из собственного дома, никаких возражений не последовало. Как и следовало ожидать. Завалившись на освободившийся стул, Минато наконец в полной мере почувствовал, как же он устал, а если прибавить к тому, какой разговор его сейчас ждал он только сейчас заметил, что седьмой Хакаги уже давно и бессовестно дрых, развесив слюни прямо по столу. Чаю? Чуть улыбнувшись, бодро спросила неизвестно откуда взявшаяся Химувари. Минато удивленно моргнул и, подавив зевок, кивнул. Глава 9. Двое, отделаться от ощущения неправильности происходящего не получалось. Да и куда уж там. От обреченного почесывания затылка Наруто удерживала лишь крепко вцепившаяся в его шею Химувари. Вы не подумайте, спина Сакуры, за которой они шли, была вполне привычной блага. Именно в этом возрасте его миниатюрная подруга перестала расти. И все же чего-то в ее движениях не доставало. Чувствовалась некая внутренняя скованность, которая у его Харуны не наблюдалась аккурат после победы над Сасари. Видимо, здесь до этого не дошло. Зато дошло до иного седьмой и зажмурился, когда перед глазами снова встало взбешенное лицо отца. Однако здесь был жив не только он. Джирайя Наруто, конечно, начал догадываться, встретившись с Хару, но убедиться в этом воочию совсем другое. Чтоб его, этот странный неправильный мир, где живы те, кто был ему дорог, но нет его самого точнее, не совсем так. Местный Наруто, если он и вправду Наруто, хотя старик-извращенец редко ошибается, так вот, здесь Наруто Узумаки не мечтает стать Хакаги, здесь он состоит в Акацуке. А раз так, то уж вряд ли он там подиточи косит уж, кем-кем, а быть говнюком, пусть и в другом мире, Узумаки не привык. Если честно, то у него и в голове подобное не укладывалось. Это что же должно было пойти не так, чтобы он стал плохим парнем? И куда папаша его смотрел? Тоже, блин, хорош, четвертый Хакаги. И вообще Наруто слегка насупился. Совсем не так, как пристало седьмому Хакаги, но господином седьмым он был в том мире, здесь же с учетом обстоятельств, можно было дать себе чуть больше воли. Как бы там ни было, именно его отец то и казался самым неправильным из всех неправильностей этого мира. Или же Узумаки запнулся. Что, если он ошибался, думая, что знает отца, но что в действительности можно понять за те мгновения между спасением мира, что были у них? И все же в этом предложении было слишком много что, а Наруто был слишком раздосадован на себя самого, на Кураму, не сдержавшего рефлексы и вспомнившего былое, и, конечно же, на Химовыря, из-за которой они, собственно, в этом жутко неправильном мире и оказались. И все же в одном он не ошибся точно. Жизни в его поднятом технике и детенциация было на порядок больше, чем в увиденном им сегодня живом, здоровом и освоившем режим отшельника четвертом Хакаге. Наруто перерыл архивы, как только шестым стал какаши, разузнав аминатин и микази все, что было можно. И о маме, конечно, тоже. Вот только все найденное лишь подтверждало то, о чем Мизумаки и так догадывался, четвертый Хакаге вовсе не был святым, коим его постаралось выставить пропаганду третьего. Правда в том, что желтая молния из его мира также не дал бы спуску никому, угрожающему Канохе. Даже если нарушитель ребенок в предыдущих войнах возраст враждующих Шиноби не останавливал, а проявивший милосердие нередко платил жизнью своей или товарищей. Потому грубое обращение с Химово и Наруто мог понять как Хакаге, как Шиноби, но не как отец здесь ему хотелось сделать то же, что и при первой встрече с четвертым как следует врезать ему. Зато, что посмел довести его любопытную дурочку до полуобморочного состояния, зато, связал и спустил с дерева, зато, что явно планировал что-то нехорошее, хотя реально никак не навредил. Непонятны ему были также причастны к преступлению Кукаши и Тачи, точнее, окружающие их тяжеленное облако сожалений. В режиме отшельника многое прояснялось, впрочем, то было именно облако, вокруг его отца же вращался, как минимум грозовой фронт, а то и целый ураган, который тот недалече продемонстрировал в своей вариации Рассенгон плюс Чакры Ветра. Крутая техника, спору нет, но внимание от главного душевного расстройства тех, кто был ему дорог, не отвлекало. Все они здесь были какие-то еще более покалечные, чем в его мире. В копилку странностей этого бесовского мира стоило бы положить и недоверие, которое Джирайя думал, что скрывал, но которое уловил Узумаки уж в его-то мире у старика и извращенца вряд ли нашлись бы причины не доверять Минато. А вот этого ты знать не можешь. Рявкнул Даси или пристыженно. Молчавший Курама. Да, лис перестарался с я только верну старую такую должок этому индюку четвертому. Да, Девятихвост и уже выслушал короткую, но нецензурную отповедь Наруто, но видимо, блохастому было мало. Конечно, проворчал про себя Наруто. Он же пожертвовал собой, чтобы остановить тебя. Скажешь, это все обито. Так-то оно так, но разве, будь ты в тот момент свободен, не поступил ты иначе? И уже совсем тихо прибавил. Ты прости, зря я это начал. Ты ведь тогда столько лет был пленником, да и люди, тебя ладно, не бери в голову. Я и не беру, кретин дремучий. И как только тебя с поста еще не погнали. Извилин всего четыре, и те, блин, на щеках в виде усов. Осадок, несомненно, не исчезнет никогда. Люди в большинстве своем не самые приятные создания, и я отплатил им сполна. А уж когда сегодня взрезал твоему папаше, пусть он не совсем твой, но мне стало значительно легче, если ты хочешь это услышать. Так что, мир, дружба и рамен? Чуть улыбнулся Узумуки. И далась тебе эта чертова лапша, как ты на нее еще аллергию не заработал. Утробно проворчал лис, сворачиваясь в клубочек в его подсознание. Главное, сам-то все здесь не разнеси. А ты на меня пенять гораст, а сам еле сдерживаешься. Дать тебе я, точно, Курама, ты гений. Надо попробовать местный рамен ути учи сана. Если он не тот, то я и за что мне достался джинчурики-идиот. Прикрыл морду хвостами лис. Тем временем Узумуки предпринял смелую попытку развернуть Сакуру в раменую, за что и схлопотал так, что Химовари со смеху чуть с его горбушки не упала. Ну, это по прыгуни у него еще доскачется, а вот Сакура чан не такая уж она тут и не такая, мда. И готовить? Поди ж ты, так же не умеет эх. Пока спор додела, а они уже пришли. Жил у Харуна в том же квартале, что и раньше, видимо, не став съезжать от родителей за полдеревни. Судя по всему, о кулинарных талантах их розово-волосые подруги не понаслышке знал и Хару, потому как от плиты оттеснил ее он более чем решительно. Седьмому отчего-то казалось, что в бытовых вопросах Цунади была тем еще налем. Ну или он просто не мог представить бабульку с поварешкой за плитой. Точнее, с поварешкой это мог, но использовала в его видениях ее Синджу не по назначению, хотя для вбивания разума в головы лучше подойдет скалка, ну или какой там еще утварью ему грозила Хинута, когда он бессовестным образом профукал день рождения дочери. Правда, надо отдать ей должное, при детях она на него набрасываться с обвинениями не стала, но все же на миг у Зумаки стало очень жаль оставшегося агребатит бабульки Синси. Хотя тот, конечно, сам виноват. Кошка скребет на свой хребет. Вот и Джирайя. Ни разу не кот, оставим этих гордых животных Учиха, но все же виноват сам. К слову, об учителе его недоверие к четвертому. Тут седьмой не мог ничего поделать, но даже в этом мире, не зная здешнего Джирайо, он продолжал доверять ему. Может, он ошибался, но несмотря на удавшийся роман с Цунади, тот выглядел почти прежним. Может быть, стал чуть осторожнее, имея с душой чуть больше, но это было скорее в плюс. К тому же от самой Синджу также фанил и недоверием к Хакаге. Странно, что эти двое даже не слишком маскировались, словно смеялись тем, что об их отношении четвертый уже знает и это было скверно, дать тебе я. Потому что ему не должно было быть все равно. Сам Наруто давно бы носом землю перерыл, узнав, что Кокаши Синси ему не доверяет. Да и бабулька, к слову, о птичках, то бишь о самой Цунади. Внезапное применение техник Макутана стало неожиданностью не только для него, но и для всех остальных. Значит ли это, что Наруто верно уловил присутствие в Канухе небезызвестного змея? Однако, что должно было сдохнуть в лесу такое крупное, чтобы Синджу согласилась на его эксперименты? Нет. В этом мире со всеми стоит быть настороже. Даже Сахару, который сейчас насуплено потирал затылок, получил таки поварешкой. И с опаской расспрашивал Сакуру об их общих знакомых так, что Саски с ними в одной команде? И где этот теме? Последний вопрос Узумаки задал вслух. Сакура заметно дернулась, Хару посмотрел, как на умалишенного Ахимоваря нервно заерзала и поспешилась слезть. Правильно, дочи давно пришли, да и такими темпами Наруто бросил взгляд на сиротливо выкипающую из кастрюли воду. Нет, только на нее и на воспитании Хинуты и была какая-то надежда получить съедобный ужин. Как ты назвал Саски-куна? А впрочем, Харуна обреченно вздохнула, ему подходит. Наруто ушам не поверил, что в Сакура да так о своем ненаглядном отзывалась, трижды Ха. И все же он решил уточнить, когда его опередили с расспросами. Откуда ты его знаешь? Из-за Саски нашу команду из деревни-то толком никуда не выпускали, а уж чтобы господин четвертый позволил Саски познакомиться с его родственниками нет, Наруто-сан, вы темните. Да и плащ у вас, КХМ странный. Узумаки едва слышно чертыхнулся. И правда, разгуливать с транспарантом седьмой Хакаги на спине, когда тут вполне себе здравствует четвертый так себе идея. Палишься на мелочах, сопляк. Ладно уж, дома-то у подружки можешь и не снимать. Кстати, я помню, как ты был влюблен в нашу розоволосую. Причем в этом сопливом возрасте. И да, можешь орать, что я демон, но как ощущеница. Ничего не хочется, м-м. Лис откровенно издевался. Ну а что ему было скучно и нудно наблюдать, как Узумаки гробят свое здоровье и нервы за бумажной работой, а тут в кои-то веки шанс размяться да помахать хвостами представился. Да наш мохнатый был просто счастлив. Теперь Химов арестал однозначно его любимой соплячкой естественно, после одного недалекого Хакаги, но не суть. Иди ты. Узумаки жутко покраснел, чем вызвал явно заинтересованные взгляды от Сакура и Хару. Извращенец хвостатый. Ты что-нибудь слышала о других мирах, Сакура? Взяв себя в руки, вслух спросил он, старись игнорировать жуткий смех в своей голове. Нет, ну а что, врать подруге, пусть это и не совсем она, он не привык. Так вот, я с дочкой как раз оттуда. Ты, Саски и я были в одной команде, а капитаном у нас был Какаши Синси, зачем-то прибавил он. Хотя почему зачем, чтоб отвлечь от собственного пылающего Аки помидор лица. Мда. Алис все не унимался хорошо, что остальные биджул, чьи частицы чакры были в нем, не встревали. Девять насмехающихся голосов в голове уже клиника. Тот жутко странный тип из личной охраны четвертого. Хару нарезко остановилась. И ты вместо Хару. Она перевела взгляд с ищущего стену видимо, чтобы побиться о нее головой Синджу на выглядевшего в кои-то веки смущенным Наруто. Что ж, похоже, в обоих случаях выбор делали по количеству извилин в мозгу и синхронно оскорбились и Синджу и Узумуки. Я вообще-то стану Хакаги. Прорал первый. Я уже стал, гордо продемонстрировал плащ Наруто. А кто у вас был Синсием, если не господин шестый? Внезапно подала голос Химовари. К слову, она времени не теряла и даже нашла в шкафах Сакуры что-то не заплесневелое. Чего? Это ты шестой Хакаги? Еще скажите, что пятым был Рачимару. Не выдержал и рассмеялся Хару. Эй, а вы чего такие серьезные, правда что ли? Синджу озадаченно почесал затылок, глядя на Наруто круглыми глазами. Пятой была твоя мать, после недолгого раздумья ответил Узумуки, со вздохом опускаясь на стул. А вот это... Правильно. Вздернула вверх кулак Сакуры с таким жаром и фанатизмом, что невольно напомнила Рокали. Цунади сама была бы отличным Хакаги и мигом навела бы порядок. Ну да, как же скептически усмехнулся Хару, прежде чем резко спросить, а что значит была? Ну, как, была, на пенсию ушла поспешил успокоить мальчишку седьмой, скрещивая пальцы, чтоб тот не спросил про Джираю. То есть как, пенсию она не осела в домике с котятками вязать носки, скорее, странствует по всему свету и собирает информацию. Как отец что ли? Удивился Синджу. На нее не похоже вы лучше скажите, и правда, кто был вашим Синсием? Поспешил увернуть от скользкой темы Наруто. Шизуне, лицо Сакуры заметно помрачнело. Цунади сама попросила ее приглядеть за этим остолопом, кивок на точно так же помрачневшего Хару. Ну и за саски того, что он наследник клана Учиха, а у них с деревней и так отношения напряженные. В общем-то, там все сложно, но, вроде как, команду, куда он попал, должен был возглавить опытный ниндзя-медик. Погодите, вы так говорите, будто у вас саски это элитный заложник, протянул Наруто и ужаснулся, видя по их лицам, что он прав, только не говорите, что у вас и миссия в стране волн не было. Вот где-где, а там точно не были. Как? И Хакуза Бузой не встречали. И архитектора, и того урода гата совсем спал с лица Наруто. Эта миссия, она ведь была одним из самых ярких событий команды номер семь. Тогда они, и правда, были командой, ну, если не считать началом миссии и того, что Сакура особо не помогала, но это была столь важная страница его пути Шиноби, что Наруто негодовал. С кровавым демоном тумана что ли? Не, на ту миссию отправили генинов на выпуск старше, с трудом вспомнил Хару. Я, кажется, помню тот громкий случай, там еще этот принятый в главную семью Наджих Юга чуть не погиб. Всех спас их Синси, применив какой-то жутко продвинутый Тадзюцу. Правда, и сам он после этого долго оправлялся. Ли тогда чуть все к наху на уши не поставил вещи о крутости своего Синси. Да, пожалуй, именно поэтому все и запомнили это происшествие. О, это он умеет, против воли расплылся в улыбке Наруто. Погоди, ты сказал принятый в главную семью? Как такое могло произойти? Седьмой напрягся, с опаской покосившись на замершую над булькающим бульоном дочь. Впрочем, он уже знал ответ. Конечно, Хината могла быть на месте, но Ишина, Экиба были на месте. Инцидент с наследницей клана передернула плечами Сокура. Об этом особо не распространялись, но, кажется, ее похитили. Тогда-то у Нэджи изменился статус. Глава клана решил назначить наследником самого способного из своих родичей. И не прогадал только вот Харуна усмехнулась, вскоре у него родилась вторая дочь, клеймить которой Хиаши-сен не стал. Говорят, Хана Беснэджи скоро поженится, и это станет выходом для них обоих. Только, как по мне, лучше, чем такой выход эта Сокура красноречиво покосилась на окно. Узумаки вздохнул, вспомнил о здешнем статусе Саски, видимо, поэтому тема эта для подруги весьма болезненная. Впрочем, не только стоило выяснить, какого дремучего Мадара эти двое так реагировали на упоминание Шицуни. О чем он и спросил, прежде чем его дочь начала выяснять подробности о своей здешней семье. Ни к чему Химова или пока это она, наверное, еще не поняла, что и ее мамы в этом мире совсем нет. Или есть, но ее положению не позавидуешь. Она пропала, оглянувшись на побледневшую Сокуру, наконец выдал Хару, пальцы у него заметно сжались. Год назад не вернулось пополнение и запасы редких трав. Мы с отцом искали ее, но и следов не осталось никаких. Хакаги не отпустил на поиски ни меня, ни, конечно, Саски, бесцветно добавила Сокура, опустив голову. Хотя тот не особо рвался так, скорее нашел удобный повод покинуть деревню. Сенси он всегда не особо жаловал. А госпожа Цунадиана просто запила Сара-Чамару сильнее прежнего. Понятно, мысленно прибавляя к списку дел расследовать это исчезновение, кивнул седьмой. Конечно, по-хорошему следовало сейчас же идти, вспоминая юность, красть цветок печати и пытаться вернуться домой, но этот мир затягивал. Неужели без него и пара дней не обойдутся? Заслужил же он хоть небольшой отпуск. Ты псих, если это называешь отпуском. Хмыкнул Курама, а Наруто не стал даже спорить. С минуты четвертую попросту гипнотизировал стоявшую перед ним чашку чая. Будь его основной стихией огонь, та бы давно закипела, а так бурили в стакане не больше, не меньше. Я налью еще, с готовностью заявила девчонка, кидаясь на него с дымящимся чайником на перевес. И ведь не боялась совсем ни его, ни кипятка, хотя шиноби, пусть и юным, глупо бояться столь бытовых мелочей. Однако суп, который он сейчас все-таки выхлебал господин четвертый и часто зарабатывался настолько, что забывает поесть, но никогда вокруг витают вполне аппетитные ароматы, был вполне-таки не дурен. Спасибо, все-таки решил вспомнить о манерах намекази. Так тебя зовут Химовриузумаки? По правде говоря, то, что ее отец сейчас столь бессовестно дрог прямо за кухонным столом, было удачей. Это давало шанс Минато выспросить такие подробности, о которых взрослый Шиноби, даже Хакаги распространяться не стал бы. И все же он почти 10 минут молча хлебал суп, не в силах отделаться от мысли, что пересолила его девочка в точности так же, как Кушина. Ни больше, ни меньше. Не совсем испортила, и в то же время для здорового питания многовато Кушина всегда шутила, что делает так, потому что бесконечно влюблена в него, а проверить правдивость ее слов у него возможности не было. Конечно, стала бы кровавая Хабанера кому-то, окромя законного супруга, супы варить. Стрепня же Химоври один суп не показатель, но дежавю господин Хакаги словил мощное. «Да, а вы Мината на Миказе, четвертый Хакаги и мой дед», спокойно ответила девочка, напряженно глядя на него своими синими глазами, словно подтверждая свои слова. «Я из другого мира, твой дед», осторожно поправил ее Мината. «Понимаешь, здесь я не воспитывал твоего отца», он бросил беглый взгляд на смач на похрапывающего Наруто. Я даже не знал, что тот жив до сегодняшнего дня, пока Джирайи не сказал. «Мне очень жаль», «Мне сложно поверить, что папа, пусть и из другого мира, может быть в Акацуке. Он ведь такой добрый и честный». «А почему так получилось?» Мината очень хотел бы не отвечать на этот вопрос, но была какая-то магия в этой невнучке. «В день рождения твоего отца на деревне напал никто в маске». Воспользовавшись тем, что печать Кушина ослабела, он похитил Каюби и с его помощью устроил погром. Я пытался его остановить, но потерпел неудачу. Он просто вырубил меня, не убив, словно в насмешку, потому как очнулся я, когда все было кончено. Кушина каким-то образом пережила извлечение Биджу, хотя до этого подобное считалось невозможным и не стоит недооценивать жизненную силу Узумуки. Едва живая, она отправилась помогать деревне, хотела загнать этого монстра и обратно делать то, с чем не справился я. Кушина защитила деревню. Она связала девятихвостого цепями чакры, тот был ослаблен, бостритим вымотал его Кушина вызвал ошенигами, обезопасившего мир от Кьюбираса навсегда, но прихватившего ее с собой в уплату в это время Наруто был без присмотра. Полагаю, его забрал напавшего Чхо, в отместку за порушенный план. Долгое время я ждал, что мне принесут или подкинут его изувеченное тело, но нет видимо, тот ублюдок решил пойти дальше воспитать сына заклятых врагов, чтобы те в ужасе отшатнулись от него при встрече это лень вверх подлости погруженной в себя Минато и не заметил, что давно выболтал то, что явно не предназначалось для детских ушей, однако расстроенная Химовари уже давно была в надежных отцовских руках так вот в чем дело дать тебе в сердцах выругался Наруто Хима сходи проверь тетю Сокуру и Хару знаешь а у нас все прошло несколько иначе глава 10 злодейские хроники один ты бесполезна рычит на нее высокий мужчина у него гордый разворот плеч суровое лицо глаза похожее на замерзший лед вот и все что Хима помнит о своем отце ее воспоминания смазаны обрывочные хаотичные настолько будто кто-то взял и вырвал их из нее силой перевернул а затем заложил обратно и оставшиеся осколки кусочки мозаики в калейдоскопе до сих пор неотступны следуют за ней во снах как и сегодня отец смотрит не просто сурово а гневно и разочарованно краем шика его губ бессильно дергается он едва сдерживается сама Хима сжалась на полу тренировочного зал она как чакры но эти ощущения ничто по сравнению с тем что творится в душе ты слабая подтверждают ее собственные ощущения взвинченный голос отца она старалась очень старалась отбить хоть один его удар но все было тщетно ты даже не пытаешься атаковать и это тоже правда Хината боялась ударить отца даже если именно он от нее и добивался она не могла прости меня он даже не слушает грубо берет за вороты невзирая на испуганное оханье тащит к тренировочному залу для побочной ветви Хината там никогда не была внутрь они не заходят активируя бьякуган хоть на это ты способна зло бросает он ей Хината подчиняется и видит чужую тренировку очаг чакры столь похожий на тот что горит совсем рядом в ее и в то же время тот другой очаг скован узкой печатью в районе лба очаг поменьше еще не такой развитый но их тренировка на порядок выше что только что была у нее с отцом он старше тебя лишь на год мой племяненник родился не в той семье однако уже сейчас видны его задатки гения в то время как ты задохнулся от возмущения и замолчал постояв так еще с минуту он бросил ее бессильно лежать Хината знала что не менее скоро пройдет и точки потоки чакры восстановится но ей предстало провести несколько не самых приятных часов наблюдая за образцово показательной тренировкой кузена Неджи видимо отец хотел чтобы тот был его сыном пожалуй Хината и сама бы этого хотела пусть она была еще так мало и ничего не понимала но не заметить разницу между главной и побочной ветвью не могла это отношение резало ее изнутри все в кварталях юга почтительно склоняли перед ней что бывает если кто-то проявляет непослушание и Хината совершенно не могла представить что когда-нибудь и сама станет такой отец называл это заботой о клане но она была с ним не согласна не одобряла этого и мать но по правде говоря то мало что могла сделать мама была из побочной ветви с нее сняли метку когда она вышла за отца она была его троюродной сестрой и проявила себя как сильный целитель потому то ее и выбрали мама никогда не говорила об этом она никогда не перечила отцу но не могла сдержать слез когда Хиаши в очередной раз вырывал Хинату из ее общества на тренировку однако она никогда за ней не приходила не смотрела не присутствовала отчасти Хината была даже рада но не в такие моменты как этот сейчас ей бы пригодилась любая поддержка воспоминания подернулась легкой дымкой память Хината даже не сохранила материнского лица хотя единственные светлые воспоминания были связаны с ней их было так мало в основном же она просыпалась в холодном поту снова снова видя перед собой разочарованного отца или деда иногда это был Маджи что также твердил ей ты недостойна с той поры прошло много лет она уже даже не вкума однако сны продолжают преследовать ее где бы она не оказалась и с кем бы взгляд Хината медленно перешел на беспечно роняющего стлюня на подушку Наруто она улыбнулась протянув руку и легонько пощекотав его полоски усы на щеках от этого движения любимый зарылся под одеяло из-под которого послышалось нечто неразборчивое встала оделась и вышла готовить завтрак вряд ли кто-то еще кроме нее в этом сумасшедшем месте подобным им озаботиться однако она ошибалась из кухни тянулся приятный аромат перекрывавший даже серость утра вами всегда дождь к этому Хината за три года уже привыкла не привыкла она к постояльцам на эту кухню заглядывающим Акацуки организации Нукинина ФС-класс отступники среди которых героев в белых плащах уж точно не было напротив кровавые облака на черном фоне для многих становились предвестниками скорой смерти их боялись и проклинали нет героев среди них не было и все же судьба занесла ее неудачницу в их ряды могла ли она подумать об этом тогда перенося очередной разнос отца который должен был сделать ее сильнее но получалось от чего-то наоборот однозначно нет Хината не стала главным разочарованием позорищем клана как ей предрекали отец и дед в ту ночь она даже испугаться не успела не то что хоть как-то среагировать ее носили прочь от родного дома держа в сильных незнакомых руках пропавших потом едва уловимой кровью Ахината могла думать лишь об одном слабая слабая никчемная слабачка от чего-то звучало все это голосом отца хорошая наследница позволившая себя волновала не то что с ней сделают похитители а то что будет если отец ее найдет зарывшись носом в грудь своего похитителя Хината отчасти не хотела чтобы их нашли и все же беречь Бьякуга именно под этим предлогом на побочную ветвь клана ставилась метка после смерти носителя дадюцу клана Хьюга была надежно защищена однако на ней печати не было а это значит Хината сглотнула умирать она не хотела может наследницей она и была бестолковой однако сил в удар вложила немало это был не отец которому она боялась навредить Шина без незнакомым протектором ухнул от неожиданности и отпустил девочку бежала Хината недолго не потому что ее тотчас догнали а потому что ноги сами застряли едва вдали показался квартал Хьюга внезапно с шокирующей четкостью она поняла что не хочет возвращаться когда ее снова схватили она лишь беспомощно пробормотала мама прости на этот раз Хинату вырубили очнулась она уже за пределами деревни она никогда раньше не покидала Канохи и была первое время больше удивлена пейзажами чем тем фактом что еще жива а оба ее глаза на своих законных местах очнулась поинтересовался идущий рядом с повозкой темнокожий мужчина Хинату закрутила головой ее полночного похитителя нигде не было окружавшие ее люди были одеты как торговцы и все же среди них были темнокожие люди которых она в Канохе никогда не видела а еще она не была связана эй детка невежливо так пялиться людям это может не понравиться привлек ее внимание огромный темнокожий человек с белыми волосами и в темных очках на торговца он не тянул совершенно но и вел себя слишком несерьезно для Шиноби в понимании кланах Юга простите поспешно выдала Хината а как вас зовут куда мы идем и что со мной будет йо-йо полегче малышка замахал руками человек притормози-ка немного и бы повстречал ты очень крутого я Кира Би и держу пари даже в конах скайдере знать должны кто я но не бойся ты в кум они не причиняют маленьким девочкам вреда и маленьких девочек обижают везде вспомнила Хината чью-то расхожую фразу но я не боюсь вы похитили меня из-за бьякогана а ты не по годам умна если будешь дальше так себя вести то обещаю беду от тебя отвести кум нужен твой дар потому попала ты в наш радар йо скажите Кира Би Сан вы поэт казалось бы ее должна была раздражать такая манера речи но Хината чувствовала что это хорошо так разряжает обстановку лучше я читаю рэп детка зардел себе хочешь исполни свое недавнее сочинение на остаток пути Кира Би нашел себе благодарные а по факту просто чересчур вежливые уши под конец шестого сольного альбома Хината была готова на что угодно лишь бы Кира Сан замолчал названный брат Бирай Каги и рэп не читал и вообще судя по лицам остальных сопровождавших их переодетых Шиноби те также любви Бикропу не разделяли зато Рай Каги сразу прояснил ситуацию убивать Хинату они не планировали только если она откажется сотрудничать конечно они могли убить ее и приживить Бьякуган двум лучшим Шиноби но кровь Хьюга это не только Дадюцу не Хьюга вряд ли сможет освоить все возможности Бьякугана тем более достичь уровней последних в Тадюцу живая и преданная Кума Хината пригодилась бы им сильнее с условием что на нее накладывалась обязанность к 25 годам произвести на свет минимум троих детей только слушая все это Хината начала обмирать от страха но было уже поздно Кноха бесконечно далеко а в клане она теперь хуже чем просто неудачница когда ее утащили на промывку мозгов она почти не сопротивлялась мастер ментальных техник свое дело знал долгие годы она была уверена что дома стал так невыносимо что она сбежала удачно повстречавшись с Шиноби и с Кума которые предложили ей укрытие он усилил всю ее обиду и боль на отца и деда практически стер воспоминания о матери и другие светлые моменты разговор с Райкагией запомнился под другим углом там ей оказали милость за которую она должна была выполнить их небольшое условие с тремя детьми Хинута почти не сомневалась все было очень реалистично тем более что в Кума ей было хорошо даже слишком особенно на контрасте с ее усиленными негативными воспоминаниями о Канохе она сразу же пошла в академию Шиноби да она была самой маленькой в классе да из-за ее глаз на нее постоянно косились а некоторые называли слепой первое время Хинута их всех шугалась но потом невозможно оставаться собой если в опекуны тебе дали бисана последние обстоятельства впрочем сыграла ей на руку и насмешки прекратились стоило детям увидеть кто ее забирает несмотря на дурацкие манеры и не менее идиотские выходки Кираби здесь уважали вскоре Хинута поняла что если рядом нет никого за унывным голосом читающего свод правил того что должна и в особенности не должна делать наследница клана Хьюга то и получается у нее все значительно лучше ей дали освоить Ириен Дюцу но продолжали измурять это Дюцу с командой и друзьями у нее увы не срослось были знакомые были приятели да и в целом развязная жизнь в Кума давно тучила ее краснеть а Би Сан буквально вытрясал из нее душу своими сочинениями Хинута хватило всего-то на год реп-марафона и она все-таки преодолела природную робость и высказала Би все что думала с тех пор Хинута четко уяснила что порой быть вежливой и доброй значит вредить самой себе а еще после очередной тренировки с Би Саном и Восьмихвостым то что ее опекун Джин Чурики было просто удивительно она начала вспоминать очевидно ментальная техника не выдерживала столь долгого воздействия чакры Би Джу и начала рушиться Хинута не подавала вида но собственной жизни казалась ей больше такой безоблачной мысли о матери все чаще стали посещать ее как и то что кумы используют ее зато стала понятна тщательность с которой за ней следили на миссиях за пределами деревни однако от случайностей не застрахован ни один Шиноби обвал в горах не мог предсказать никто Хинуте повезло она заметила несущийся каменный поток и успела отпрыгнуть в сторону а вот ее команда спрашивала себя снова и снова она не могла честно дать ответ не успела ли она их предупредить или же не захотела в любом случае она выбросила свою повязку в том ущелье можно ли было теперь ее считать Мукинином она не знала формально да так как она дала присягу Райкаги но с другой стороны она находилась под действием ментальной техники Хинуте сбежала ее глаза были слишком заметны Хинги помогала но носить его постоянно нет уж лучше солнечные очки как у Кирабии только шире Бисон по нему она скучала не кривя душой и все же Хинута не собиралась возвращаться в кои-то веки она была свободна однако не знала что с этой свободой делать о возвращении в Канаху не могло быть и речи и все же Хинута навела справки оказалось ее место наследника занял Меджи кто бы сомневался а мать умерла вскоре после того как родила еще одну дочь сестра может и волновала Хинуту но не настолько чтобы устроить явку с повинной и лишить Наджи всех надежд либо самой получить проклятую печать Хинуте ничего не оставалось кроме как путешествовать она была немного обучена врачевать а потому ходила с селения в селение предлагая свои услуги ей это нравилось излеченные люди были ей благодарны но не все были такие многие видели в ней легкую добычу и забаву для любовных утех они жестоко ошибались но грязь и разочарование Хинута постигла немало однажды нападавшими оказались опустившиеся Шиноби Нукинины почти как она желавшая юной плоти она не успела стать даже Чиуниным да их было слишком много Хинуту спасло точнее спас когда уже не осталось сил и она могла лишь кусаться в ответ на мерзкие прикосновения кто-то вырезал их всех чуть отойдя от шока она заметила посреди груда изувеченных тел сенеглаза блондина в черном плаще с красными облаками эй ты в порядке дать тебе я он улыбался во все тридцать два зуба и эта улыбка была такой солнечной совершенно не вяжущейся с обстановкой что Хинута пропала внутри что-то зажглось и незнакомое тепло затопило все ее существо когда он протянул ей немного побитой слегка униженной руку Хинута уже знала что не отпустит ни за что и никогда даже в бездну пойдет если потребуется она и пошла прямиком туда Акацуки не были ангелами и она знала что жаривший сейчас на кухне их штаб квартиры яичницу Хидден не так давно убил Югитани женщину которую она знала и которой восхищалась однако ради Нарута она была готова закрыть на это глаза единственное ее сердце сжималось от ужаса при мысли о том что однажды Акацуки начнут охоту из-за Бисаном глава 11 Злодейские Хроники 2 16 лет назад что это холодный голос отражается от железных стен самой высокой башни вами лицо главного тела пиона не выражает никаких эмоций как и голос однако вошедший знает что сумел удивить кукловода я думал Ренеган видит все обид и не слишком хочется начинать ссору с главной своей фигурой но в последние дни для него и великого плана Мадара все идет прахом Кажется Канан это уже поняла он кивнул на женщину нерешительно укачивающую врученного ей малыша это я вижу с нажимом произнес Пейн меня больше интересует зачем он здесь что ты творишь Мадара до меня дошли слухи что на кинаху напал девятихвостый учитывая твою историю не заподозрить тебя было бы верхом глупости вот только не ты ли говорил что мы пока не готовы к сбору хвостатых и разве мы не должны проводить запечатывание последовательно начинать сначала а не с конца не с конохи а сны почему из-за тебя наш план может пойти прахом так и не начавшись мои дела в конохе это только мои дела в конохе под маской обито болезненно морщается а ребенок нам пригодится ты уверен Пейн угрожающий притянул к себе ничуть не дрогнувшего Мадару тогда почему до меня дошел слух что девятихвостый запечатан в желудке шиннигами из-за тебя и твоей неудовлетворенной жажды мести вроде как тобой основанные деревни нашему плану пришел конец и как этот ребенок может нам пригодиться чакра лиса в нем едва ощущается он не джинчурики а лишь впитал в себя жалкие крохи той мощи что была необходима нам для возрождения десятихвостого осторожнее обито сверкнул активированным мангикю в прорези маски ты забываешься нагата считаешь себя непобедимым но я знаю как ты слаб на самом деле ты едва жив вряд ли такое существование можно назвать жизнью однако ты хорошо информирован действительно девятихвостый теперь вне зоны нашей досягаемости но это не конец плана ты узумаки а у вас свои особые отношения с шенигами однако даже если ничего не выйдет миров много границы между ними зыбкие мы получим чакру девятихвостого то есть накосячил ты разгребать мне пиин начинал терять терпение о том что я узумаки ты решил лишь по цвету волос не считаешь это глупым как бы там ни было секреты этого клана мне неведомы их селение выжина а то что осталось затерено в канухе куда нам хода нет нагата предупреждающий шикнула на него канан потише пожалуйста она кивнула на заворочившегося малыша и правда не буди последнего родича нагата передразнила женщину обито ты совершенно точно узумаки только у них можно встретить сочетание дьявольской живучести и объемов чакры проблему девятихвостого я беру на себя что до ребенка то пусть его родители испутали нам карты но сам он послужит нашему плану сына четвертого хакаги и последний дженчурики девятихвостого кушина узумаки по определению не мог уродиться слабаком возможно ты прав но сейчас ты бесполезный орущий младенец хочешь отомстить четвертому довольный того что ты украл его сына но бросить его нам мотивирует и тем что из него вырастет сильный шиноби который поможет нашему делу у тебя не выйдет вози с ним сам о великий мадару чхо посмотри на канан нагата обито торжествовал несмотря на последние неудачи план с бесцеремонным впихиванием в ее руки младенца прошел на ура она женщина ей нужно о ком-то заботиться судьба и так отняла у нее столь много и к примеру возможность быть счастливой с яхика неужели ты сейчас вырвешь у нее из рук этого кроху не думал что ты так жесток ах ты мерзкий поосторожнее со словами нагата торжествующее обернул плащ обито исчезая в темной воронке взбешенный пен и немного растерянный канан остались одни пока практически мертвую тишину башни не прорезал детский плач ты чаша тут же завозилась канан делая из бумаги забавных зверей однако младенца белочки и бабочки мало волновали нагата мне кажется и он голодный и надо распорядиться чтобы принесли молока канан гнев на мадару кажется превысил пределы возможного но виновника уже было не достать пен постарался успокоиться это ведь всего лишь ребенок куда важнее что теперь делать с девятихвостом и все же нарушал спокойствие и сейчас именно рущий младенец со странными шрамами напоминающими звериные усы мы вовсе не обязаны слушать этого сумасшедшего учха он от собственной дряхлости умом тронулся ребенка отдадим в семью здесь все под моим присмотром он послужит нашей цели укрепит ами но ты меня слышишь канан странно но сейчас при взгляде на увлеченную подруга в безэмоциональный голос пиэйна закралась обреченность как бы нам его назвать нагата с фамилией все ясно пусть будет узунки вас слишком мало осталось да и разбрелись все по свету никто и не удивится а вот имя какое бы придумать канан пиэйн был против у них и так была куча забот еще не все родичи и сторонники ханза были истреблены его власть над страной дождя пока нельзя было назвать абсолютной а их план по сотворению идеального мира грез без воин и катастроф был на грани срыва из-за его инициатора поведшего себя как какой-то разобиженный подросток что совершенно не вязалось с портретом легендарного мадары учха а еще подруга с подачи этого шаринганистого ублюдка возомнила себя мамочкой одному канаховскому отродию и все же давно он не видел столь живого блеска в янтарных глазах канан к тому же учитель джирайя был из канухи и четвертый хакаги тоже был его учеником а мать мальца узумуки он их последняя ниточка и частичка чакры девятихвостого лиса и у них явный недостаток кадров да как насчет наруто как герой той книги учителя канан улыбнулась пейн не поверил ренеганам мне нравится что ж наруто узумуки добро пожаловать домой здесь мрачновато но главное здесь ты нужен однажды ты станешь великим шиноби изменишь этот мир к лучшему надеюсь пробормотал пейн отстраненно думая о том где достать пеленки форменной расцветки акацуки девять лет назад а что такое деньги синеглазый блондин сидел на полу большого сейфа вертя в руках забавные фунтики универсальное средство обмена на них можно купить все что угодно дело лишь в количестве нехотя ответил кокозу выкладывающий вырученные средства из небольших чемоданчиков в руках у него также был красный блокнот в котором он делал пометки о внесенной сумме все все даже титул каги удивился малыш мм в некоторых случаях кокоза угрожающе развернулся и не слюняй в банкнуто сопляк пока она стоит дороже чем твоя жизнь это еще почему я ведь стану самым крутым шиноби в мире круче чем каги великих стран надул губы блондин сначала научись контролю чакры хмыкнул казначей о ковцуке ребенок лидера его раздражал вечно крутился где не просит неизвестно как проникал на собрание в хранилище видимо действительно имел талант и пришибить нельзя все же пейн сильный да и акацуки под его управлением позволяли аккумулировать неплохие суммы вырученный с подработок членов организации деньги а также налоги страны дождя он частично вкладывал в игру на бирже часть клал под процент а часть приходилось отстегивать на текущие расходы организации и оселении кокузу сан а если я сейчас пройдусь по стене хранилища ты разрешишь забрать мне эту денежку воспринял происходящее как вызов мелкий зачем тебе деньги если лидер сама не отпускает тебя за пределы башни а впрочем ты все равно не сможешь усмехнулся кокузу он был азартан и увидеть разочарование проигрыша в глазах сопляка для него будет весьма отрадно чего он не ожидал так это того что малец спокойно выполнит озвученное условие соскочив со стены радостно умчит сжимая в руках купюру в сторю к значению ничего не останется как пополнить графу расходов в своей книжечке восемь лет назад прятаться бесполезно наруто пиен был зол он не нянька тем более какому-то блондинистому сопляку однако приемыш канан куда-то запропастился несмотря на то что мозгами мальчишка явно не блистал смехнуть что к чему вами сумел например понял что дождь почти всегда идущий в стране дождя имеет неестественный характер да потребовалось всего лишь полторы тысячи поимок собиравшегося улизнуть из башни сопляка и вот настал тот день когда наруто решил сбежать в воскресенье в день когда нагата всегда прекращал дождь в память аихика придется на пару минут нарушить традицию нечего мальчишке бродить по деревне не излись нагата канан подлетела на крыльях и за ригами почти незаметно мы не можем держать наруто в заперти вечно отпусти его нагуляется и вернется к ужину чужак вызовет подозрение особенно если это ребенок в фирменном плаще нашей организации его нужно срочно найти нагата терял терпение и не понимал почему продолжает слушать канан хотя она единственная кого он еще хоть немного слушает наруто не так глуп как ты думаешь и хенги он освоил весьма четко как и теневого клона чего мы в его возрасте не умели мы в его возрасте уже выживали на улице а у этого есть все и пища и кров и техники для изучения какие захочет но он сбежал в город у него нет свободы нагата и тебе ли не знать как это важно наруто не достает общения со сверстниками он не подставит нас и не вызовет подозрений он оставил для тебя клона делающего уроки а сам перекрасил волосы в рыжий и стер отметины на щеках с плаща же убрал облака гражданский ребенок вызывает совсем не так много подозрений как ты думаешь мало ли у нас здесь бродит сирот признавать правоту подруги нагаты не хотелось абсолютно но крыть было нечем если он вляпается в неприятности я его вытаскивать не стану проворчал он стараясь не смотреть на победную улыбку канан ее отношение к мальчику задевало его конечно глупо было ревновать но именно это нагата и делал после всего что они пережили после смерти и хика даже вынужденная каждый день смотреть на его тело в качестве путидовой лидера акацуки канан все равно находила в себе силы улыбаться она стала почти прежней в то время как нагата оставался все таким же опустошенным изнутри он должен был быть рад за нее ему следовало быть благодарным народа за вновь зажегшийся свет в глазах подруги однако он не мог слишком был эгоистичен семь лет назад как и зусан а вы правда владеете всеми стихиями в хранилище акацуки протиснулась знакомая блондинистая макушка казначей едва удержал обреченный вздох снова этот мальчишка да владею буркнул он пересчитывая увесистую пачку наличных это занятие всегда приводило его мысли в порядок однако сегодня в интимную обстановку вмешался один надоедливый субъект узумаки обладал особой способностью достать любого не боясь абсолютно никого и отличаясь редкостным упрямством круто я тоже буду владеть всеми и почему же кокоза был совершенно не удивлен этот будет для начала освоил хотя бы одну стихию вместо этого слух проворчал казначей он еще не догадывался к чему ведет разговор Наруто но мечтал чтобы тот скорее свалил и оставил его наедине с хрустящей зеленью радующей глаза и душу так я и прошел тест как и Зусан у меня чакра ветра учить никому сами понимаете вот была бы вода так нет же с другой стороны хорошо что у меня редкая дляами стихия но мне нужен учитель хоть на пару занятий я вам заплачу как и Зусан у тебя не хватит денег пацан опишев от такого поворота событий отвлекся от счета казначей мое время стоит дорого очень дорого и так как я веду бюджет акацукиами то знаю что карман их тебе не дают а вот не все вы знаете как и Зусан только без обид но я сам заработал и скопил целых 10 тысяч рев нанимался в соседней деревне работал не покладая рук и ног но когда есть цель то я могу горы свернуть дать тебе я так что по рукам нет Узумаки протянул ему озвученную сумму нахмурившись как Узу проверил деньги на предмет разного рода дюцу превращающих фантики в деньги на короткий промежуток времени однако все было чисто 10 тысяч рев сумма не особо большая но для такого сопляка весьма солидная что же такого ты там делал пацан а лидер сама в курсе не то чтобы кокозу было не плевать скорее просто любопытно о моих заработках а морда у Наруто и вправду лисья хитрющая он думает что я зарабатываю себе на развлечения но пейны не представляют что хоть и нанимаюсь я на простую работу ранга с максимум но успеваю таких миссий завершить очень и очень много у меня превосходно получается множественное теневое клонирование техника с таким трудом выпрошенной у того странного типа в маске которая тут иногда появляется благодаря ей я успеваю в разы больше а отсутствую меньше хм хмыкнул кокозу вспоминая идиота в маске тыкве непонятно с чего такая щедрость по отношению к пацану хотя у зумаки то как раз у любого что хочет выпросят а прибить нельзя проще научить тем более что лишних денег не существует по определению а деловой подход всяко лучше простого выпрашивания и уж тем более у казначей не было никакого желания становиться объектом розыгрыша мелкого его тот пока не трогал и вряд ли потому что боялся наруто никого не боялся ладно мелкий на три урока хватит шесть лет назад ну же признавайся наруто только у тебя могло хватить дурости так опошлить мое искусство сасари был зол ему даже хотелось выпрыгнуть из своего панциря глупое иррациональное желание но от этого мальчишки у него волосы на голове шевелиться начинали а ведь как просто оказалось испортить его искусство на мастерской стояла защита такая что и сам пин насу не подточит однако жертвуя клонами пацан сумел пробраться в святая святых и подкинуть в его совершенный механизм кхм устройство издающие неприличные звуки не понимаю о чем вы, господин сасари выражение святой невинности пацану удавалось плохо я не знаю, кто это сделал дайте бы я но мне ваше искусство кажется крутым правда, я в нем особо не понимаю но вы явно крутой, сасари сан иначе б вас в Акацуке не было значит, и мой новый экспериментальный яд в какой-то суп превратил не ты? налезть скорпион не поддавался почему же в какой-то? оскорбился у Зумуки в рамен, конечно скричал пацан и, смехнув, что спалился попытался улизнуть, но сасари не был бы собой если бы не сумел поймать нагреца у тебя вышел смертоносный супчик, малыш и я обязательно тебе его скормил бы если бы ты за каким-то биджу не был нужен нашему лидеру однако я обещаю, что в моей коллекции найдутся составы которые не искалечат тебя, но сделают твою жизнь весьма неприятной например, порошок, вызывающий щекотку или же я понял-понял сасари сан, больше не буду, дать тебе я и в мастерской у вас приберусь и куклу починю нет, в мастерскую ты больше не зайдешь ужаснулся сасари а это мы еще посмотрим неожиданно расплылся в озорной улыбке мелкий гаденыш а в следующий момент сасари ощутил на своей марионетке действие собственного же состава видимо, Наруто хорошо порылся в его шкафах пять лет назад ух ты, а этот тип есть в книге смотрите, Кисами-сан тише, ты, сопляк, добычу спугнешь мечник тяжко вздохнул он не нянька, но лидеру сложно отказать воспитанник явно достал его у Наруто были неуемный характер и жажда действия Кисами это понять было сложновато, но его терпение было на исходе молчу-молчу но вы позволите сначала мне с ним сразиться? ну, пожалуйста, Кисами-сан я справлюсь, честно-честно а если нет, то сам будешь нашу низкую выручку объяснять проще было согласиться да, проще согласиться и все-таки с их работой пацан справлялся найти, победить Шинобе вдвое, а то и второй старший не вопрос это и сам Хашига Кимок, однако Узумаки отличался от него самого в его возрасте Наруто никогда специально не убивал и так дальше продолжаться не могло не то, чтобы Кисами было сложно добить добычу, но не в Акацуке а здесь не место соплякам, боящимся замарать руки потому он добавил, и убивай тогда тоже ты чтобы я сделал всю работу? пацан ожидаемо возмутился не всю, ты же не понесешь его в пункт приема а зачем нести, можно же запечатать я знаю, как, проворчал мелкий и ты все это время молчал желание убить стажера стало почти невыносимым четыре года назад ха-ха, да вы прямо как братья лидер сама никак не равнодушен к синеглазым блондинам нам тут и своего придорка мелкого хватает а вы еще одного привели заткнись, тебе Кисамец советовал чересчур бурно реагировавшему на пополнение Шинобе в маске тыкве ты и сам придурок тот еще невежливо то как обиделся тебе а ну, заткнулись все Пиин потерял терпение Дейдара теперь с нами Сасари, он будет работать с тобой тебе, ты с Кисами Наруто пока остается в башне это не честно, да Тибия? тут же возмутился последний ну вот, сменил одного дурочка на другого проворчал Хашигаки вы ничего не понимаете в искусстве бегло осмотрев коллег в ужасе заключил новенький однако, словив остановившийся на нем Ренеган замолчал он помнил, как проиграл этому Пиину я могу пока повозиться с пацаном такого замечания от Кокоза не ожидал никто напарники у него надолго в живых не задерживались наверное, поэтому Пиин, чуть замевшись, отказал три года назад ты и правда бессмертный? недоверчиво нахмурился Наруто осматривая новенького правда, Пидюк мелкий странный мужик с малиновыми глазами и фиолетовыми волосами не любил отвечать на вопросы он вообще трепаться не любил, если, конечно, дело не касалось его любимой религии свое членство в Акацуке он воспринимал, как возможность принести, как можно больше жертв Джошину полагаясь не только на собственную мощь и благословение Джошина, но и на не слабых товарищей по организации убить его не могли убить его не могли, а вот запереть вполне членство в Акацуке же давала некоторая гарантия пусть в напарнике ему и достался жутко приземленный тип, признающий лишь худший и презреннейший из материальных благ деньги воу, а вы не могли бы повторить, я записываю отрекомендовавшийся как у Зумуки Наруто пацану правду достал блокнот с минуты Хидден молчал, а затем его понесло слушай сюда, еретик Анны, вы в Акацуке такие же, как и все остальные безбожники я с вами только потому, что мне, БЛТ мягкий знак, сейчас так сподручней служить Джошину сами вы боитесь боли, щки, думаете, что познали ее, но не хиподобного вы понятия не имеете о подлинном страдании придет час и Джошин сама покарает вас всех а он лично покарает или через вас и вообще, Хидден Сан, давно хотел спросить, а коса у вас откуда? вы ее сами где-то купили или Джошин сама подогнал мистическим образом? или это униформа жрица вместе с медальоном? и много вас таких а сколько? и как вы с ним общаетесь и узнаете, кого надо покарать? это как голос в голове пришить или круче накрывает сведениями? а сами вы зачем страдаете? вы ж все правильно делаете или вы мазохист, дядя, да? а Джошин сама и Шиннигами это один и тот же бог а вы можете поговорить с ним, чтобы он отпустил Девятихвостого а то он пейну сами нужен, чтобы Акацуки принесли мир во всем мире ой, или вы не знали об истинной цели организации? о, и вам не холодно вот так без рубашки? ты че пиздишь, мелкий? да, я тебя еще уйбу сперва догони, фанатик грибаный фыркнул Наруто и испарил клона вот еще нашли дурака к конченному психу самому соваться два года десять месяцев назад это хина-то она будет жить с нами, мам от услышанного Канан едва не дроболызнулась прямо о жесткий бетон и пол ну, а не фиг по лестницам в башне летать? а то услышишь тут всякое Наруто привел домой девушку в тринадцать, чтоб его бате клятому Хакаги икалась, лет в том, что воспитанник шустрый, Канан не сомневалась ну, что настолько девушка была симпатичной однако темные очки на ее лице, наводили на определенные мысли либо слепая, либо сдадются а раз так, то в любом случае ненормальная нормальную бы Наруто сюда не привел, обреченный думал о Канан между тем ситуация осложнилась появлением Нагата то есть появилась, конечно, одно из тел но Канан поспешила отвлечь его на себя тот, от чего ты не жаловал, Наруто это еще кто? Пиен кивнул на стоявшую позади Узумаки девушку что за чужачку ты к нам привел? и вообще я ведь не разрешал тебе покидать окрестностями а тебя не было месяц у тебя нет напарника, Наруто и ты знаешь наши правила один ты не можешь, я не был один, лидер сама я как раз нашел себе напарницу это Хинута Хьюго и она хочет вступить в Акацуки нагло прервал тираду Наруто Канан тихонько окнула однако Нагата же очевидно больше заинтересовала фамилией девушки Хьюго Пиен подался вперед, обходя Канан докажи господин Пиен, Хинута чуть присела а после сняла очки, явив им свои жуткие лишенные зрачков блёкла голубые глаза я из главной семьи, на мне нет метки, не волнуйтесь в детстве меня украло облако, а несколько лет назад я сбежала оттуда и всё это время скиталась по миру пока на меня не напали Наруто Кун не спас меня в благодарность я буду верно служить вам, мне никуда больше идти я вас не подведу может, я и не успела стать Чунином, но я многое умею и я быстро учусь это правда, лидер, мама Хинута классная она легко может подлатать, а в разведке вообще неоценимо её глаза это так круто я выбрал себе напарницу а то что же, получается, к кузу можно себе напарников притаскивать, а мне нет? тем более, она всё равно здесь и будет полезна, дайте бы я а если нет, то я тоже уйду из Акацуки, вот так решительно топнул ногой Узумуки что ты такое говоришь, Наруто? ухнула Канан из Акацуки не уходит, холодно процедил Пейн да, у нас тут только помирают, знаю всех пускать, никого не выпускать, дурацкое правило да, я пошутил, лидер что я отступник, что ли я в отличие от всех остальных деревню свою не предавал ами моя родина, а вы меня вырастили, дефис, я это не забуду но и Хинату вы примите, иначе я обещаю устроить всем веселую жизнь, понятно? два года четыре месяца назад, смотри, а вот это своё творение я назвал Росапь звёзд и Дейдара, красуясь, запустился скал и горсть чего-то белого сначала ничего не происходило, а затем облако белой пыли потрясла серия маленьких вспышек и правда красиво, Дейдар Кун, восхищенно кивнула, наблюдавшая за этим Хината а ты можешь сделать их разноцветными мм я как-то не пробовал, но то же самое и главное сам взрыв, его сила, его разрушительная мощь хотя над цветом тоже можно поработать всё же искусство, мм да ну фигня это твоё искусство, рядом появился Наруто совместные миссии у Акацуки бывали редко до той поры, пока лидер не чокнулся и не набрал молодника а там уж как бы Сасаря не брызгал ядом, а нянчиться с ними приходилось ему не пудрый Хината Чан голову ты сам даже не дерёшься, где в этом доблесть? где отвага, где честь? это ты долбанулся, приятель? не мешай свою парашу с искусством хоть вы, господин Сасаря, скажите ему, что искусство всё, а ваши драки это примитивно без обид, Хината Чан, твои отойдут свои движения великолепны ну зашибись, так ты что всё-таки по девочкам? да ну блин, не мужик ты, Дейдара я сам видел, как ты тушью ресницы подкручивал замолчи, узумаки, у нас здесь есть дело лидер ждёт от нас результата а я не собираюсь проваливать задание из-за кучки неорганизованных детишек полтора года назад твои глаза видят смерть, девочка? нет? а вот мои видят, блять так, что не оху тут спорить со мной, как готовить мясо я вижу весь путь этой коровы с того момента, как мясник убил её одним ударом по голове я сказал вымачивать час в соевом соусе значит, вымачивай, потому как этой телке было столько же лет, сколько и твоей мамаши, епта завались, Хидден а то я отсеку твою голову и кину её в выгребную яму наруто нарисовался на кухне, как всегда неожиданно красная, как ракхина-то, не привыкла ещё к манере разговаривать жреца благодарно ему улыбнулась это скорее я наконец принесу тебя в жертву, мелкий пэ, дю джошину ты придёшься по вкусу, и вот твой рот весьма прогневил это ж надо было быть таким нах еретиками, что научиться использовать бога смерти в своих целях правильно вас всех, сук, повырезали ай, Бел каким бы бессмертным Хидден ни был, а временный паралич и на него действовал молодец, Хинато так, что давай жарь, мясцо я такой голодный, ух, целого быка сожрать могу конечно, наруто-кун, аккуратно отпинав Хиддена ногами от плиты Хьюга засвистела какой-то незамысловатый мотивчик год назад, как как вы называетесь Хинато ошалел и переводила взгляд приведшего её в этот подвал у Зумуки на группу таких же, как они подростков, у которых на лбах или на других частях тела красовались протекторы Амикагури дало тиранию рыжего чего непонятного-то, дайте бы я почесал в затылке наруто это он придумал название хмыкнула на этот счёт худая девица не такое красивое, как Акацуки, но ведь главная суть старшее поколение боится, они жили в нескончаемых войнах, но нему мы даже не знаем, почему и из-за чего у нас забрали свободу почему у нас забрали солнце не знаю, как все остальные, но меня достал дождь стройный хор согласных с ней голосов заставил Хинато вздрогнуть почему ты только сейчас меня привёл? она тихонечко сжала руку у Зумуки мы и так еле существуем, Хинато нас мало, мы несём потери Пейн буквально едва ли не всевидящий находить лазейки с каждым разом всё трудней я не мог рисковать своими друзьями теми, кого с таким трудом собрал, кому верю значит, ты им не веришь? ну, конечно, дайте бы я и нам очень пригодится твой Бьякуган чтобы находить слепые места Пейна одиннадцать месяцев назад Наруто, мне самому это не нравится Хинато, но она нас узнала понимаешь? мы не можем отпустить её и вообще разве ты не хочешь узнать о своей семье? Хьюго хотела пополнить аптечку на том клятым острове росли нужные ей травы они с Наруто были одни происходящее без гнёта задания от Акацуки без охоты можно было называть почти отдыхом романтической прогулкой тем более Наруто Кун был таким добрым с ней однако они не ожидали что в это же самое время кто-то посетит остров с той же целью всё бы ничего и юные Акацуки могли бы просто спрятаться переждав пока та женщина уйдёт однако она забрала последний лунный мох то, что началось, как банальная кража закончилось нешуточным боем им попалась необычная травница или лекарь а не ндзя медик доставая из шипящего, словно дикий кот Наруто отравленные иглы Хьюга думала о том, что техники этой женщины были вовсе неплохи сражаясь они один на один однако их было двое вскоре темноволосая ниндзя медик оказалась связана а её ручная свинка настойчиво пыталась жевать их ботинки грозно Хьюга это было бы смешное, если бы не было грустно всё-таки нечасто увидишь подобную предомность не трогайте, тон-тона тут же взвелась темноволосая едва Хьюга привела её в чувство и не собирались, больно он в мелкие мяса почти нет кости огни сглотнула слюнки вечно голодной узумаки но к тому, что её парень вечно голоден Хьюга привыкла всё-таки неуёмная энергия в нём должна была откуда-то браться сейчас же отпустите меня вы двое, мы же все из конохи любопытно, а из чего вы это взяли? Наруто присел на корточке перед женщиной у нас на лбу не написано протекторов мы не носим как впрочем и плащей Акацуки на вылазке, не связанной с деятельностью организации они с узумаки отправлялись в гражданском твоя подруга Хью у тебя нет печати пораженно охнула темноволосая ты та самая малышка, которую похитила облако это было давно, теперь я сама по себе передёрнула плечами Хинута лёгкость с которой её узнали вызвала странное чувство которое она не могла однозначно трактовать но в нём, определённо, присутствовал след надежды глава 12 злодейские хроники минус 3 Наруто ворочался хотя обычно спал он крепко ещё не до конца атрофированная совесть существование которой он тщательно скрывал от других Акацуки дабы не просмеяли милости вошла на сделку и не мучила по ночам обычно нет бывали исключения, вспоминать о которых не хотелось к примеру, та девица из облака Джин Чаурики двухвостой она была куда адекватнее того, первого конченого психа как обозвал этого паренька Наруто им схиматы столь важных заданий как поимку Джин Чаурики пока не доверяли обидно, дать тебе я но этот франт и грёбанный позёр Дейдара вернулся потрёпанным и лишённым привычного лоска прическа растрепалась, мухаха, но чрезвычайно гордым собой ещё бы! приставленный к нему Сасари и пальцем не шевельнул а ведь Джин Чаурики Песка был не слабым психом, конечно, полным, но он ведь очнулся перед самым запечатыванием накосячил этот лошара Дейдара всё ж таки и устроил своим пленителям весёлые пять минут Сасари, конечно, его в итоге скрутил а сам Наруто был вне зоны досягаемости взбешённого однохвоства и его Джин Чаурики однако столько бессильной злобы, безумия и ненависти ко всему живому он не видел нигде жутко стал так, как никогда в жизни тогда он подумал, что если все Джин Чаурики такие то лучше их всех реально упокоить а злобных биджул, что сделали это с ними запечатать в статуи другое дело, что надо как-то умудриться стебрить статую а то зная пиуны и его идеи фикс доброждать не стоит в любом случае проблему Узумаки предпочитал решать по мере их наступления второе запечатывание постарались Хидыны и Кокозу показало, что не все Джин Чаурики одинаково безумны а тут ещё и Химатун на откровение потянуло так Наруто узнал, что и биджул, и Джин Чаурики могут сохранить разум по крайней мере, два им это удалось не любивший копаться в книжонках Узумаки всё же выяснил что таковых в истории было куда больше например, какая-то его дальняя родственница Мита Джин Чаурики Девятихвостова до глубокой старости дожела ведь с той поры желание Наруто см себя и поймать Джин Чаурики поубавилось проблемы подступили к самому порогу он уже не сомневался, что при поимке Восьмихвостого Химата сорвётся а это было бы весьма не кстати, мягко говоря другой вопрос, что делать? Наруто, возможно, в поединке один на один мог урыть Дейдару возможно, вместе с Химатой одолеть Кокозу как-то справиться с Сасаринукисами да даже этот придурок обито дурак дураком, а способности такие, что хрен достанешь да и Шарингон в прорези маски не заметить трудно а Пейн? а Канан? при мысли о матери Наруто сжал кулаки он знал, что та приёмная от него никогда не скрывали, что взяли на воспитание только потому что он последний или предпоследний потомок некогда очень крутого и до хрена великого клана Узумуки да и то бракованный волосы то не красные да, уж об этом то его любезно просветил Кокозу умеющий определять клановую принадлежность Шинаби едва ли не с одного взгляда Наруто выдавал его больший запас чакры высокая сопротивляемость смерти однако реальную цену за его голову на чёрном рынке казначей отказался озвучить это навевало на определённые подозрения коих у Узумуки был уже вагон и большая такая тележка однако он отвёкся от главного приёмная или нет но Канан была ему матерью однако она была предана Пейну а значит могла встать у него на пути больше всего на свете Наруто хотел этого избежать сегодня утром он собирался попытаться закинуть небольшую, но ниточку для этого и будь что будет Канан, как и Пейн не участвовал в оперативной деятельности о Кацуке она играла роль живого символа для всего населениями пока Пейн управлял всем ангел так её называли действительно образ красивой женщины с мягкими чертами лица и с бумажными крыльями производил впечатление однако Наруто знал другую его сторону для предателей Канан становилась ангелом смерти и сказать по правде одним из немногих повторяющихся кошмаров Наруто является именно лицо матери незнакомое, чужое, словно застывшее от внутреннего холода ожесточенное ему было девять он сбежал в деревню прикрывшись Хинге смешался с толпой и стал невольным свидетелем казни сначала Канан облепила бедолагу бумажками а затем испламенила их ещё она практиковала удушение ребята, которых он собрал в сопротивлении ненавидели его мать и они имели на это право кто такой Наруто они не знали потому как в его ситуации нельзя было показывать своего истинного лица никому сколько бы Пейн и Канан не повторяли о том, что действуют так ради общего блага но сам Наруто так не считал мама рассказывала ему о том, как раньше Ами постоянно страдала от конфликтов в великих стран и о том, что теперь, благодаря Акацуке они не беззащитны она никогда особо не распространялась о Пейне стараясь обходить его таинственную множественную личность стороной однако Наруто кое-что нарыл очень дефис очень важное точнее, постарались ребята из его организации один из них привел его к своей бабушке которую все считали сумасшедшей однако внучек в шутку процитировал ее бредня а Наруто они заинтересовали еще бы та заявляла, что помнила их ангел голодной девчонкой которая воровала у нее хлеб на рынке вместе с двумя парнишками у одного из которых были странные фиолетовые глаза конечно, старуха могла ошибаться узнать Канан девчонкой можно было лишь по бумажной розе однако парень со странными глазами свидетельствовал о том, что бабушка то оказывается в своем уме ведь Пейн особо не показывался мягко скажем, увидеть странные глаза той было нигде у Зумаки как следует расспросил ту бабушку и поверил ей вот только выходило, что кормившиеся на рынке маленькие воришки имели дивно странные описаний фиолетовые глаза приписывались мальчику с красными волосами а рыжий, главный у них, был с нормальными карими Наруто понимал, что совершенно запутался однако и пойти за объяснениями Канан не мог вместо этого он направил деятельность своей организации на сбор информации о трех сиротах что промышляли воровством сиротами и окрестностях в те годы было не честь но только не со столь необычными внешними данными красные волосы сами по себе встречаются крайне редко и свидетельствуют о крови клана Узумаки нашлись те, кто вспомнили описанную Наруто тройцу более того нашлись и те, кто рассказали ему об их судьбе сироты недолго промышляли воровством к слову, весьма удачным сказывались, очевидно, врожденные способности на несколько лет дети пропали, а когда вернулись то предстали обученными шиноби, собравшими недовольных правлением Ханза Саламандры вокруг себя тогда-то Наруто услышал о Кацуке, но не в контексте организации супернукининов их лидером был рыжий яхик с совершенно обычными глазами а вот самым сильным у них был красноволосый пацан с фиолетовыми глазами описанные способности говорили прямо, что этот тип и был Пейном но цвет волос, мягко говоря, не вязался да и вопрос, что же случилось с Яхико волновал Наруто может, тот пересадил себя глаза друга, когда тот умер но как же тогда он может находиться в нескольких телах одновременно? что это такие за способности? что Пейн это один суперчеловек он понял давно по Гавархам Канан но вот механизм действия этой техники был совершенно непонятен ровно до того момента, как он не обнаружил скрытый приказ доставлять все рыжие трупы в морозилку башни отличал Пейонов не только рыжий цвет волос, но и пирсинг попросив Хинату просветить башню, они обнаружили хранилище материала для пирсинга отколупнув немного от странной металлической хреновины он отдал ее на анализ своему человеку работавшему в госпитале и имевшему доступ к лаборатории ее схватили в этот же день как подозревал Узумаки, сделал это лично Пейн, точнее одну из его тел потому что узнал он об этом за ужином они сидели вместе с Канан и Хинатой две самые важные его женщины спорили о способе готовки когда заявился мрачный главный Пейн и увел с собой Канан Хинате удалось по губам прочитать их разговор дело принимало плохой оборот, пытками Пейну удалось вытянуть из Ленина все, что он мог вытянуть Наруто никогда не предоставлял всем всю информацию собирались вместе они всегда в разных точках и ограниченном кругом лиц, на которых он сумел поставить особую печать как он ее достал отдельная песня поговаривали, что это чуть ли не наследие Ханза по факту уже происхождение печати Милы Конахской была передана Ханза неким Данза однако данная печать не давала раскрыть некоторые тайны даже под пытками защищала она от ментального воздействия страшно, но защищала, убивая носителя раньше поэтому Наруто поставил таких печатей лишь восемь для всех остальных он являлся под Хинги более того, Хинато долго смеялась, углядев впервые образ главного врага амисексапильной рыженькой особо с огромными глазами да, так, его организация понесла очередную потерю Пейн начал подозревать кого-то из своего окружения а Наруто узнал, что тот материал является чем-то вроде передатчика Хинато, чьи умственные способности были на порядок лучше его собственных это не слова Наруто, так сказал Кокозу а Узумаки всегда считал его самым хитрым и мудрым среди Акацуки предположил, что именно поэтому Пейн выбрал в качестве штаба самую высокую башню с нее лучше проходит сигнал на технологии в некогда отсталом скрытом дожде сделали особенную ставку потому аналогию Наруто понял легко другое дело, что это означало, что главный Пейн всегда должен находиться в башне однако этого не происходило означало ли это, что главный Пейн не такой уж и главный? и, правда ли, Яхика пересадил себе глаза друга или же это тот неизвестный Узумаки использовал тело Яхика? и тогда, получается, что среди шести тел Пейна нет настоящего это открытие взбудорожило Наруто понять бы еще, что с той информацией делать Пейн обитали на верхних этажах башни, куда имела доступ лишь Канан Наруто не был там ни разу Несмотря на все свои ухищрения, проникнуть туда он не смог ни разу именно поэтому он, не думая, привел с собой Химоту у тот был Бьякуган, который видит через стены каково же было его разочарование, когда Узумаки узал что происходящее на самом верху башни сокрытое от ее глаз Защита, возведенная Пейном, впечатляла Означило ли это то, что его настоящее тело слабо? Иначе к чему все это? Наруто прикрыл глаза Время для решительных действий поджимало Пейн его не любил Скорее всего, считал угрозой верности ему Канан И был прав Узумаки имел на мать влияние Большую часть информации он получал из разговоров с ней И Пейн не трогал его сам и не давал в обиду другим Акацуки лишь из-за отношения к нему Канан Однако совсем скоро он догадается, откуда идет утечка Наруто сомневался, что может пострадать мать Она единственная, кого к себе подпускал Пейна судя По проведенному расследованию, последний близкий для него человек Но сам Наруто рискует погибнуть и утянуть за собой Химоту и свое дело Если же Пейн не догадается, то Узумаки подведет Химота, явно настроенный против поимки Восьмихвостого Но они не могут просто выйти Бездобываемой здесь информацией им в городе, контролируемым Пейном, не выжить Пойдет прахом все, чего Узумаки успел добиться Единственный выход нанести удар первыми Пока от них этого не ожидают Убить Пейна тем самым освободить город, всего делов-то Наруто нервно сжал кулаки Нет, он не должен сейчас говорить с матерью Та поймет его намерение и попытается остановить Однако Канан постарается сделать это в любом случае Значит, он должен ее обезвредить Узумаки вздохнул Химота, наверняка, сейчас на кухне готовит завтрак И вместе с ней сейчас там только Хидан Его подруга знает, что с ним делать Раз она его уже вырубала Вырубит и еще и закат суки в башне Сейчас только он да Кокозу Остальные команды на миссиях К значению станет ему мешать Это Наруто знал четко Когда запахнет жареным Тот прихватит из хранилища денег Столько, сколько сможет унести напарника Которого Хинота сама ему выдаст Кокозу не станет сражаться за Пейна Он сам учил Узумаки Как никто знает на что тот способен К значению станет рисковать Зная, что верность от него и не ждут Если победит Пейн, он вернется Если Наруто, то у Кокоза уже есть напарник Который готов делать грязную работу По поиску и убийству Шиноби За голову которых хорошо платит Притом самому Хидану платить не нужно совершенно Из расходов на сумасшедшего жреца Только стальные нити да не самые изысканные пищи К чему Кокозу остальные Акацуки Которые стали требовать все больших вложений Из-за необходимости наращивания военной мощи Таким образом, Наруто в его планах Не должен был помешать никто Кроме самого главного вопроса Как попасть в закрытую часть башни Была мысль договориться с придурком Дейдара И взорвать ее ко всем бичу Однако, это было бы слишком громко Судя по всему, у Наруто не было другого выхода Кроме как использовать против Пиюна Его единственную слабость Мама Окликнул он удачно подвернувшуюся В коридоре Канан Прости, прошептал он Уже бережно передавая Осевшую женщину Клону Ты даже не успела ничего понять Не ожидая нападения от сына В эту минуту Узумаки ненавидел себя Однако он должен был убить Пиюна И стать Амикаги А как сделать это иначе, чем Прикрываясь живым щитом в виде Канан Он так и не придумал Глава 13 Злодейские хроники Финал Хлевы пилилась Девка Отлекся от своей глазуньи Хидден И зря жрец Джошина любил яйца всмятку О чем его всегда пишел потрунить Наруто Однако момент был упущен Желток успел свернуться Бел мягкий знак Не замедлил поделиться Хидден Все из-за тебя белоглазая Ска И тебе доброе утро, Хидден Хидден Хина-то уже привыкла к манерам жреца Это она в далеком детстве в квартале Хьюг ни одного дурного слова не слышала А вот в облаке А затем, скитаясь по городам и селам, много чего наслушалась люди-то все разные, как и уровень культуры Правда, жрец Джошин их всех перещеголял У Хиддена нельзя было сыскать ни единой фразы без крепкого словца Сначала она даже слегка разовела от этого слова блуда, затем перестала Привыкла Между тем, ругающая ее на чем свет стоит Жрец выкинул неудачную яичницу и, злобно на нее косясь, начал жарить новую Пожав плечами, Хина-то пристроилась на соседнюю варочную панель, едва ли не касаясь плечом натужно сопящего мужика К слову, был Хидден в привычном облачении то он есть полуголым, а коса стоял у порога кухни С учетом того, что нынче Кокоза урезал штабу бюджет на продукты, то особого выбора для готовки у Хина-то не было Наруто снова будет ворчать, но что делать Хьюго спустила рис, и с боем отжала у Хида на парочку яиц ее благоверному тоже нужен белок А на мясо они в этом месяце не заработали, как проинформировал их Кокоза С этой охотой за дженчурики не осталось времени на обычные заказы, точнее его стало меньше, следовательно, хрен вам не мясо А рыба дважды в неделю Хина-то вздохнула Готовить она любила, куда больше, чем охотиться за Шиноби, за которых назначена награда, но что поделать, кушать что-то надо было Она бы, может, и могла зарабатывать иначе, той же целительницей, но вот Наруто он ведь не владел никаким иным мастерством, кроме как Шиноби А представить своего парня в роли батрака она не могла Да и не желала ему такой судьбы и насмотрелась уже за годы скитаний на этих горемык Единственный выход революции вами и смерть Пейна В противном случае их найдут и продадут на черном рынке А так, если у них получится нет, Хина-то тряхнула головой У них обязательно все получится Ведь Наруто Узума кислов на ветер не бросает Потому скоро их жизнь изменится И как бы ей самой эгоистично не хотелось сбежать далеко-далеко и жить спокойной и мирной жизнью Наруто никогда не бросит то, что начал Он не успокоится, пока не приведет страну дождя в относительный порядок И за это его Хина-то бесконечно уважала И жалела, а как не жалеть дурака, что в последнюю очередь думает, что себе вздохнув Хина-то сняла с плита кастрюли со сваренными вкрутую яйцами Однако Наруто их сегодня вряд ли попробует Ведь на груди неприятно нагрелась особая печать, выполненная в виде татуировки Такая же была и Узума ки, она связывала их Нагревание и жжение означало, что пора начать превращать их план в жизнь Нисколько не колеблюсь, Хина-то вырубил неожидавшего нападения Хидина Теперь нужно доставить тушку к кузу в качестве отступных Ведь сколько бы тот ни ворчал, но из всех его напарников Хидин приносил больший доход После ее задачи было проследить, чтобы в их с Пейном разборке не вмешался никто посторонний Хьюго не была уверена, что справится со своей задачей и не полезет за Наруто Сколько бы тот ни вдолбливал ей, что в битве с Пейном, она будет только мешать Сердце у Хина-то было не на месте Пейн был дьявольский селен, все это знали Даже у остальных Акацуки вряд ли бы хватило смелости и глупости противостоять ему Но Наруто был не такой, как все остальные Акацуки И все же смотря правде в глаза, он был слабее многих из них Наруто хорошо использовал и комбинировал чужие техники Ошеломлял использованием всех стихий, но это были не техники высшего ранга Ему не доставало изюминки чего-то своего Вот только, чтобы создать свою технику требовалось больше опыта или даже скорее времени, которого у них не было Сама же Хина-то была скорее медиком, чем бойцом Ее атаки работали в ближнем бою, но никак не в дальнем Она более-менее владела лишь двумя стихиями грозы спасибо облаку И воды спасибо Аме, где всегда дождь Против Пейна она бесполезна, но и послушаться Оставив Наруто одного нет, не для такого она встретила его, чтобы отпустить Все-таки у них с Наруто был один козырь, о котором не знал Пейн Смекнув, что Акацуки охотятся за биджу необыкак, а в порядке возрастания, они решились попробовать притормозить их, добравшись трехвостого раньше Уж верно, говорят, что дуракам и новичкам везет Они с Наруто явно принадлежали к обоим категориям, раз решились провернуть такую под носом у Акацуки Удача явно повернулась к ним лицом, потому что, попав на место, о котором прошла информация как о предполагаемом местоположении Хвастатого, они обнаружили схлестнувшихся с Шиноби и с Канохи-Таби-Кисами Не став дожидаться окончания боя, они с Наруто под шумок предложили трехвостому политическое убежище Несмотря на всю свою абсурдность и откровенную бредовость, идея поговорить с биджу принадлежала ей, не Наруто, который, куда больше был склонен к подобного рода авантюрам Объяснялось это, прежде всего тем, что Хинато видела, как общались со своими биджу Югита и Бисан, правда, она знала, что так было далеко не всегда Бисан рассказывал, чего ему стоило добиться взаимопонимания с Восьмихвостом Однако, несмотря на это, Хинато, подбодривая возлюбленного, умолчала об этих тонкостях отношениях с хвастатыми зверями, нечего ему было это знать И она вела в него, у ее Наруто-Кона был редкий дар убеждений, даже некоторые Акацуки велись Потому Хьюга решила рискнуть, в крайнем случае они унесли бы ноги, наверное, в любом случае, сил самим совладать с биджу у них бы не хватило Все же Кисами и Таби в этом половче Даром, что ли Кисами и его сами ходу называют джинчурики без хвоста Биджу был напуган Это они поняли безошибочно Гигантская черепаха тщетно билась в неизвестно кем из сражающихся накинутых путах Воды вокруг были вздыблены, потребовалось немало сноровки и чакры, чтобы подобраться ближе Затем Наруто рассудил, что даже, если у них ничего не выйдет, то не следует облегчать охотникам за биджу Их задачу они освободили хвастатого зверя, однако черепаха, вопреки ожиданиям, не умчалась на дно озера И тогда Наруто решился поговорить, а биджу послушать Пока Киноха и Акацуки самозабвенно мутузили друг друга видимо, лист отрядил Шинобини и Слабаков, раз те до сих пор держались против комбинации Шарингон-Самихода Они с Наруто-Коном совершили большую-большую глупость или же, наоборот, этого хинато не знало до сих пор Изначально они планировали запечатать черепаху в свиток и схоронить потом тот где-нибудь подальше от Аме Желательно в безлюдной пустыне Только вот на применение найдено ими запечатывающие техники требовалось времени явно больше, чем Канохи и Акацуки Чтобы повыбивать друг из друга нет, не дурь, ибо это что-то за гранью фантастики, а кишки Да кишки, тут куда более подходящее слово «выход» неожиданно предложил сам Трехвостый такой, о котором они направляясь на озеро и помыслить не могли Наруто-Кун, конечно, не позволил им сам стал Джин Чурики Это был выход Единственный из тех, где Акацуки существенно притормаживали свои планы, а им не приходилось объединяться с подозрительными типами из Канохи Наруто сразу заявил, что ему не нравится бледная скользкая рожа одного и мерзкие техники другого К тому же это были отабекисами Эти двое вызывали у них, пожалуй, наименьшее отторжение Другое дело, что маскировать Чакру Биджу, постоянно находясь среди охотящихся за ними Акацуки, что-то из разряда жутко ироничной фантастики Однако с Трехвостым Наруто должен был стать сильнее В теории Проверить на практике они боялись Все-таки подобные всплески Чакры мог кто угодно почувствовать, не только Акацуки Зато по словам Узумаки, Трехвостый оказался не таким плохим соседом Они много общались Порой Хинато даже начинал ревновать своего парня к Биджу Зато и Собу назвал им свое имя А это, по словам Би Сана, о многом говорило По крайней мере, Хинато ничего не оставалось Кроме как верить в их успех и потихоньку волочить за собой тушку Хидона Наверняка, безмолвно матерящего ее На чем свет стоит мстительность не была присуща ее натуре Но, при виде того, как голова Хидона считает собой многочисленные ступеньки Главной башнями, на душе у Хьюга становилось теплее Наруто и его клон, несущий Канан, медленно двигались к запретной двери Точка невозврата уже была пройдена Трехвостый внутреннего не то, что бы хотел Боя Вовсе нет особо вообще не производил впечатлений конфликтной сущности И на том озере ему было вполне-таки комфортно Но раз надо, то хвостатый зверь его поддерживал, сообщив о своей готовности Узумаки надеялся, что этого не понадобится Что до применения им чакры трехвостого не дойдет Чувствуя, как судорожно твердеет кулак, он постучал Вскоре перед ним возник тот из путей Пейна Что был способен поглощать все энергетические атаки Но притом был уязвим для Тадзюцу Наруто успел изучить способности каждого из шестерки живых мертвецов По крайней мере, он так считал На деле же могло статься, что у Пейна припасено куда больше козырных карт Чем он сможет побить? Впрочем, сейчас драться Наруто не планировал Я пришел поговорить с главным И не с телом Яхика, а с тем, кто вами управляет Типом с красными волосами Есть такой? Или Наруто кивнул на клона, удерживающего Канан Я не хочу этого делать, но иного выхода нет Я убью ее, если мы не поговорим Или тебе плевать и на Канан? Ужасные слова слетали из губ неожиданно легко В какой-то момент Узумаки сам от себя ужаснулся Однако тут же мысленно дернулся Он не собирался убивать Канан Даже если этот трусливый ублюдок откажет во встрече Он просто вынесет дверь вместе со стоявшим в ней рыжим трупом Делов-то Однако пока подобных подвигов от Узумаки не требовалось Уж то ли лидер Акацуки решил, что Наруто кончен и неблагодарный отморозок То ли посчитал, что с него не убудет Если слабак и предатель Наруто перед смертью увидит его истинное лицо А может и все вместе В любом случае, со страшным пыхтением дежурный Пейн его пропустил Пройдя по длинной, крутой лестнице на самую верхушку башни Наруто оказался в утопавшей в полумраке комнате С одним-единственным узким окном, располагавшимся довольно высоко Все это наводило на мысль о том, что естественный свет причинял настоящему телу Пейна явный дискомфорт Это лишь то, что это был склеп По крайней мере, запах был схож Затухлость и сырость все это довольно привычно для Ами с вечными, зачарованными дождями Но здесь в эпицентре циклона, это ощущалось особенно четко Более того, также среди запахов выделялось гниение Однажды в комнате Наруто где-то под полом сдохла крыса Так вот она, разлагаясь воняла примерно так же пришлось разобрать все дощечки, чтобы найти источник Тогда у него еще не было химата с ее глазами, чтобы обнаружить крысиный труп Сейчас подобной проблемы перед ним не стояло Однако, почуяв такой знакомый запах, только войдя, Наруто решил, что либо у Пейна здесь сдохло целое семейство крыс И у него атрофировался нюх, раз он решил оставить все как есть Либо тугнил сам пейнтопсих, дать тебе я В ужасе показал на него пальцем мзумуки Хороших манер канан ему так и не удалось ему привить Да и откуда они у нее самой? У сирота без призорницы, впрочем, сейчас не время было думать над загадочным происхождением у канан воспитанности В самом дальнем углу комнаты стояло нечто напоминающее бочку В которой плавал некто с бледной и бледной кожей, такой что у них мертвецов порозовее бывает В спину у него были воткнуты длинные штыри из особого чакропроводящего материала А глаза такие были у всех пейнов Он не ошибся, как и с цветом волос Ну, здравствуй, последний родственничек выглядящий даже хуже, чем его утыканные штырями Акиперсинген рыжей труппы Те, по крайней мере, не напоминали обтянутые кожи скелета да и не воняли так Неужели этот заживо гниет? Пожалуй, это объясняло бы напрямие запаха лечебных трав, которыми, очевидно, была наполнена бочка Интересно, а сам пейн может передвигаться Или же он так и гниет всю жизнь в этой бочке? Наруто передернуло Как смеешь ты так говорить обо мне, если сам угрожаешь той, что любит тебя? Мда А голос у психа в бочке был низким и слабым, но все же был Мысленно Узумаки продолжал просчитывать проводивший его рыжий труп стоял рядом Остальных пока не наблюдалось, так что можно было пытаться атаковать когда если не сейчас, пока остальных нет Что-то ему подсказывало, что полутруп в бочке не боец Вот только желание наконец получить ответы на интересующие его вопросы было сильнее, как и одуряющая потребность высказаться, что зрело годами Перед ним наконец был источник всех нет ни зол, скорее уж злоключениями и его личных Быстрая смерть для такого, как он слишком милосердно Это ты вынудил меня Того, что ты превратил свою деревню, да ни одна великая страна так на даме не издевалась Вечная депрессия, страх и тотальный контроль немногим лучше голода и разрухи Сидя в своем склепе, ты не видишь реальной картины Значит, это ты лидер восстания медленно проговорил полутруп Я догадывался, но она, пренебрежительный кивок на канон Не желала слушать Только у тебя хватило бы наглости выбрать именно такой облик для борьбы Твое единственное изобретение техника соблазнения, самая бестолковая в мире техника Однако ты нашел ей применение И ты хорошо знал, что пейны рыжие, потому сложно было не догадаться Но канону нужны были доказательства, что ты посерьезнее догадок Ее не убедили даже пропавшие чакры примники Она так верила в тебя, а ты обвиняешь меня, Наруто, но сам много хуже Не передергивай, дать тебе я Кровь бросилась ему прямо в лицо Проклятый ублюдок знал, куда бить в нее Я сижу в старой бочке и медленно разлагаюсь И не я изображаю из себя сосри с шестью суперсильными куклами Держащими под своим гнетом всю страну дождя, якобы для их же блага И не я привлек в некогда освободительную организацию психопатов, фанатиков и прочих маньяков уровня С И не я убиваю дженчурики, зачем-то собираю оружие массового поражения А дальше что? Возьмешь под контроль весь мир? Или уничтожишь его, раз он так сильно, по твоему мнению, прогнил? Я не понимаю, биджу, у тебя подери На щеках у узумки выступили слезы Он и, правда, не понимал ни этого конченого психа, ни канан, что продолжал хранить тому верность Думаешь, ты хоть что-то знаешь? Хоть что-то понимаешь в устройстве этого мира? Ты ничего не знаешь, сопляк? Абсолютно ничего Так же вспылил пейн, отчего взял короткую паузу, чтобы отдышаться Наивный, глупый мальчишка Когда-то я был таким же, как ты думал, что этот мир можно спасти Однако ты прав в одном окацуке И в самом деле задумывались как организации с целью свержения тирании хан Заоднако ты понятия не имеешь, что стало с нами потом Я прав, замечательно, девятихвостый б тебя задрал Но что с вами стало, дать тебе бы я Почему ты поехал крышей? Отчего прихватил за собой канан? Почему она выглядит такой несчастной? Почему вы оба стали навели террор много хуже ханза? Замолчи, мальчишка А то зумки не укрылась, как тонкие белые пальцы его врага судорожно вцепились в края бочки Ты задаешь слишком много вопросов и совсем не слушаешь Пирин замолчал, словно решаясь, сказать или нет Однако, когда он снова заговорил, то голос его был пронизан горечью с нескрываемой яростью Несмотря на то, как бесчестная подла ты сейчас прорвался ко мне, все равно ты напоминаешь мне его И ей, очевидно, тоже Именно потому я так тебя ненавижу, Наруто Ты не должен быть на него похож Его это и хика Уцепился за эту ниточку и у зумки Хватит Оказывается в голосе у Пиюна осталась сила Не произноси его имени Не смей марать его своим подлым предательским языком О, значит, тебе можно использовать его тело, как марионетку или костюм Притом заставляя канан каждый день смотреть на него А мне спрашивать о вашем друге и первом лидере Акацуки нельзя? Что за бред то? Сжал кулаки Наруто Волна удушливой ярости обуревавшей его становилась все сильнее Ему становилось сложно держать себя в руках Хотелось макнуть ублюдка с головой в его зловонную бочку А может ты специально это сделал, чтобы она не забыла, чтобы продолжала служить тебе и хладнокровно казнить тех, кто посмел встать у вас на пути? Не смей! Пиин поддался вперед, так что раны на его теле, в которые были воткнуты штыри, закрываточили Ехико был лучше бы ты отпустил его и похоронил нормально Жиг бы на худой конец Но не так, на месте вашего друга, я бы охренел Да именно В ярости топнул ногой у Зумуки Ты ничего не понимаешь, Ехико был моим другом, лучшим и единственным Он спас меня и Канан, когда мы были детьми Я не знал человека лучше него Ехико хотел мира Но этот ублюдок Ханза, сговорившись с тварью Данза, заманили нам в ловушку, подло обманув Ехико умер от моей руки, чтобы спасти нас с Канан Он безропотно выполнил условия тех подонков А я ничего не смог сделать Он сам напоролся на мой меч Он хотел мира, однако мир жестоко обошелся с ним Потому что честными методами того, что хотел достичь мой друг Того, о чем мы вместе мечтали нельзя И я исполню его мечту, правда, не так, как мы планировали, но исполню Ехико, пусть и вот так, но поучаствует в этом, именно его запомнит Ты конченый псих, Пейн Мне жаль вашего друга, окажись я в его положении Я бы не обрадовался, что именно меня запомнит, как главного чокнутого придурка Покачал головой Наруто И каким образом ты собрался это сделать, можно спросить Достичь мира с помощью силы всех хвостатых Победишь всех Каги, перебьешь всех сильных Шиноби, а остальных испугаешь до смерти Нет, всегда найдутся те, кто восстанут, да и я Пейн откашлился не вечен Мой план куда масштабнее и надежнее Раз уж ты предал нас и пришел умереть, то, пожалуй, я могу тебе рассказать о нем Бла-бла-бла, не тяни уже, дайте бы я Нетерпеливо переминался Наруто Что-то подсказывало ему, что Пейн намеренно тянет время, чтобы успеть призвать все свои тела сюда, но желание услышать план врага все перекрывало Ты уже видел статую Гида, когда я заключу в нее всех хвостатых биджул, она трансформируется Десятихвостый вновь станет един, управлять же им смогу лишь я один С помощью той силы я погружу весь в мир такое мощное гендюцу, что каждый окажется в собственном идеальном мире Никто больше не будет воевать, совершать ошибки и умирать по-настоящему, все будут счастливы Погоди, Дефис, погоди, то есть ты настолько спятил, что решил поместить все человечество в мир идеальных иллюзий А звери, птицы, насекомые Их ты тоже накроешь И вообще как ты себе это представляешь Люди в состоянии овощей и долго не протянут Решил уничтожить человечество, но так сразу и говори, чего прикрываться красивыми словами Чтоб тебя этот десятихвостый самого изодрал на хер Ты думаешь слишком примитивно Это техника планетарного масштаба Конечно же, в ней учли все нюансы Откуда ты знаешь? Ты что, ее уже применял? Или кто-то ее уже использовал? Ты же сам нефива не знаешь И обрекаешь мир нафи по именно что И кто тебе сказал, что этот всесильный десятихвостый будет слушаться такого задохлика, как ты? Это же бред полный Прекрати сейчас же Я знаю это мне сказал по лицу Пейна Видно было, что слова Наруто в нем что-то задели Но кто тебе это сказал? Чувствуя наконец собственное превосходство, спросил Узумуки Тот, кто Пейн не договорил, его голова куда-то исчезла В отличие от остального тела мерзкий хлюпающий звук потонул в крике Некстати очнувшийся Канан, а в следующую секунду перед ними возник весельчак Тебе Держащий в своих руках оторванную голову Пейна В которой отчего ты не доставал одного глаза Единственное о чем мог думать в этот момент Наруто так это о том, что он правильно сделал, что не позавтракал сегодня Нагата Нет Канан сдерживала лишь хватка клона Узумуки Ты облюдок Никакой ты не Мадара Мадару Учхо? Севшим голосом поинтересовался Наруто Он же давно сдох Все верно, Наруто, только вот он выдал нам себя за него А теперь, когда мы знаем правду, он не ставит нас в живых Беги Каким-то невероятным усилием Канан развоплотила его теневого клона После чего направила тучи из оригами в сторону Тебе, стремясь закрыть ему обзор Я тебя не оставлю Проорал Узумуки, чувствуя себя растерянным от того, что все пошло настолько не по плану и что его главный враг оказался вовсе не пейн От обеда думать ему не дал знакомый по тренировкам удар ладонью по точкам из чакры Очнулся Наруто, от резкого покачивания и он висел на спине убегающей химоты Раньше он не думал, что она способна его поднять не то, что так живо носить вместе с немногие Но он и помыслить не мог, что однажды любимый его вырубит Прости это ради твоего же блага, видимо, в очередной раз прошептала Хьюго И тут Наруто окончательно очнулся пусти меня сейчас же Он же убьет Канан Освободиться из захвата химоты было несложно, сложнее оставить ее позади Наруто-кун Она уже мертва Ты знаешь тебе, он сильнее, чем показывал, раз даже пейн она не договорила, молча указав на место из-под которого вырос Зитсу Проклятое алое Чертыхнулся Наруто, сейчас я тебя и не обращаю внимания на ок и рекхинуты Сразу перешел в режим трехвостого Вот как Зитсу дьявольски улыбнулся Значит, вот кто ввел тогда черепаху Ну-ну, Наруто, поиграем ты выбрал не ту сторону, мальчишка Наруто Страх мерзкими клочьями вырвался наружу еще тогда в башне, когда она увидела оторванную голову пейна К слову, совсем не рыжего, однако он затопил ее всю Когда химота увидела, как очертя голову, любимый превращается нет ни в монстра Всего то в гигантскую черепаху С первого, мать его раза, руша, притом все рассказы Бесена и Югита Чан, которая вся шипела от префекса Чан и которую они недавно запечатали, однако это не могло длиться долго Только трехвостый окончал вколачивать Зитсу в землю, притом что-то Хинате подсказывало, что этим он не особо тому навредил Как тут же на месте гигантской черепахи возник взъерошенный злой Данильзи Узумуки Она хотела уже схватить его Пока не опомнился за руку, и бежать, когда проклятый Тебе Очевидно, он уже разделался с Канан, понял это о Наруто, и удержать его было невозможно Хината и не пыталась Только молча глотала слезы Это единственное, что ей оставалось Тоби появлялся и исчезал, жесткими шуточками еще больше подначивая Узумуки На нее он не обращал никакого внимания А между тем она едва успевала отслеживать его передвижение и орать предупреждение для Наруто Они были обречены Осознание придавило ее Хьюга едва соображала, а Наруто, доведенную до крайней точки и кипения, уж тем более С ним играли, а она ничего не могла сделать глупое, слабое и прав был отец Последняя мысль обожгла мозг холодом, принеся отрезвление Кое-что она могла сделать Нечто невыносимое, разбивающее сердце и душу, но доказывающее, что она не слабая и не глупая Тоби следил только за объяснующимся Наруто, которого то и дело охватывал покров Биджу, который не держался долго, видимо, и Усабу не хватало сил сражаться на равных против Учихи с глазом Пейна Хинато могла уйти сейчас, пока не стало слишком поздно Уйти и бросить Наруто без ее предостережений он продержится еще меньше, но сама она сможет выжить Предупредить Биссе на нависшую над ним угрозе, рассказать Райкаги о планах Акацуки Вот только поверит ли кто предательница Хинато сжала кулаки Единственное, что она может здесь и сейчас это умереть, либо предать свое сердце и попытаться отомстить И слыша сейчас в душе обличающий голос отца, Хьюга сделала свой выбор Прости, Наруто Кун, запечатывание прошло успешно Надеюсь, среди нас больше нет предателей Шиноби в маске теперь уже с двумя прорезями обвел предевший Райдэ Акацуки своими жуткими разными глазами Нет, Биэл мягкий знак Злорявкнул Хидон, соскакивая со статуи Но я не нанимался и нах запечатывать всяких утырков по несколько дней к ряду Раз уж возомнил себя лидером, то найди новых Биэл мягкий знак, чтоб мы здесь так нялись На этот счет не беспокойся, у меня уже есть на примите один амбициозный юноша да вообще пох Главное, чтоб он не был таким же птским предателем как этот Итарок И Хидон со стервенением попинал распростертое у подножья тело Наруто, все еще облаченного в плащ Акацуки Идиот, не порть телу товарный вид Тут же встрепенулся Казначей И большее уважение к лидеру Сами Потребовал Кисами Что, значит, товарный вид, Хидон? Я хотел отправить Наруто в подарок господину четвертому Хакаге А нахун тому сдался Тут же осколобился Хидон и попытался снова пнуть Узумаки, однако был остановлен Кокузо Лидер Сама, я смогу выручить достаточно забывшего Джен Чурики Трехвостого, сына четвертого Хакаге Джен Чурики Девятихвостого, чтобы покрыть ваши текущие расходы на создание армии Согласитесь, что с урезанней штата и падением нашей власти вами, нам нужны деньги, но хорошо, после недолгих размышлений кивнул Тебе Забирай его, ты шутишь? Лицо Рычимару, неверящее вытянулось Сколько ты за него хочешь, Кокузо? Что за блин, дать тебе бы я? Чего уж Наруто не ожидал так это то, что после смерти окажется в какой-то канализации Даром, что не воняло только, однако ему все равно казалось, что запах гниющего пиуна преследует его и тут сам ты такой, идиот недоразвитый Рявкнул кто-то из угла Узумаки вздрогнул, ну мало ли какие сущности его подстерегают на том свете Вскоре он разглядел зловещую тень, которая с каждым шагом становилась все больше и больше Пока не превратилась ух ты, дать тебе я, какой ты хорошенький Совершенно в духе химоты воскликнул Узумаки ну, а как еще можно было охарактеризовать вышедшего к нему на мягких лапах пушистого лисенка Правда, в следующий момент Наруто смутило наличие у последнего девяти хвостов и затаенной злобы в глазах Какого Мадары, ты нас чуть не угробил? Сначала подселил к нам эту земноводную, потом напал на человека с ренеганом, а затем и вовсе подсапался сучхай Ты нормальный, нет? Ух ты, вот как эта фиолетовая хрень с узорами круговыми называется А сам-то ты кто такой? И почему к нам, а? Точно идиот, фыркнул лис Я великий кьюби Ага, рассмеялся Наруто Точно, величественнее не придумаешь Не обижайся, лисенок, но что-то ты ростом не вышел Смейся, смейся, гаденыш мелкий А без меня бы ты уже умер Самодовольно взмахнул всеми девятью хвостами лис Так я жив Ухнул из умуки Дать тебе я, а ты с этого не мог начать Вот ведь придурок прикрыл мордочку лисенок Конечно, эти умельцы вытянули из тебя и собо Но обо мне они не знали И скажу спасибо, как коза Он отчего-то тебе благоворит Не стал сдавать проклятому чихи Хотя местечко, в которое он нас продал Тоже не курорт, но все лучше смерти Ты то и правду девятихвостый лис А откуда ты во мне-то взялся? Нахмурился у зумуки Я не понимаю Ты вообще-то умом не блещешь Я был запечатан в твоей матери Небольшая часть моей чакры передалась и тебе Когда я понял, что эти ублюдки собираются делать со мной То переместил сознание в те крохи Что смог найти в тебе Потому да, я тот самый легендарный девятихвостый демон лис Точнее, лисенок горько выдохнул То, что от него осталось Ну ничего себе, значит, ты знаешь моих родителей Я тебе не справочное бюро Пойми же ты, наконец, я великий лис зашипел Потому что у зумуки аккуратно взял его за шкирку Да, понял я, кто ты Великий Кьюби Да знаешь, сейчас тебе это имя не особо подходит Потому я буду звать тебя лисенок И раз уж ты спас меня лисенок То так и бы живи со мной Но с тебя тоже причитался квартплата за все прожитые здесь годы Давай уже, рассказывай, что знаешь Дать тебе я И у зумуки в подтверждение своих слов легонько потряс лиса Возмущенно вертящего хвостами Гаденыш Вот погоди, вырасту я И ты узнаешь гнев великого Кьюби Бессильно рычал лис Письмо Бесену было уже отправлено У Хинаты не оставалось более никаких предлогов Чтобы откладывать неизбежное Кноха простиралась прямо перед ней Осталось сделать всего лишь каких-то пару шагов Однако она не могла заставить себя пошевелиться Воспоминания придавливали ее к земле А тяжелый взгляд отца ощущался почти живо Чего ты ждешь, Хината? Не надо бояться Я переговорю с Цунади самой А она позаботится Чтобы у тебя не было проблем с господином четвертым Легкая рука легла на ее плечи и тихонько сжала Они не убили тогда того ниндзя-медика из Канохи Хотя та и отказалась говорить откуда знает Наруто И сейчас Шицу не должна была стать пусть и хилой Но гарантией, что Хинату выслушают И удастся предупредить хотя бы Хакаги Новобранец, а маг Асаски Ночь медленно опустилась на Каноху Взамен усталому светилу на небосвод Взошла полная красавица Луна Ее бледный лиг осветил сначала умиротворенный лиг первого Затем зябко выхватил строгие черты второго После чего немного поиграл над Борадою третьего Когда же тот дошел до четвертого Наблюдавший за лучком Асаски презрительно фыркнул Он ненавидел их всех Первого Зата, что основал эту дурацкую деревню И прибрал все лавры себе Оставив его легендарного предка за бортом Второго Зата, что тот сделал все Чтобы как можно сильнее отделить учих от остальной деревни Третьего Зата, что тот продолжил политику второго И наконец четвертого Его Саски ненавидел больше всех Его Шаринган активировался сам по себе при одном только взгляде Одной только мысли, что было совершенно неудобно Ибо сталкивался с Хакаги Учиха Куда чаще, чем хотелось бы Это неприятное обстоятельство Это недостойное Учихи слабость Лишь сильнее выводила его из себя Укрепляя в растущей ненависти К четвертому Хакаги В частности, и всей Канохи В целом Длинная челка плохо справлялась со своей задачей По сокрытию Дадьюцу Самоактивирующегося при виде главы деревни Над ним потрунивали даже в квартале Учих За глаза, конечно, все-таки номинально он был главой клана Именно что номинально Если бы взгляд Саски обладал такой же разрушительной силой Как у его предка Мадары То лики Хакаги сейчас бы превратились в груду песка Которая погребла бы за собой большую часть деревни Если, конечно, легенды не преувеличивали Но они преувеличивали Саски это было известно слишком хорошо Либо же его таинственная эссенция не была Как он утверждал Мадарой А так как юному Учихе приятно было верить в собственную исключительность То он предпочитал и дальше не замечать некоторых несоответствий Нестыковок с рисуемым молвой Портретом великого и ужасного Ушиноби в маске было предостаточно Ну, во-первых, Мадара из легенд вряд ли бы стал прятаться за кусочком какого-то дермантина Даже быть его лицо изуродовано Он бы скорее устрашал им врагов Чем нацепил на себе какую-то недотыкву Во-вторых, сохранившиеся в семейных летописях зарисовки изображали Мадару уж кем-кем А точно нещуплым задохликом у Мадара на рисунках были мощные плечи и торс У Учихи же в маске нет Конечно, можно было списать все это на прервавшуюся молву И приукрасившего действительность художника Ну или старость, из-за которой некогда великий Учиха так просил и сдулся Только вот живость, с которой двигался Учиха в маске, разбивала подобные объяснения в пух и прах Однако Саске было плевать Его жизнь рухнула, когда ему было шесть Раньше он думал, что превосходство брата и отсутствие должного внимания отца Это проблема вселенского масштаба Как же жестоко он заблуждался о том дне говорили разные Шису, что клан Учиха с его отцом во главе замыслил чудовищное предательство Опустившиеся же пьяницы, что некогда служили в полиции Канохи Как один твердили, что четвертый Хакаги лишился рассудка после смерти жены и сына И не давал жития всему клан Учиха, отчего-то вбив себе в голову Что девятихвостым лисом управлял кто-то из их клана И Саске, несмотря ни на что верил в трым-четвертый Хакаги Минато на Микадзе сошел с ума Поверить в это было легче, чем в то, что его отец Одобрение которого он так мечтал заслужить Был вероломным предателем деревни И что весь его клан был таков Кроме ничего не понимавших сопливых детишек вроде самого Саске Итого это не меняло В детстве Саске гордился своим кланом, своей семьей Мечтал превзойти брата Надежду и светила клана Однако теперь он не может выйти за пределы квартала Чтобы не возникало приглушенного роя шепотков Они были раньше Девчонки шептались о том, как он хорош не то Чтобы Саске было дело же у этих глупостей Но все лучше, чем то, что сейчас Девчонки по-прежнему шептались о том, как он красив Но при том гадали опасен ли он И любого Учиху косились с легкой опаской Любого, кроме того, что был сокрыт за маской кота Брат, которого Саске всегда жаждал превзойти Итачи На которого надеялся весь клан Он предал их Предал отца Говорили это он, доложил Хакаги о готовящемся перевороте И хотел бы Саске не верить им, но мама им верила Мама сама сказала, что Итачи предал их Для его брата деревня оказалась важнее клана Важнее семьи он сдал отца И его зреющий план избавления деревни от безумного Намикадзе за него Отец мертв, мама бледная тень Самые себя А Саске остался один Итачи и четвертый Вот два виновника всех их бед Саске ненавидит их практически одинаково сильно Но Итачи чуточку больше Ведь Хакаги спятивший от своей потери больной ублюдок А Итачи Итачи мерзкий предатель Канаха никогда не ценил Иучих Мадару незаслуженно отодвинули О нем помнили лишь плохое сейчас их положение Много хуже многих бесклановых Которых приблизили к себе третий и четвертый Да и сам четвертый невесть откуда взявшиеся от Ребии Для Канахи не характерна стихия ветра Пусть катится в Суну или еще куда Итачи изгнан из клана Для семьи он мертв Но мать продолжает плакать о нем Люди в квартале продолжают шептаться Даже Учихи не верят в Саске Ожидают, что он предаст их Так же, как и его брат номинально на глава По факту он никто Шису и еще одна шавка Хакаги И друг Итачи еще один объект его ненависти Он делает вид, что ему есть дело до Саске Пытается заботиться о нем Учить на деле же он лишь дико раздражает Парадоксально, но большая часть Оставшегося в живых клана мирится с тем Что Шису заправляет ими Хотя прекрасно знают Чей он пес всех, кто мог хоть что-то сделать Убили в ту ночь Остались лишь ни на что негодно Испившиеся элементы Остальные спасали свою шкуру Прогибались под четвертого Опасали Саске Который не собирался этого делать И в котором видели дитя предателей И как ему заставить их идти за собой У него никогда не будет такой власти Как у отца никогда Единственный выход забыть о клане Что предал свои идеалы Самому стать Учхой Которым гордились бы предки Гордился бы отец Стереть с лица земли то пятно позора Что когда-то было его братом Убить Хакаги Что смешал его клан с дорожной пылью Для этого ему нужно стать сильным Очень сильным Ведь, что Итачи Что нами Кадзо Оба могущественны Саске же никто толком не учил Мать не стала его учить Словно Догадывалась, что он намерен делать Полученными знаниями Хотя учего словно она знала Его мать слишком умна и слишком глупа Раз по-прежнему не может выкинуть древного предателя из сердца Учители в Академии были посредственностями Шисуи единственный Кто давал хоть что-то Но допроситься от него Новые техники было сложно Для этого нужно было открыто демонстрировать Свою лояльность Хакаги Приступать через себя неудивительно Что это и к возможности он прибегал нечасто Он думал, что хоть Сенсей ему отрядят Нормального так нет же Мало того, что Кунаичи Так еще и ниндзя-медик Вариен Дюцу Саски был полным нулем Да и не интересовало оно его нисколечко Ведь он не планировал никого спасать Скорее наоборот Его целью была смерть и разрушение А вовсе не созидание команды Подобралась под стать капитану Бесклановая девчонка Не сдерживающая томные вздохи При виде Саски Но с зачатками способности к целительству И сынок легендарного ниндзи-медика Хару Синджу Что среди них забылочих загадка Ответ, на которую явно знал Хакаги Который, наверняка, специально его сюда запихнул Дабы попробовать направить его в мирное русло В гробу Саски видал такое мирное русло Синсей В целом, была неплохая невозможного Она от него не требовала и сделать из хищника Травоядное не пыталось Все же за это он был готов приносить на ее могилу Каждый год свежие цветы Кайчимон от нее все же научился Однако у Чеха сомневался, что и Тачи или Четвертого Можно убить ядовитыми синбонами С командой также можно было примириться Сакура по большей части держала себя в руках Порой ее заносила Но, в целом, она была терпима Другое дело Синджу Четвертый знатно извернулся Запихнув их в одну команду Их кланы вели войну с незапамятным времен А затем после короткого перемирия Основали Канаху После чего Хаширама стал первым Хакаги и убил Мадару Это если вкратце Но Саске нравилось думать Что карма все же настигла клан Синджу У Чеха может и были лишены былого влияния Но не находились на грани вымирания Как Синджу Внучка первого Хакаги Цунади и ее сын Вот и все Кто остались от некогда столь же многочисленного Как у Чеха клана Саске был у Чеха и безо всяких примесей Чего никак нельзя было сказать о последних Синджу От Синджу там был лишь Хаширама в предках И только с тем же успехом их можно было назвать Узумаки тоже некогда великие А теперь вымерший клан А дальше о родителях Цунади было известно чуть больше Чем ничего Ничем особым они не прославились Ибо Макутаны не унаследовали Печать Бьякова не активировали Умерли рано Цунади Синджу пафосно называли Самой могущественной кунаичей в мире Но ее патологическая тяга к азартным играм Существенно портила ее репутацию Прозвище легендарные тупицы Просто так не дают Удивительно Но Хару его почти не бесил Хотя должен был и из-за патологической ненависти в генах Из-за того, что его отец вообще-то был Учителем ненавистного Саски 4-го Хакаги Говорили, что характер Синджу наследовал явно не от родителей И хвала Рикуда, прибавляли притом обычно Сынины были людьми сложными все трое И если родителей его товарищей еще можно было обозначить условно нормальными То Арочимару Саски редко сталкивался с нелюдимым и мрачным ученым И каждый раз от взгляда Арочимару у него по спине бегали мурашки Змейный Сынин смотрел так Словно Саски был сбежавшим из его лаборатории образцом Одним только взглядом он препарировал его на части сотрудничества с ним Еще один повод считать четвертого ненормальным К тому же пьянчуги в квартале любили повозить плед не о том Что в оставших учах хранили беш-шаринганов И что большая их часть осела именно в лаборатории Арочимару Саски не то, чтобы верил этому, но на всякий случай обходил ученого Ему и без того было кого ненавидеть и от кого ждать кунаев в спину В любом случае его пребывание в команде номер семь можно было назвать сносным Если бы ни кучи негласных запретов их никогда не отсылали слишком далеко от Канохи И не поручали ничего, действительно, важного Это было унизительно, но немного утешало и то, что Синджу и Харуна были в одних с ним условиях Именно поэтому Саски едва не выпрыгнул из собственной шкуры Когда узнал, что Хару ушел с отцом в миссию без ограничения по времени далеко за пределы деревни Он никогда не признается, но тогда он бы все отдал, чтобы поменяться местами с Синджу Пусть это означало бы то, что ему пришлось терпеть общество старого извращенца Мнящего себя великим шиноби и писателям все равно Они сдали экзамен на Чиунина вместе Однако и Хару, и Сакуре было, чем заняться Сакура плотно прилипла к матери Хару и была в шаге от того, чтобы достичь своей мечты и стать крутым ниндзя-медиком Сам Синджу, спокойный как удав и нехватавший звезд с неба, пошел искать себя в путешествиях А его отец при всех своих недостатках все-таки многому может его научить Саски же откровенно не знал, чем ему заняться Шисуя должен был начать передавать ему дело, но вместо этого они оба занимались лишь формальной стороной Саски чувствовал, что деградирует сильнее, чем за все годы учебы Хотя тренировался до седьмого пота каждый день так продолжаться дальше не могло Саски пытался отыскать знания, запрещенные техники, что угодно, но их архивы основательно вычистили Явно не обошлось без Шисуя и Хакаги Осталось лишь то, что он давно знал до бесполезной легенды Пока однажды записка выпала из потрепанного томика легенд о Мадаре и его братьях Зуни Это могла быть ловушка, но Саски уже настолько отчаялся, что пришел в следующее полнолуние на кладбище Старательно отсчитав нужный ряд среди надгробий, которые судя по датам относились к жертвам Третьей войны Шиноби Там его ждал человек в маске Именно тогда юночиха подумал, что возможно, только возможно четвертый Хакаги не был таким безумцем Человек в маске приветственно сверкнул шаринганом Да необычным подобный Саски видел лишь однажды Ушисуя, когда тот отстаивал свое место стать во главе клана, весьма жутко, к слову, доказывал Незнакомец объяснил, что его Третьей таймай не потолок, что есть еще одна принципиально новая форма шарингана Мангикё Тогда то Саски и задался целью получить его Ведь быть у него более продвинутый шаринган, то он точно сделает слепого на один глаз уточи и клятого четвертого Хакаги Но Ишисуя как-то разберется главное, учиха с Мангикё согласился его учить И плевать Мадара или не то, чему тот его учил такого в оставленных книгах не было А уж то, что он напал на деревню после того, что Хакаги сделал с его кланом, а вся остальная деревня спустила ему с рук Саски Саски не слишком-то волновали подобные мелочи в биографии его Сенси Жалел он лишь о том, что Сенси не мог приходить слишком часто Саски почти ничего не знал о нем Записки с датой и местом появлялись хаотичные перед самым его носом, благо особая способность шарингана и его Сенси это позволяла Содержание сегодняшнее значительно отличалось от прочих Сенси звал его с собой И просил не приходить, если он не готов покинуть деревню и стать одним из самых разыскиваемых Нукининов О первом Саске мечтал уже давно, второе же было достаточно лезть на единственное Что заставляло его сердце сжиматься, это мать, которую он здесь оставлял Ему оставалось лишь надеяться, что он больше не мог дышить одним воздухом с мерзким предателем Итачи В Конохе ему было слишком тесно, однако однажды он вернется сюда Более умилым и сильным, освоившим Мангеке и тогда он сотрет все мнимое превосходство Итачи в порошок Рассыпет проклятую скалу Хакаги в прах и лично выпустит кишки четвертому Хакаги Довольно улыбнувшись своим мыслям, Саски бросил последний взгляд на скалу с ненавистными ликами и поскакал по крышам навстречу новой жизни Ты уверен? Скепсиса в голосе Кисами было, куда больше, чем следовало пожалуй Обито слишком много позволяло своему напарнику отдать второй Ренинган глупому мальчишке у нас Как ранее заметил Хидден, проблемы с кадрами за Саски же я присматриваю не первый год Он, конечно, глуп, но легко управляем Его ненависть к Хакаге и брату послужит нам на руку К тому же мне второй Ренинган ни к чему, а нормально приживиться он может лишь тому, в чьих жилах есть кровь и чиха Либо Узумуки Наруто моих ожиданий не оправдал, а из оставшихся у Чих Саски наиболее внушаемый материал я бы предпочел видеть в своих рядах его брата Но ты знаешь, что Итачи предан Канохе Прирдеться довольствоваться младшеньким, как скажите, лидер сама Только вот с одним парнишкой вы уже обожглись, как бы этот вас не разочаровал Не волнуйся, Наруто, был моей ошибкой и я ее исправил Если Саски нас предаст, я сделаю то же самое Ему не стать сильнее меня Итачи ему не победить, следовательно, Мангекё ему недоступен Одним же Ренинганом далеко не уйдешь Мой план будет завершен Лучше сосредоточься на поисках Четырехвостого и девчонки Хьюга Вот уж, правда, не задача, что ей удалось выскользнуть Отступник, а маг Асаски приказ Хакаги был ясен Тут даже Сакура спорить не стала, хоть ей и очень хотелось Другое дело, что Четвертый не сказал, как долго им нужно проветриваться Ведь, кто знает, сколько ему потребуется времени, чтобы вытянуть всю нужную информацию Из малышки Хару поморщился, формулировка ему не понравилась, но реальность она отражала хорошо Это он легко мог поверить рассказу Наруто Хакаги, потому как воочию видел Наруто Кацуки А вот Четвертому, должно быть, нелегко давалась вся эта ситуация Почему-то в голове у него прямо звучал голос Шикамару Ты абсолютно прав, друг, все это слишком проблематично А ведь он только вернулся из долгого путешествия Сердце тут же сдавило Несмотря на выдавшийся абсолютно сумасшедший день, он так хотел их всех увидеть Весь свой выпуск Ну или хотя бы отдельных его представителей Инна, Шика, Чудо Жакебу и того Чудо Кашина А еще был Саски Хару остановился, покосившись на застывшую у небольшого кустарника Сакуру Ее розовые волосы чуть искрелись в свете луны Она была красива Как же не правы те, кто дразнил ее за широкий лоб на красоту Эту портило то скорбное выражение, которое просочилось сквозь маску сильной и независимой Кунаичи И Хару отлично знал, кто был этому виной Сакура, хочешь мы его сейчас найдем Сказал он прежде, чем сумел остановиться Не думаю, что четвертый всерьез навредит Химоваре тем более, когда ее отец рядом В самом худшем случае они просто разнесут твою квартиру Всего то, Харуна обернулась к нему, отчего он невольно отметил, как между ее бровями пролегла неглубокая складка Ладно, махнула она рукой, все равно я ее застраховала от всех видов повреждений серьезно Ухнул Хару, мысленно делая пометку, применить лайфхук и к следующему дому родителей Правда, будет нелегко найти страхового агента, который на это подпишется разве что не местного, а еще глухого и слепого Да, пожалуй, плечами Харуна, иначе бы ипотеку не дали За одну только страховку заплатила банку столько, что можно хоть и сдохнуть на миссиях ранго сну или отработать в госпитале года это полтора на ставке младшего Иринина Ээ, почесал затылок Хару Но зато ты не живешь с родителями, да, чуть улыбнулась Сакура, но вышло как-то печально Не живу так ты хотел повидать Саски Сомневаюсь, что нас пустят в квартал Чихо, кто собрался спрашивать? Чуть улыбнулся Хару Ты со мной? Да, должен же присутствовать на этой встрече хоть кто-то нормальный Ну что по крышам с ветерком? Лукаво усмехнулся Синджу, вертикально восходя по стенке дома А то... В общем, с Саски они столкнулись много раньше, чем достигли квартала Чихо Причем в буквальном смысле того слова Саски! Выкрикнул Хару, выгребаясь из-под тела сдавлено шипящего друга Саски, довольно выдохнул он, глядя на то, как по-дурацки изумленные выражения проявляются на знакомом лице Ты вернулся? Шок постепенно покидал бледное лицо Чихи Ага, вернулся И сразу к тебе, проверять не сжег ли ты своим катоном полка нохи? Пошутил Синджу, однако видя, как помрачнел Чихо, понял, что неудачно Эй, я пошутил Я понял Саски дерганным движением вырвал свое плечо из рук Синджу И не лапай меня, фыркнул он Саски подала голос Сакура И ты тут, раздраженно констатировал он И чего вам не спится? А тебе? Нахмурился Хару то, как вел себя Саски Он и раньше не был образцом вежливости, но сейчас что-то было не так Не ваше дело, вздернул нос Учихо А что это? Сакура подняла что-то выпавшее из вещей Учихи при столкновении В лунном свете блеснуло фото Хару не знал точно, но от чего-то был уверен, что это была семья Саски Ты уходишь из Канохи Внезапно понял он Вы меня не остановите Не стал отпираться Учихо Он поднялся на ноги и вырвал из рук Сакура фотографию, на которой были изображены темноволосый строгий мужчина Такая же женщина, обнимающая мальчика лет шести, смахивающего на Саски и вырезенное пятно У пятна, впрочем, остались руки и они, определенно, также обнимали мальчика Саски, ты ведь не станешь Нукинином, ты должен возглавить свой клан Отчаяние сквозило в голосе Харуна, но было там что-то еще нечто, похожее на надежду Ничего я не должен Саски сейчас напоминал ощетинившегося после купания кота И главой клана не стану, пока жив в Шису, пока на Микадзе Хакаге И ты хочешь это изменить? Хару сделал шаг навстречу, маленький такой шаг, но Саски дернулся так, словно он был прокаженным А если да? Что вы сделаете? С вызовом бросил он Забери меня с собой Неожиданно выпалила Сакура Синджо, решил было бы, что ослышался, но Харуна повторила куда бы ты ни шел, Саски Прошу тебя Нет Ты будешь лишь мешать, пренебрежительно бросил он Слышишь, ты, ублюдок Хару вышел из себя, он многое мог простить Саски, но то, тот творил с Сакурой никуда ты не пойдешь И ты, Сакурой Тян, тоже С нажимом проговорил он Тебе не остановить меня, ты слишком слаб А то силе Не то, что Хару хотелось с ним драться, но порой дурь следовало выбивать и желательно кулаками Мальчики, не мешайся Грубо бросил Саски Ну что ж, посмотрим, чему тебя научил старый жабий-извращенец Не надо так говорить о моем отце Проскрежетал Синджо, тихо прибавив, даже если это Правда Учиха напал первым, активировав шарингон и достав катану Хару не особо хорошо владел холодным оружием, потому он больше уклонялся, тщетно пытаясь продумать тактику С Саски он дрался не раз и не два, но то было три года назад Сейчас же он стал сильнее и безумнее Однако Синджо все равно надеялся, что справится сам В конце концов Саски был обычным Учиха, может, чуть умели остальных Он был быстр, но Хару знал, как это исправить Эта техника пока получалась у него лишь с присутствием Шимысамы Или он не успел додумать Саски, похоже, не был намерен дать ему времени ни на призыв, ни на переход в режим отшельника Вот бы научиться, как четвертый, но пока не получалось Уклоняться становилось все тяжелее Аучха становился все не ставя и безумнее Сакура кричала где-то на заднем фоне Хару мог бы использовать Росинган, но это ведь был Саски Он не мог покалечить друга Разрушительный кулак, который у него получался даже менее разрушительным, чем у Сакуры Не возымел на Саски особого действия Что ж, хорош будущий Хакаги Хару скрежетал зубами, мучаясь от выбора В то время, как Саски ничем таким обременен не был Синджу даже не понял, что произошло Просто в какой-то момент он услышал треск Словно тысячи птиц защебетали в один миг и все это слилось в неистовую кукофонию звука А потом в его груди стало очень жарко После чего Сакура снова закричала Но на этот раз как-то по-другому во рту отчего-то появился привкус металла А перед глазами пробежали мушки Медленно Хару опустил глаза и увидел, что рука Саски находится в его груди Что за? Вопрос потонуло судорожным хрип и кровь мешала говорить Хару с трудом различил ужас на лице у Чихи Мир вокруг расплывался В голове промелькнуло, что это было очень глупо умереть вот так Почему? Синджу, конечно, бредил, но рука, все еще находящаяся внутри его разорванной грудной клетки, дрожала А еще он никак не мог сфокусироваться Все расплывалось, но лицо Саски как-то странно блестело А глаза узор в его шаринге не изменился Прости, последнее, что услышал он, прежде чем погрузиться в темноту Глава 14 Красные глаза Саски был не в себе Саски раньше был Сакура рвана выдохнула Да индиком он был Самовлюбленным, высокомерным, но не больным ублюдком, что убивает собственных друзей А ведь часть ее даже была рада, когда он сказал, что покидает деревню и посылает клан к Биджу Ведь тогда они могли бы быть вместе при условии, что сам Саски был бы не против Ведь, помимо его родни, ревностно охраняющая чистоту генофонда, был еще и сам Саски И несмотря на это, Сакура была готова бросить все и уйти за ним в неизвестность, не зная даже, ответит ли он когда-нибудь на ее чувства Она думала, что Саски просто устал от того отношения, что было к нему и к клану в Канохе, но оказалось все куда запущеннее Саски их ненавидел Не только четвертого Хакаги, не только брата, но и всю Каноху, в целом, и их с Хару, в частности иначе бы он не стал дырявить легкие своему другу Мысль о том, какая же она дура, вытесняла подступившая к горлу дурнота Пахло паленым мясом Саски использовал какую-то жуткую технику, насквозь прожиги Хару грудную клетку клубком из молнии «Все еще хочешь пойти со мной?» Не своим голосом прорычала Чиха, вынув на конец руку и повернувшись к ней Тело упало с легким стуком Сакура вздрогнула, отмирая она ниндзимедик Она еще может помочь, заставив свое тело двигаться Харуна отодвинула Саски с дороги Сейчас у нее нет времени на него У Хару было пробито правое легкое, кости расплавлены Коронарная артерия повреждена Он до сих пор не истек кровью лишь потому, что электричество прижгло разрывы Но это не отменяло того, что Сакуре хватило ее взгляда, чтобы понять, Хару не жилец Несмотря на это, она сконцентрировала чакру в руках Она должна была попытаться Ради Цунади Самы, ради Хару, ради Саски, который не должен становиться убийцей Но целительная энергия уходила в пустоту и он уже был мертв Хватит, Сакура, полузнаноком и голос вернул ее к реальности Медленно Харуна обернулась Саски вокруг не наблюдалось, зато здесь были двое анбу из личной охраны Хакаги Видимо, они были неподалеку и услышали шум Она знала их, пусть те были в масках Того, чьи серебряные волосы поблескивали в лунном свете, звали Какаши Хатаки Его личность продала госпожа Цунади, будучи основательным под шофе И если верить Наруто Хакаги, в другом мире он был бы ее сенсием Хотела бы она поменяться местами с другой Сакурой, если тот Саски не был таким мудаком Личность второго рассекретил Саски Это был его брат Итачи Сейчас он склонился над вновь выпавшей из кармана Учихи фотографией Сакури Стало жутко Она не видела его лица, познала, тот все понял Нужно найти Саски, пока он еще чего не натворил Ее голос сорвался, она не могла смотреть на бледного и непривычно тихого Синджу Сакуре хотелось нет ни кричать и не драть волосы Ей хотелось что-нибудь разрушить Избить кого-то и еще бежать, потому что она больше никогда не сможет посмотреть в глаза Цунади сами А без ее покровительства в конохе ей делать нечего Она права, кивнул Хатаки Здесь мы уже ничего не можем сделать Подожди, Итачи предупреждающий вытянул руку Я могу исправить это Да неужели? Сакура вскочила Конечно, все знали, что старший брат Саски гений, но чтобы вернуть мертвого тут он смеет нагло лгать Неужели ты хочешь применить из нами? В отличие от Харуна, Хатки явно понял в чем дело и сомневался явно в чем-то другом У тебя ведь остался всего один шаринг Я все решил, вновь заставил товарищей замолчать Итачи Саски нужен второй шанс, а смерть Синджу деревни ему не простит никогда Как и клану Этого нельзя допустить Шарингом Саски стал очень странным Вот все о чем думал Хару Синджу перед смертью не о том, что он так и не стал Хакаги Не о том, что он даже с девушкой ни разу не целовался Не о том, что, гомобунин-то вас всех перевари, будут делать его родители А о том, что проклятый шарингом на того гаденыша Саски поменял свои очертания Это же уму непостижимо У Хару было куда больше вещей, о которых следовало беспокоиться Во-первых, не отправит ли Саски и Сокору на тот свет Остановит ли кто-то самого Саски и что будет с этим сумасшедшим идиотом? Потому что если он столкнется с его матерью, вряд ли очахом останется хоть что-то для похорон Если, конечно, этот новый шарингом Саски не делает его сильнее, тогда дело принимает весьма скверный оборот Потому что Хару знал своих родителей Он знал своих друзей Они не успокоятся, пока не найдут Саски О том, что будет после, ему даже думать было больно Мать этого не выдержит Хару боялся, что его смерть добьет ее Проклятый Саски Прорал он в темнота Быстро сменилось лесом, жутко похожим на тот, что окружал кинаху Какого он не договорил, потому что прямо к нему шло двое незнакомцев Чего разорался? Недружелюбно встретил его тот, что был с белыми колючими волосами и красными глазами Учиха с белыми волосами Ужаснулся Хару, отчего другой шина без темными волосами рассмеялся Учиха? Беловолосый незнакомец кипел от ярости Да как ты смеешь сравнивать меня с этими шелудивыми Нуно, Табирама, успокойся Тихонько увещевал его темноволосый Мальчик ведь не знал, а твои глаза и правда Гумади к своему мадаре, Хаширама Поморщился тот, кого назвали Табирама А я не позволю всяким сосункам называть меня Учихай Во-первых и второй Хакаги Ухнул Харым да, не ожидал он, что его легендарные предки такие идиоты что ли Совершенно верно, ободряюще улыбнулся ему Хаширама Приятно, что в Канухе еще помнят наши имена Еще бы! Ты ж себе лик на пол скалы от гроху проворчал Табирама, становясь рядом с братом Они совершенно не похожи, мелькнула в голове Ухару Он внимательно оглядел обоих, но не находил особого сходства ни с самим собой, ни с его матерью Да у второго Хакаги и у его отца было куда больше общих черт, чем у них Прямых потомков, Хах это не я Это жители предложили, насупился первый И вообще, не так уж это и дорого деревне обошлось Да-да, заливай больше Еще про удачное архитектурное решение и туристическую привлекательность расскажи Но я знаю, что ты сделал это, чтобы сильнее разозлить Мадару Эй, не придумывай Простите, конечно, что не хочу становиться свидетелем эпичной битвы двух великих Хакаги Но кто-нибудь может объяснить мне, куда я попал Что мне теперь делать и почему рядом оказались именно вы двое? На свой страх и риск иркнул между ними Хару Что ты имеешь против нашей компании, Малец? Прищурил свои красные глаза второй Ты вообще откуда будешь? Из какого клана? Ничего не имею Просто я недавно умер Точнее меня убил мой лучший друг По совместительству товарищ по команде и наследник клана ОЧХА Потому что нихрена в друзьях таких уродов держать Торжествующий заключил Табирама Сам виноват, никому из учих доверять Нельзя Твоя воля Ты поэты на фамильном гербе высекли На скале Хакаги закатил глаза первый Не слушай его Не все учихи одинаковы Но мне очень жаль, что так вышло с твоим другом Так, он предал деревню Ты ведь из Канохи? Саски хотел уйти Просто уйти А я встал у него на пути В Канохи ему было нелегко Может, и следовало его отпустить Сжал кулаки Хару Но тогда и Сакуратян увязалась за ним Нелегко? Ха! Второй хохотнул Из чего бы то интересно Наследника у чих было некомфортно В Канохе Полагаю, от того, что вы переселили их клан На отшиб деревни Отдалили их ото всех остальных Основав военную полицию В клане зрело недовольство Которое вылилось в восстание Которому так и не суждено было начаться Клан у чих значительно предел А отца Саски убил Четвертой Хакаги Странно, но после смерти Инстинкт самосохранения Хару будто бы отключился Он абсолютно не боялся Погравившего от злости Табираму Нельзя ведь убить дважды Ведь нельзя же И ты смеешь обвинять меня? Дайте у чихи изначально Да, Табирама Успокойся вновь Удержал брата на месте Первый Хакаги Ты и правда Переборщил со своими мерами Но я не думал Что плоды созреют Так скоро Он печально вздохнул А кто сейчас Хакаги? Мината на Микадзе Не знаю такого Недовольно проворчал второй Чей ученик-то хоть? А Джирайя Очень быстро поправил Сихару Он был учеником Третьего Хиру Хирузена Я помню Чересчур поспешно Перебил его второй С этим понятно все А подожди Брат Поспешность Табираму не укрылась И от первого А чего это Ты так быстро Меняешь тему? Я ведь заметил Что тебе знакомо То имя Уж не хочешь ли ты сказать Хаширума широко улыбнулся Что нашлась женщина Которая вытерпела тебя Дольше необходимых Для зачатия минут Иди ты к Мадаре Второй Хакаги Странным образом Позеленел Не твое дело? Еще как мое Братик Хаширума улыбнулся так Что тут Хару Подумал Что показавшийся ему Сперва одуванчиком Первый Хакаги Мог быть по-настоящему Жутким Не ты ли стенал Что наш клан Вымирает А изменить ничего Личным примером Не желал? Не передергивай Все на меня И вообще Давай спросим Вымир ли наш клан У этого сопляка Хорошая идея Но не думай Что я забыл О твоих грязных секретах Табирама Первый развернулся К оболдевшему Хару И вопросительно протянул Ну Эм Ваша внучка жива Пролепетал Юный Синджу Мысленно придумывая Куда бы сбежать От своих Невмеру Вспыльчивых И шумных предков Малышка Цунади Хаширума просиял Как она? Ну Она возглавляет Госпитал Канохи И считается Самой сильной Кунаичей в мире Слабо улыбнулся Хару Это все Конечно Хорошо Но есть ли у нее дети? Не дал вставить Брату и слово Табирама Или от клана Синджу Осталась только она? Теперь да Хару Опустил голову Вот уж не думал он Что ему еще Придется краснить За собственную смерть Перед чересчур Летивым предком Что значит теперь? Второй Хакаги уже ревел Синджу Вымерли Надеюсь Ты доволен Хаширама Твоя внучка Даже не озаботилась О такой малости Как продолжение Нашего славного рода А теперь Она слишком стара Могу поспорить Что даже Почищенные Учихи То не находятся На той грани Куда зашел Наш с тобой клан Табирама Хватит Мальчик Почему ты сказал теперь? Что случилось? От цепкого взгляда Первого Хакаги Хару Стал не по себе Тот словно Видел его Насквозь Нам очень повезло Что я был Менее обременен Некоторыми моральными Установками Тем временем Снова подал голос Табирама Скажи Сопляк А у Джирайи Есть дети Ах ты Мерзавец Хаширам Передернула А еще Корчил себя Недотрогу Ну так Что в результате Наш клан Неофициально Будет жить Пусть я в твоем Незаконно рожденном Ребенке А как же Правила Традиция Устоя В конце концов Как же так Табирама Как же так Уже откровенно Издевался Первый Хакаги Глядя на то Как меняется Лицо его брата Ухару же Тем временем Напрочь Отказал Инстинкт Самосохранения Потому что Он решил Выдать Прадедушке Судя по всему Дедушке Правду Джирайя Женат на Цунаде Ровно Произнес Он Чего? Поревел Хаширама Отчего деревья В округе Всколыхнулись Ну А что Медленно Пятился От брата Табирама Конечно Он незаконный Но зато Кровь Синджу Сохранилась бы Будь у них дети А помнись В нашем клане Все друг другу Были родственники Про Хьюка Учих Я лучше промолчу Табирама Плевать Что ты мертв Я тебя Сейчас Меня зовут Хару Хару Синджу Если интересно Подал тем временем Голос Юной Синджу Не то чтобы Он не желал Свалить Пока предки Выбивают Друг из друга Дурь Которая явно Не думала Иссекать Но куда он Пойдет В конце концов Он мертв И даже не знает Как устроен Этот загробный Мир Можно было Конечно Попробовать Разобраться Самому Но что если За поворотом Он повстречает Кого-то Вроде Мадары А эти Хоть и придурки Но родственники Ты? Ты их сын? Первым сложил Два плюс два Табирама И тебя убил Какой-то Вшивычхо? Брат Хаширыма Уже явно Устал останавливать Второго Мальчик и так Недавно Умер Проклятый Учихи Ревел Между тем Табирама Они все-таки Победили Изничтожили Наш клан Я Надеюсь Твоей внучке Хватит чести Прикончить Их всех Табирама Укоризненно Воскликнул Первый Хакаги Угумонись Тем более Что Кажется Потомок Еще не совсем Умер Что? Хару Округлил Глаза Действительно В последние Пару Мгновений Он чувствовал Себя Как-то Странно У него Болело В том Месте Куда Его Ударил Саски Но Ведь Мертвые Не Чувствуют Боль Действительно Второй Хакаги Наградил Его Внимательным Взглядом Он Возвращается Этого Не Может Быть Саски Продырявил Меня Хару Запнулся Боль Усилилась Он Кашлял Кровью Словно Стремился Прочистить Легкие Причем Правые Горел Огнем Возвращается Не Вздумай Умирать Лезть Кучхам Пока Не Сделаешь Минимум Двоих Детей Рявкнул Ему На Прощание Табирама Которому Судя По Звуку Все-таки Досталось Идхаширам И Последним Он Услышал Передай Цуне Чтобы Не Друга Обняла Его Так Крепко Что Его Только Что Кем-то Милосердно Залеченные Ребра Снова Хрустнули Ты Меня Так Напугал Идиот Вот Значит Как Саски Дырявит Меня А Идиота Чего-то Я пользуюсь Тем Что Его Наконец Отпустили Улыбнулся Хару Поверх Плеча Хару Но Он Неожиданно Заметил Двухан Бухакаги Один Из Которых Болт Итачи Брат Саски Удивленно Спросил Он Чувствуя Что Было Фигуре В маске Одноглазого Кота Нечто Странное Однако Только Когда Маска Повернулась В его Сторону Он Понял Что Учиха Теперь Был Слеп На Свой Единственный Глаз Что За Проклятый Клан Со Своими Ненормальными Глазами Сначала Саски Со Своим Изменившимся Шаринганом А теперь Итачи И поднявший Его Из Могилы К слову А у Меня На Глазах Шаринган Саски Поменял Из Это Нормальный Лютчих Он Все Таки Сделал Это Анба В маске Кота Тяжело Опустился На Крышу Словно Силы Разум Оставили Его Он Ведь Не Мог Найти Те Записи Ты Ведь Изъел Их Его Напарник Так же Выглядел Обеспокоенным Не мог Но ничего Нельзя Исключать Возможно Кто-то Другой О ком Мы Не знаем Постиг Секрет Мангикю Либо Это Вышло Случайно Прерывисто Вздохнул Второй Анбу Все Лучше Чем-то Что Саски Намеренно Пытался Убить Лучшего Друга Чтобы Заполучить Его О чем Вы Вообще Нервно Переминалось С ноги На ногу Сакура Саски Стал Сильнее Догадался Хару Внутри У него Все Похолодело И как Его Теперь Остановить Я Не знаю Фигура Итачи Казалась Странно Сгорбленной Я Не знаю Повторил Он Повернувшись К полной Луне Саски Прыгал С крыши На крышу Изредка Задевая Кроны Деревьев И пугая Летучих Мышей И котов Его До сих Пор Потряхивало Отчего Он всерьез Опасался Свалиться С чьей Нибудь Крыш Прямо На негостеприимную Землю Эта деревня Выпила Все его соки Но это Был его дом Здесь Была его Семья Его Друзья Теперь На удивление Адекватный Хару Синджу Будет Кормить Червей В могиле А Сакура Вместо Того Чтобы Тайно Вздыхать О нем Будет Его Ненавидеть Саски Ни за что Не признался Но Последнее Задевало Его Больше Чем Под ногой Немилосердно Обвалилась И у чих С емким Атом Полетел Вниз Эй Осторожней Надо быть Внутри У Саски Все Перевернулось Потому Как он Узнал Голос Не отряхиваясь И не потирая Ушибы Он Вскочил Потому Что Прямо Перед Ним Стояли Немного Помятые Страшно Довольные Два Великих Санина Родителя Хару Вот уж Свезло Это Ты Саски Ух Как Хохотнул Он Отстань От мальчика Со своими Глупостями Ткнула Мужа Синджу Ты Не Ушибся Саски Строго Спросила Она Саски Саски Стоял Не в силах Пошевелить Пальцы Не то Что Кивнуть Или Выдавить Из себя Хоть Слово Саски Ты В Порядке Он Почувствовал Легкое Касание Чакры Целительницы Ты Словно Призрака Увидел Парень Веселье В голосе Ужабьева Отшельника Поубавилось Рассказывай Чего Стряслось Чего Мчался Как Чумной Джирайя В хлопке Перед ними Появилась Маленькая Жаба И Мехару Исчезла Из контракта В этот Самый Момент Учха Наконец-то Отмер Ирину Собежать К сожалению Сыниным Хватило Ума Последовать За ним Дело Принимало Действительно Скверный Оборот Однако Саски Представить Не мог Что Настолько Потому Что Вырубив Постовых И сожги Ворота Катоном Он едва Успел Углубиться В лес Когда Запнулся Какой-то Чересчур Развилистый Корень Странно Но Перед Тем Как Он Отрубился Ему Показалось Что Корень Шипел Словно Змея Что Было В принципе Невозможно Ведь Так Глава 15 Я Хакаги Ты Хакаги А Вместе Мы Но Очень Странное Семейство Думал Наруто Наблюдая За тем Как Постепенно Все Больше Вытягивается Лицо Четвертого Вот Баруто Тот Скорее Удавится Чем Пойдет По Нашим Стопам Хотя Я же В отличие От Своего Отца Был Ну Если Уж Не Рядом С С С То Во всяком Случай Не В Могиле Но Я Всегда Мечтал Стать Хакаги Возможно Если Бо Я Знал Какой Это На Самом Деле Отстой Нет Узумаки Поспешно Одернул Себя Он Сейчас В Другом Мире Именно Потому Что Мало Времени Уделял Собственным Детям Потому Что Не Уследил За Химоваря Потому Что Да Мадара Вас Всех Зашарин Гань Это Могло Произойти Будь Он Хорошим Отцом И Даже Будь Он Идеальным Хакаги В Он Тот Же Старик Третий Не Уследил Ведь За Сытком В Сво Время Хотя Это Не Самый Удачный Пример Все Так Хирузин Был Именно Стариком А Наруто Просто Устал Очень Сильно И Почти От Всего Узумаки Вздохнул Мечтал Ведь Об Отпуске Иди Распишись Потому Как Сейчас Он В Другой Канохи Где Его Отец Жиф По Прежнему Занимает Пост Хакаги Причем У Четвертого Нет Семьи Чтобы Разрываться Между Ней С Деревней Однако Сделали Это Его Более Счастливым Однозначно Нет Ски С Узумаки Коротко Взглянув На Осунувшиеся Лицо На Микази Хм А Может Тогда Тот Стал Более Успешным Как Хакаги Узумаки Прищурился Вспоминая Недомолвки В речах Хару И Сакура Нет И тут Что-то Было Нечисто По Сему Жи Выходило Что Зря Он Наруто Жаловался Всегда Найдется Тот Кому Приходится Хуже И Отец В этом Съехавшем Мире Явно Бил Все Его Рекорды Здесь Мама Мертва Хуже Того Запечатана В желудке Шинигами Хина Тоже Вернуться Хоть Под Самое Утро Тихо Лечь Рядом Но Она Всегда Чувствует Его Приход Потому Что Просыпался Он По Обыкновению Невмятой Парадной Накидки Хакаги Свежий Комплект Который Он Кстати Всегда Обнаруживал Отглаженным У кровати Что До Хакаги Единственный Сын Похищен И Выращен Акусуки Тут Наруто Снова Передернуло Ну Допустим Чтоб Вас Всех Мадара Прижучил Обита Похитил Местного Его В Младенчестве Но Не Он Ж Вырастил Это Было Бы Слишком Странно Нет Ну Правда Узумаки Усмехнулся Представляя Строящего Планы По Завоеванию Мира Обита В Перерывах Со Ребенка Была Канан Ники Смежа Мадара Вас Всех За Шарингой До Полусмерти Возвращаясь К Реальности Наруто Как раз Рассказал Четвертому Краткую Версию Своего Дня Рождения Умолчав О том Что Ему Известна Личность Шиноби В маске По Мере Продвижения Рассказа Выражений Лиц Мината Ярко Свидетельствовала О том Что Он Охотно Бы Поменялся Местами С Другим Собой Потому Что У него Сложилось Впечатление Что Тот Он Сделал Все Что Мог Для Защиты Деревни Потому Что Там Шинегами Забрал Никушину Потому Что Наруто С Облегчением Отметил Как Побледнел Четвертый Когда Он Наконец Коснулся В своем Рассказе Момента Запечатывания Половины Чакры Лисов Новорожденного Ненавидел Метава Меня За Это Поэтому Ты Взял Фамилию Матери Голос Звучал Глухо Но В нем Слышалось Мрачное Торжество Мол Докопался Или Один Один Минат Из Другого Мира Не Такой Уж Ты И И И И Нет Наруто Прерывисто Выдохнул Так Вот Оно Что Он Представился На Автомате Не Задумавшись А Ведь Оно И Правда Звучал Так Будто Будто Он Настолько Ненавидел Своего Отца Что Отказался От Его Фамилии Проклятие Вовсе Нет Дать Тебе То Есть Конечно Первые Годы Но Даже Большую Часть Моего Затянувшего Сигененства Мне Пришлось Несладко Но Я Тебя Никогда Не Ненавидел Конечно Не Совсем Тебя Ведь Ты Не Мой Отец В общем Надеюсь Ты Понял О Чем Я М Да Я И Сам Себя Не Особо Сейчас Понял Смущенно Улыбнулся Наруто Почесав Затылок Но Сейчас Я На Тебя Не Свержусь Вот Что Самое Главное А Фамилия Ну Извини Тут Претензия К Старику Третьему Это Он Меня Так Назвал Третья Сама И Кушина Его Не Пришибла Чуть Минато Взгляд Его Заметно Посветлел Но Больше Он Ничем Не Выказал Этой Перемены Она Умерла В тот Же День Тут Же Опустил Его Наруто Ох Я Разве Не Говорил Что Перед Тем Как Ты Дознаю Я Дать Теба Я Что Не Ты В Общем Мой Отец Запечатал К Юбии Он Едва Не Вырвался Из Чаурики Да Вот Так Окончательно Заплутавший В двух Соснах Простите Мирах Наруто Обреченно Уставился На Застывшего С чашкой В руках Минато Тот Весь Его Монолог Не Отпевал И Не Ставился И Предмет Кухонной Утвори На Место Просто Держал Словно Не Замечая Что Делает Значит Третий Позаботился О тебе Стараясь Скрыть Охрипший Голос Откашлял Семинато Однако Добился Лишь Того Что Пролил Чай Благо Не Кипяток Себе На Белую И Какой Идиот Додумался Мантию Хакаги Или Это Сделал Джирайя Раньше Я Б Конечно Вряд Ли Доверил Ему Ребенка Но Хару Вырос На Удивление Нормальным Только Вот Четвертый Нахмурился Джирайя Точно Б Рассказал Я жил один Третий И его Анбу Приглядывали За мной Джирайя Он редко Появлялся В деревне Думаю Ему Запретили Подходить Ко мне Привлекать Внимание Я И так Был Джинчу Реки Старший Ниндзя Об этом Знали Говорить В открытую Было Запрещено Но Наруто Зажмурился Он Не Думал Что Эти Воспоминания До сих Пор Давляют Над Ним Он Ведь Уже Думаю Третий Поступил Так Как Считал Необходимым У тебя Было Слишком Много Врагов За Пределами Деревни Узнав О моем Существовании Они Бы Постарались Отомстить А нельзя Подвергать Дополнительной Опасности Джинчу Реки Главное Оружие Деревни Теперь Я Хорошо Его Понимаю Как Понял Тебя Узумаки Выдохнул Почему То Сказать Это Сейчас Казалось Важным Третьему Следовало Отдать Тебя Джирайи Учитель Тот Еще Хакаги Слегка Замялся Но Узумаки Быстро Нашелся С эпитетом Для Своего Сенсия Балбец Да Но Он Бо Защитил Тебя Намекадзе Нервно Крутил Многострадальную Чашку В руках И Жалел Что В ней Нет Алкоголя Но Ведь Ему Неоткуда Взяться В Доме Сакуры Или Жи Цунади Все же Споила Ученицу С Нео Могло Бы Статься Думаю Третий Хорошо Знал И Росинина Ухмыльнулся Наруто И Просчитал Какова Вероятность Того Что Меня Украдут Пока Джирайи Залипнет На Очередной Выдающий Сибюст И Не Надо Сейчас Обвинять Третьего Особенно Учитывая Что Он В вашем Мире Этого Не Делал Упреждающе Пробурчал Он Как бы Незанятно Было Наблюдать За Незнающим Куда Себя Деть Четвертым И Его Играми С Чашкой Узумаки Чувствовал Что И От Него Вот Вот Ускользнет Контроль Спустя Столько Лет И Даже Пусть Это Не Его Отец Все Одно Это Было Тяжело И Выговориться Хотелось Очень Я Не Вырос Бы Таким Какой Я Есть Если Бы Не Это А Я Он Чуть Улыбнулся Не Такой Уж Балбец Раз Уж Стал Хакаги Дать Тебе Уже Сердито Пропыхтел Нарут И Нет Четвертый Плохо На него Действовал Снова Просыпались Абсолютно Недопустимые Для Хакаги Привычки И Манеры Он Начинал Вести Себя Как То По Мальчишески Что Ли Вот Тебе И Дать Тебе Видимо Так Минато Наконец Чудо Отставил Чашку И Посмотрел Прямо На него У Нарут Аж Дух Перехватило Потому Что Нет Глаза Его Не Обманывали Четвертый Хакаги И В самом Деле Улыбался Конечно Назвать Улыбкой Чуть Приподнятые Кончики Губ Можно Было С Большой Натяжкой Но Для Того Кто Подиш Отвык Пользоваться Этими Мышцами Это Была Вполне Себе Улыбка Более Того Седьмой Мог Ошибаться Но Какая-то Искарка В его Бледно Голубых Глазах Все же Проскочила Однако Ощущение Это Развеялось Словно Морок Стоило Четвертому Открыть Рот Значит Ты Рос Один Почти Всем Взрослым Известный Как Демон Едва Не Разрушивший Деревню И При Всем При Этим Ты Не Ненавидишь Ни Другого Меня Ни Третьего Мината Явно Слегка Потряхивала Не Объяснишь Как Так Получилось Как Получилось Что Я Не Озлобился И Не Утопил Киноху В Крови Как От Меня Втайне Ожидала Большая Часть Деревня Напрямую Спросил У Зум Маки Он Думал Честно Выдохнул Он Их Беседа Явно Зашла Не В Ту Степь Как Хакаги Ему Следовала Да Кагу И Вас Всех Пожи Не До Этого Сейчас Ему Выпал Шанс Поговорить С Меня Заден Только Факт Моего Существования Другие Дети Смеялись Повторяли За Родителями Но Они Не Знали Точно В Чем Дело Ниндзя Было Запрещено Распространяться О Моем Мохнатом Сожителе В Академии У Меня Не Был Друзей Но Были Приятели Но Самое Главное Там У Меня Был Учитель Который В Меня Поверил Который До Сих Пор Поддерживает Меня Я Не Знаю Смог Бо Вообще Закончить Ее Если Бо Не Рука Син Сей Ведь Из-за Курамы Мои Каналы Чакры Работали Не Так И Я Даже Не Мог Выполнить Технику Клонирования Самую Простейшую Технику Из-за Кого Забавно Но Брови Четвертого Весьма Таки Заметно Поползли Вверх Не Хочешь Ты Сказать Что Ты Дал Этому Демону Имя Почему Это Просто Изумился Наруто Старик Рикуда Рикуда Син Тех Сполз Под Стол Минато Решивший Уже Ничему Не Удивляться Однако Его Чаянием Не Суждено Было Сбыться Потому Что В следующий Миг Дверь Слетела С Петеля В лучших Традициях Своего Син Син На Пороги Собственной Квартиры Не Иначе Забыла Что Та У Нее Ипотечная Возникла Взмыленная Сакура Хакаги Сама Саски Он Он Придурок Выпылил Просунувшийся Вслед за Сокомандницей Син Джу Настоящий Кто Бы Сомневался Пробормотал Под нос Наруто Не Знавший То ли Ему Расстроиться То ли Благодарить Этих Двоих За Своевременное Появление Пока Он Не Разоткровенничался Слишком Сильно Хотя Постойте К Узумуки Нахмурился Не Находя В поле Зрения Одной Чверноволосой Макушки А где Химовре Встрепенулся Он А нам То По чем Знать Сакура Явно Была На Грани Саски Ушел С деревни Он Убил Хару По Настоящему Чего Четвертый И Седьмой Син 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 Джу И Тут Наруто Разглядел То Что Заставило Его Словить Нехилый Тычок Ностальгии Куртка Хару Была Разорвана И опалена Аккурат В том Жеместе Что И Когда То У него Самого Только Вот Кулак У Саски Стал Больше А Техника Сильнее Но Кто Ж Научил Его Чидаре Здесь Если Кукаш Иван Бу И Как Вашу Кагуш Очередь Наруто Медленно Вращать Шестеренками Вспоминая Некоторые Особенности Шарингана А посему Выходил Он Тихо Матюгнулся Вспоминая В общем-то Что Кроме Привычно Неадекватного Саски По ночным Улицам Канухи Разгуливает Также Его Малолетняя Дочь Которая Явно Полюбила Вляпываться В неприятности Это Уже Серьезно Но Вы Сами Тут Разберетесь Пожелал Удачи Унацу Исакури Синджу Выскальзывая На поиски Химовари Нет А они Что ли В самом деле Думали Что ему До местного Учихнутого Идиота Будет дело Трижды Ха Хотя Не совсем Ха Но поиски Химовари Сейчас важнее Про то Как вправить Мозги Этому Саски Он будет Думать Потом А пока Наруто Прикрыл Глаза Все-таки Хорошо Что Хару Выжил Иначе Буцунади Точно Живого Места На Саски Не оставила И он бы Не стал Ее осуждать Голова Умината Уже Давно Шла Кругом Началось Все С того Что Этот Наруто Начал Рассказывать О своем Мире Закончилось Появлением Двоих Из проблемной Тройки Нумер Семь Почему Проблемной Ну Хотя Потому Что В ней Был Саски Учиха Младший Сын Фугаку За Благополучием Которого Ревностно Следил Итачи И чувство Долго Самого Намикадзе Однако Саски Был Очень Дефис Очень Тяжелым Случаем Ужасно Было Жаль Что Глаза Шису Так И не Успели Перезарядиться А ведь Оставалось Не так Много Времени Проклятый Мальчишка Бежал Раньше Чем Они Излечили Его От Проклятия Ненависти И Кина Ха Анбу Выправил Как мог Ситуацию Но Теперь Кина Ха Лишилась Лучшего Защитника Желание Выпить Становилось Все Невыносимее Доходило Даже До Шума В Ушах Потерей Тачи Как Бойца Нет Мина Ты Не Знал Чем Это Компенсировать Конечно Это Случилось Бы Ведь Он И Так Был Болен Но Он Не Рассчитывал На Столь Скорый Уход Я Теряю Людей Раздраженно Думал И Наконец Решился Сакура У Тебя Есть Что Выпить Округлившиеся Зеленые Глаза Ученицы Цунади Не Были Ответом От Слова Совсем Зато Он Яростный Кулак Врезавшийся В Пол Перед Слегка Побледневшим Хакаги Вполне Так Так Вы Никого Не Пошлете За Саски А Надо Мысленно Продумывает Куда Можно Перенестись Спросил Минато Девчонка Явно Себя Не Контролировала До Наскали Хакаги Ему Нравилось Куда Больше Втянув В себя Морозный Воздух Намикадзе Почувствовал Себя Чуточку Легче Нет Он Не Собирался Никого Пускать По Следу Саски Может Как Хакаги Он Обязан Преследовать Мукинина Но Если Сам Итачи До Сих Спор Об этом Не Распорядился Нет Он Не Будет В Это Лезть Лучше Поговорить С ним Утром А Пока У Минато Были Другие Дела Стоило Проведать Как Там Учитель И Нашел Ли Наруто Свою Дочь Все Таки Маленьким Чересчур Любопытным Девочкам Не Стоит Гулять Ночью В Одиночестве Чтоб Тебя Джирайя Мы Ведь Уже Не Так Молод Охрип Ших Ем Еще Б От Продолжительных Криков Голос Цунади Звучал Приглушенное Почти Незлобно Но Отшельник И Не Думал Обманываться На Сей Счет Это Сейчас Его Старушка Знала Б Как Он Д Думает Что Убил Об Мирно Сопело У него На Груде Вот Что Было Джирайя Вздрогнул Как То Пару Часов Назад Свежие Синяки Подтверждающие Заныли Все-таки Тяжелая Рука У его Ненаглядной Говоря За себя Рискуя В очередной Раз Нарваться Пробормотал Он На Всякий Случай Сильнее Прижимая Ее К себе Хим Предосторожность Не Спасла Его От Ощутимого Тычка Под Ребра Впрочем Показавшимся Легкой Щекоткой По Сравнению С Что Было Особенно Прекрасной Однако Не Всегда Он Видел Ее Такой Любой Люблю Вспомнив Об Эм Прибавил Он Прибереги Это Для Своей Бульварщины Хмыкнула Сунади Впрочем Не Уворачиваясь От Поцелуя Но Бесцеремонно Прекращая Все Последующее И Хватит Я Уже Не Девочка С Тобой По Кустам Обжиматься Не Быть Я Нандзи Медиком У меня Бо Неделю Все Болело После Сегодняшнего Будто Бо Девочкой Ты Со Мною Знавалась Недовольно Выдохнула Джирайя И Вообще После Того Как Ты Мне Лично Все Отбила У Меня Одной Недели Не Обойдешься Но Я Жу Молчу А Сейчас Ты Что Делаешь Дурень Сунади Чуть Откатилась От Него И Гриво Усмехнулась Ладно Уж По делам Тебе Конечно Но Так И Быть Подлечу Иди Сюда Пока Не Передумала Грозно Свела На Брови Однако Призывно Хлопнула По Своим Коленям Повторять Джирайя Дважды Не Требовалось Устроив Голову И Со Всем Возможным Удобством Ужены На Коленях Он Наконец Позволил Себе Выдохнуть Чувствую Как Целительная Энергия Мягко Наполняет Усталое Тело Кажется На Сей Раз Обошлось Только Он Об Этому Подумал Как Вливание Прекратилось Резко Лишенное Исцеление Тело Болезненно Вздругнуло А Лицо Навишшее Над Ним Цунноди Не Предвещало Ничего Хорошего В Чем Дело Гадая Где Же Он Еще Успел Проштрафиться Спросил Отшельник Ни Чем Просто С тебя Хватит Жить Будешь И на Том Скажи Спасибо В Следующий Раз Так Легко Не Отделаешься Угрожающее Сверкнуло Глазами Цунноди Спихивая Его С колен Может Поумнеешь Как Неделю Промучаешься Ну И Стерва Ж Ты Застрял В Его Горле Что Ну Уперев Руки В Бока Поинтересовалась Цунноди Отчего Джирай Прикусил Язык Ничего Смотри Меня Хмыкнул Синджу И Вообще Довольно Нам Тут Прохлаждаться Земля Холодная Простынешь Лечить Не Стану Кто Бы Сомневался Тихонько Проворчал Джирай С легким Кряхтением Поднимаясь На Ноги Что Ты Там Сказал Повела Ухом Цунноди Оборачиваясь Говорю Старость Не Радость Громко Заявил Отшельников Доказательство Похрустел Костями Ну А чего Тебе Говорю Поднимайся Поживее Я Хочу Увидеть Сына Хару То Хоть Бить Не Станешь Без Особой Надежды Поинтересовался Отшельник Посмотрим Неопределенно Пожалуй Плечами Цунноди Сначала Его Надо Найти Не Знаешь Кому Он Мог Отправиться К Сакуре Подишну Тогда Шевелись И Подкрепляя Слово Делом Синджу Потащила Его Куда По Темным Улочкам Канохи Не Давая Даже Хоть Сколько Нибудь Рассмотреть Изменилась Ли Деревня За Время Его Отсутствия Кое Кто Точно Изменился Насил Узав Свалившегося Едва Ли Не К ним Под Ноги Вечно Мрачного Сокомандника Сына Джирайя Присвистнул Выглядел Саски Но Хреново Выглядел Болезненно А Взгляд Как Затравленного Кролика Учих С кроликами Жиз Общего Лишь Цвет Радужки Потому Что Тут Было Нечисто И Когда Паренек Рванул От Них Прочь Постойте Ко Джирайя Несколько Раз Моргнул Цунади Рядом Тихонько Села На Землю И Он Что Пропустил Только Что Взгляд Медленно Переместился На Фукас А Мудрец Не Стал Бы Приходите За Ерунды А Еще Джирайя Резко Выдохнул Кажется Он Почти Вспомнил О Чем Тот Говорил Но Догони Его Жена Как Безумная Вцепилась В Его Руку Саски Что То Знает Скорее Он Не Видел Ее Такой Вот Уже Джирайя Резко Поплох Его На Краю Сознания Крутилось Что То Столь Страшное Что Разум Отказывался Это Воспринимать И Пока Не Нужно Иначе Ему Не Выполнить Просьбы Цунади Он Должен Догнать Учху И Вытрясти Из Него Правду Бережно Он Освободил Рука От Оцепеневших Пальцев Жены Не Позволив Нахлынувшему Ужасу Сковать Его Он Подумает После Главное Погони Да Где Же Чтоб Вас Наруто Не Уставал Брониться Нарезай Круги Поконохи Примерно Тем же Самым Сейчас Занималась Добрая Сотня Его Клонов Ему Было Плевать Как Косятся На него Случайно И Припозднившаяся Прохожая Балаган Буй не Трогали Видимо Предупрежденные Какаши На том Спасибо Химоварин Никак Не Желала Находиться И Это Нервировало Нет Это Больше Того Заставляло Его Сердце Переворачиваться От Страха Одна В чужом Мире Куда Ее Занесло Дура Вот Ведь Ногти Врезались В ладони До Крови Наруто Начинал Не Хватать Воздуха Он Совсем Не Знал Своих Детей Боги Если Они Правда Такие То Кокхина Справляется Он Ужасный Отец Это Правда И Если Они Вернутся Нет Наруто Дернул Плечом Поправляясь Когда Они Вернутся Он Создаст Больше Клонов Не Будет Спать Мать Вашу Или Переложит Часть Дел На Чьи Нибудь Плечи Главное Найти Побольше Помощников Но Станет Больше Времени Уделять Семьи И Катитесь Все Недовольные Прямиком К Мадареву Зумаки Не Додумал Странно Но Внезапной Мысли Пронзила Его Мозг Его Недоверчиво Стартануть К местным Хьюго В гости Когда Вдруг Услышал Чей-то Приглушенный Всхлип Ноги Сами Приросли К месту Потому Как Он Узнал Его Бабули Цунади Недоверчиво Пробормотал Он В темноту И Двинулся Туда Откуда Шел Звук Погулять Так Погулять Химоваря Может И Хотелось Бы Услышать О чем Будут Говорить Отец С дедушкой Но Все Так Нарушать Приказ А Прозвучало Именно Так Отца Не Собиралась Вот Только На Выходе Из Квартиры Она Не Обнаружила Ни Сакуры Ни Хару Пожав Плечами Узумаки Решила Сама Разыскать Их В конце Концов Не Заблудится Жанна В Конохе Как Оказалось Именно Это С ней Произошло Эта Коноха Все Отличалась От Но Химовари Не Слишком Дружила С Логикой Оставляя Ее Нелегкий Поиск Тому Странному Другу Барута Замерев Посреди Пустынной Улицы Химовари Справедливо Решила Что Отец Все Равно Найдет Е Потому Спокойно Принялась Чертить На земле Поднятой Веточкой Незамысловатый Рисунок Когда Узумаки Закончила Вырисовывать Пафосный Плащ отца На рисунок Упала Чья-то Вытянутая Тень Ничем Не выдав Своё Волнение Химовари Напряглась Готовая В случае Чего Убегать Ты Потерялась Ровно Юношеский Голос Заставил Ее Поднять Голову В конце Концов Это Прозвучало Неугрожающе Справедливо Рассудила Химовари Беззастенчиво Рассматривая Незнакомца И тут же Вздрагивая Она Узнала Его Как Неузать Если Это Его Фото Стояло У них На Каменной Полке Ее Двоюродный Дядя Неджих Юга Погибший Задолго До Ее Рождения Практическим В том же В каком Он Был Сейчас Возрасте Вопросительно На Нее Смотрел Ахимовари Впервые В жизни Абсолютно Не Представляла Что Же Делать Говорить Сейчас Она Уж Точно Не Могла И Оставалось Лишь Надеяться Что Он Не Активирует Бья Куган И Не Разглядит Ее Нетипичную Систему Чакра Что Ж Если Ты Еще И Глух Анимая Это Значительно Усложняет Делан Джим Вздохнул Я Не Обижаю Маленьких Девочек Но Твоим Родителям И Вправду Следует Лучше Следить За Тобой Не То Чтобы В Канухе Опасно Ночью Но Он Не Договорил Коротко Заключив Так Ты Слышишь Меня Я Видел Как Дернулось Твое Ухо Моих Глаза Не Обманешь Потому Что В их Юга Встрепенул Этхимоваря Прикусывая Язык Но Было Уже Поздно Да Именно Так С Превосходством Кивнул Надже Потому Давай Ты Скажешь Где Твой Дом А Я Провожу Тебя И Дет И Видя Чем Разные Здоры Глупые Сплетни Клан Хьюга Не Пожирает Младенцев Уж Поверь Да Конечно Глупо Хихикнула Химоваря Представив Дедушку Хиаши Прыгающего С крыши На крыши В поисках Новой Невинной Жертвы Я Вам Верю М Надже Подсказал Хьюга Чье Лицо Недовольно Вытянулось Видимо Он Не Так Истолковал Ее Смех Надже Морчать С тобой Полночь Раздраженно Оборвал Ее Надже Где Ты Живешь Из Какого Клана А Дядюшка Оказывается Был Грубияном Тихонько Вздохнула Про себя Химоваря Как Выпутаться Из Сложившейся Ситуации Она Не Знала А Потому Решила Импровизировать Простите Надже Сан Что Своим Покинутым Видом Вела Вас В Заблуждение Но Мне Нужна Помощь Правда Правда Усиленно Закивала Узумаки Призывно Сверлять Дядюшку Своими Чистыми Синими Глазенками Я Вовсе Не Потерялась А Жду Кэква Неужели Надже Холодно Дернулся Хватит Играть Со Мною Не Хочешь Говорить Кто Ты И Откуда Я Отведу Тебя В Госпиталь На Ночь Они Тебя Пустят А Дальше Крутись Рефлекторно Уклонилась Чем Вызвала Удивленный Взгляд Бледных Глаз Пожалуй Она Двигалась Слишком Быстро Для Обычной Потерявшейся Девочки Ты Учишься В Академии Нахмурился Хьюго Из Какого Ты Клана С Нажимом Повторил Он Меня Мама Учила С Незнакомыми Дядями Не Разговаривать Вновь Нашлась Химоваря Медленно Отступая Куда Так Дерево С него Было Удобно Перепрыгнуть На Другое Потом На Третье Но От Бьякогана Не Скрыться А В Ее Ситуации Нельзя Было Чтобы Он Активировал Свою Дадюцу Я Ведь Представился Раздраженно Прошипел Неджи А Может Вы Солгали А Может Вы Извращенец Вспоминая Отчего То Книжки Джирайя Которые Мать Прятала От Отца Продолжала Пятаться Узумуки Ах Ты Маленький Неджи Не Договорил Потому Как Между Ним И Наглой Девчонкой Пролетел Знакомый Всей Конохи Куны Четвертого А Затем Появился И Сам Хакаги Вот Ты Где С Заметным Облегчением Вздохнул На Микадзе Игнорируя Хьюгу Дедушка Радостно Воскликнула На Эта Девчонка Призненно Переживавший Потерю Жены Сына Не Опроверг Это Громкое Заявление Более Того Девчонка Безо Всяких Последствий Укрылась За Его Белым Почему-то Обрызганным Чаем Плащом Осторожно Наблюдала Оттуда За Самими Хьюга Ты Ничего Этого Не Видел Глухо Прорычал Ему Хакаги А После Чего Короткой Вспышкой Исчез Вместе На территории Рядом С Кланом Хьюга Так Еще Из Какого-то Перепуг Оказалась Родственница Четвертого Признаться Когда он Только Увидел Девчонку То Решил Что Это Кто-то Из Клана Сошел С Ума И Оставил Ребенка Потому Как Пока Таня Подняла Нанаджи Свои Синие Глаза То Он Был Уверен Что Она Из Клана И Все Ее Движения Были Слишком Быстры Даже Для Внучки Хакаги Минат И Сам Не Знал Что Заставляло Его Телепортироваться По Канохе Всюду Где Были Оставлены Его Метки Существовало Тысяча И Одно Дело Решение Которых Он Отложил Из-за Инцидента На Площадке Он Должен Был Навестить И Тачи В конце Концов Но Четвертый Отчего Кто-то Упорно Искал Маленькую Наглую Девчонку Что Своим Появлением Начисто Разрушил Его Устоявшийся Мир И Не То Чтобы Он Был Так Уж Зол Но Это Потому Как Его Мир Был Отстоем Минат Вздох Кушина Бы Точно Не Стала Преукрашать Реальность Кушина Эта Девочка Была Чем-то Похожа На Нее В Этом Все Дело И Он Господин Четвертый Хакаги Тратил Свою Бесценное Время На Ее Поиски Хотя На Минуточку Химовари Было Кому Искать Минат Не Раз И Не Два Сталкивался С Очередным Клоном Наруто Тот Искал Дочер Яна Абсолютно Не Думая О Деликатности Хорошо Что Он Отдал Приказ Анбу Прикрывать Его Хотя Кто-то Обязательно Заметит Намикадзе Не Сомневался Что К утру Новость Об Его Таинственных Родственниках Разлетится По Деревне А он Даже Не Придумал Как Это Объяснить За Своими Размышлениями Он Не Заметил Как Ухватил Край Разговора На Повышенных Тонах Взглянув Не Поверил Глазам Химовари Точно Знал Толк В Неприятностях Вот Медитирующая его перед Хиоши Было покорно снесено им Потому что маленькими пальцами Вцепившиеся в его плащ Ощутимо дрожали Потому что по иронии судьбы Эта девочка сейчас доверяла ему больше Чем несомненно своему другому родственнику И это на удивление подбадривало Бамината Без особой надежды Велифнаджа молчать Он переместился в свой кабинет Гора бумаг на столе За время его отсутствия Стало угрожающе и большой Но сейчас он не думал о них Ты в порядке? Спросил он Все еще не отпускавшую его плащ Химовари Да Девочка пугающей быстротой Отлипла от него Отчего Минат Испытал нечто похожее на сожаление Да Спасибо Ой Простите Я не должна была Все хорошо Неожиданно для себя Махнул рукой четвертый Не переживай Ложись лучше спать Уже поздно Тут же засуетился он С диванчика Который обыкновенно замещал ему постель Были спешно поскиданы На коробке с едой Аккуратностью Мината больше себя не утруждал А сейчас приходилось краснеть А вы предупредите папу Послушно устроилась калачиком На диване Химовари Да Спи Пообещал на Микадзе Я ненадолго отойду Но тут безопасно Зачем-то прибавил он Хорошо Сонно кивнула ему девочка И одарила такой лучезарной улыбкой Что у него что-то скрутило внутри С этой минуты Мината Пусть и не понял Но смутно догадывался о том Что теперь никуда не сможет деться от этих пришельцев И его это устраивало Глава 16 А ночи в Канахе тихие Он видел пятую разной Зареванной Облеванной Ну последней Ладно Тут Наруто приукрасил Сильно приукрасил Хотя то массовое отравление Только сначала выглядело Чьей-то спланированной акцией Но на деле оказалось его косяком Одним из множества на посту Хакаги Кто же зал Что за поставщиками нужен Глаз да глаз И что некоторые нечистые на руку дельцы И не побоятся обмануть Элиту Канохи Узумаки позеленела От одних только воспоминаний Несвежие морепродукты Поданные уже изрядно поднабравшим Совершенно без сочетаний Опасное Он спят И тогда едва ли не легче Всех отделались Еще бы у него метаболизм Джин Чурики А у нее весь арсенал Самоисцеляющих техник Что до остальных повезло Что не было иностранных гостей И то Хиаши потом долго вспоминал Как зять его отравить пытался А Кукаши Сенсей пришлось Распрощаться анонимностью По крайней мере Тащившие его на прокапывание Узумаки Проводившие процедуру Сакура Узнали ответ на самый будоражащий вопрос Гененства К слову Именно этот факт до сих пор Заставлял Саски недовольно Шипеть на их козыряние Но как бы там ни было Наруто видел пятую В достаточно неприглядной форме И до того Как-то остала Хакаги И после да он даже старуха ее видел Но такой Узумаки поежился Вновь взглянув на привалившуюся К дереву безучастную фигуру Ни разу Она Словно погасла изнутри Рядом суетились Фукасаку Сану Шимы Сану Более этого Пожилая пара Явно пыталась Отпоить Сунади Каким-то неприглядным Варивом От одного запаха Которого у Наруто Подворачивались кишки А пятую ничего Покорный цедила Решив, что так продолжаться Больше не может Он кашлянул Привлекая к себе внимание Жаб На Цунади Сейчас надеяться Точно не стоило Проверьте контракт Еще раз С нажимом Посоветовал он Эти древние свитки Бывают Глючат Контракт Не может глючить Мальчик Помимо удара Трости По горбу Наруто Словил Еще и нехилый Приступ Ностальгии Надо же Зато Чихо И не такое Могут Сдавлено Шипя Пробормотал Узумуки Проверьте Убедитесь Сами Проверь Чего стоишь Старик Первый Вняла Ему Шима Сама А Кали Брешит Еще раз Пристук Не его А вы Все те же Удовлетворенно Кивнул Узумуки И тут же Ойкнул Вспоминая Где Джирайя За мальчиком Учихой Побежал Сейчас мы Все проверим За Саски Побледнел Наруто Срываясь С места Дело обстояло Куда хуже Чем он полагал Если Сенсей Догонит Саски Нет Об этом Лучше Не думать Не в ту сторону Дурень Направил Его Фукакусан Дурнем Наруто Тоже давно Никто не называл Но оказалось Неожиданно Приятно Вспомнить Времена Когда он Еще мог Позволить Себе Косячить Раз уж он решил Помочь этому миру То не бросать же Саски Да и Сенсей Увидеть неплохо Было бы они Ведь и парой слов Толком не перекинулись Пусть даже Это и не его Джирайя Но Наруто Чувствовал Что ему это нужно Тем более Если тот Сейчас думает Что его сын Мертв Следовало спешить И Узумаки Поднажал От души Надеясь Что клоны Справятся Со своей задачей По поиску Химовари Что до поисков Саски и Джирайя Так оба Особо и не таились Развороченные Котоном ворота И шныряющие Вокруг Анбу Тому явное подтверждение Наруто Впрочем Выпустили Не иначе Как от того Что среди фигур С масками Мелькнула Та у которой Были серебряные волосы Больше же никто Казалось И не думал Преследовать Саски Неужели У Чехосвозу Кобыли В данном случае Канохи Легче Слегка хмыкнув Подумал Наруто Не то Что он открыто Не одобрял Откровенное Попустительство Четвертого По этому вопросу Он ведь не знал Здешнего Саски Да и его Собственный Был не подарком Посбрасывать Со счетов Только потому Что в деревне Еще полны Представители Этого клана Или же он Что-то неверно Понял Скорее так Вряд ли Сын Джерайи Пятый Был слабаком А ведь этот Саски Его убил И здесь Отец доверился Итачи Который точно Не дурак А значит Наруто Остановился Саски Не стали Преследовать Потому что Тот стал Слишком опасен И мог убить Любого Кто последует За ним Скорее всего Сегодня он Пробудил Мангикю Ведь он Сделал то Что его Саски не стал Довершать Хотя возможность Была убил Лучшего друга В таком случае Следовало Поспешить Потому как Лишь он Наруто Сможет Всевладать Собладателем Мангикю Шарингана Джерайи Может и Продержаться Против него Достаточно Долго Но вот Победит Навряд ли По мере Такого Как Джерайи Продирался Вглубь леса Осознание Потери Остановилось Все четче Неужели Это Сделал Саски Думал он Вспоминая Бледное Лицо Мальчика Вместо которого Чего-то Пред глазами Появлялся Арачимару Мог ли Друг Убить Его Сейчас Джерайи Уже Ни в чем Не был Уверен Потому как К сожалению У их троицы Сынинов Обнаруживалось Чересчур Много Схожих Черт с Командой Нумер Семь Только Его сын Не был Таким Извращенным Пускающим Слюнина Симпатичных Девиц Идиотом Как он Сам Арачимару Несмотря На свой Отвратительный Характер Так до сих Пор И не предал Их Более того Отшельник Скорее доверил Боему Спину Ему Чем Как не Жутко Это Осознавать Изменившемуся Минато Арачимару Всегда был Таким Ана Микадзе Нет Вот и Вся Разница Глупо Но он Считал Его Сыном Что Ж Похоже Сегодня Он потерял Их Обоих Минато Вряд ли Без Потрясений Переживет Новость Наруто В Акацуки Скорее Он замкнется И озлобится Еще сильнее И Джирайя Останется Один на один Со своими Невозможно Глупыми Романами Потому что Цунади Этого Не перенесет Потому что Сам он Не сможет На это Смотреть Потому что Вероятнее Всего Догнав И отняв Жизнь У Саски Он не Вернется В деревню А отправится К Акацуки И сделает Все Чтобы Устранить Наруто Чтобы Минато Не пришлось Встретиться С ним Лицом К лицу Никогда Он не Пожелал Бо родителя Убить Своего Ребенка Находящегося По другую Сторону Баррикад Потому Сделает Все Сам И Скорее Всего Погибнет В процессе Пусть Так Ветка Хрустнула И Отшельник Остановился Ловушка В воздухе Пахло Именно Ей Он Осторожно Раздвинул Ветки И не Удержался От Разочарованного Вздоха Каким бы кетчливым Идиотом Саски Не был Сейчас Он Попался В нее Листва Была Примята Часть Веток Облома На его Явно Схватили Но Кто Учиха Не озаботился Заметанием Следов Мчась Как Полоумный Чего Нельзя Сказать О его Похитителе Джирай Разочарованно Охнул И принялся Искать Хоть Что-то Что Могло Привести Его К Убийце Сына Когда Сенсей Появился Еще Один Полоумный Наруто Который Стал Хакаги Аня Кацуки Ледва Не Надрал Собственному Отцу Задницу Отшельник Не Понимал Лишь Одного Какого Биджу Он Здесь Забыл Только Тебя Не Хватало Проворчал Он Тщетно Пытаясь Уловить Следы Чакры Хару Жив Выплял Наруто Хакаги Отчего Джирайя Отпустил Из рук Только Что Найдену Одинокую Белую Чешуйку Если Ты Меня Обманываешь Хрипло Начал Он Но Был Перебит Возмущенным Я Бы Никогда Не Посмел Лгать О Таком Росинин Ты Обалдел Немножечко Отмер Джирайя Не Помню Что Вы Дабить Джу Ты Точно Уверен С Проснувшейся Надеждой Спросил Он И Тачи Применил Особую Технику Так Что Да Печати Контракта Не Могли Ошибиться Поначал Свои Гривы Джирайя Не Могли Он Был Мертв Но Недолго Из Занаги Способна Управлять Реальностью Изменяя Ее Действуя Вопреки Законам Природы Но И Плата За И И И И И Тачи Слеп Значит Шисуй В самом Деле Вернулся Из Мертвых Пробормотал Отшельник Вспоминая Неожиданно Объявившего Считавшегося Мертвому Чиху Тогда Это Было Весьма Кстати Как Хару Неожиданно Приблизившийся Положив Руки На Плечи Наруто Слегка Встряхнул Его Джирайя Вроде Бы В порядке Я Не знаю Я Быстро Ушел Я Вообще Искал Дочь Та Куда То И И И И И Вновь Вспоминая О том Что Клоны Так И Выполнили Задание Завелся Наруто А Как Здесь Оказался Подозрительно Прищурился Отшельник Не Смог Пройти Мимо Погруженный В отчаянии Пят Сунади Поправился Он Но Округлившиеся Глаза Синси Дали Ему Понять Что Тот Догадался Об Оговорке Аккуратно Он Отпустил Плечи Наруто Тогда Пойдем Найдем Ее Подтолкнул Он Незадачливого Пришельца А Саски Прикусил Язык Узумуки О Он В надежных Щупальцах С неким Злорадством Хохотнул Джирайя Орочимару О нем Позаботиться Не Сомневаюсь Слегка Побледнел А затем Успокоился Наруто Судьбу Не Обманешь У Вас Он Тоже Оказался Говняком Безо Всяких Прекрас Поинтересовался Отшельник Он Исправился Уклончиво Ответил Наруто Но Будем Надеяться Старина Орочей Втолкует Ему Что К чему А у вас Тут Случайно Шины Безредкими Способностями Не Пропадали А дети Забеспокоился Узумуки Да Вроде Нет Пожал Плечами Отшельник Своей Огривой Приподнимая С пути Меняющейся Ветки Он Конечно Связан С разными Мутными Личностями По большей части Из других Стран И не всегда Это мертвые Тела Но В родной Деревне Он Не Гадит Уже Неплохо Хотя И не факт Хмыкнул Изумуки Все равно Надо будет Потом Вызволить Саски Я бы Не Советовал Ему Возвращаться Почти Не Угрожающе И Прибавил Отшельник Если Не Я То Цуна Обязательно Сорвется Это Если Они Еще Минато Его Простит Но Он Может И Тачи Многое Для него Сделал Не Только Для него С Нажимом Втолковал Наруто Парень Пока Я Не Увижу Сына Живым Мне Тяжело Об Этому Думать Понял И Ты Вроде Как Собирался Искать Дочь Пока Не Отлегся На Нашу Семейную Драму Кстати Почему Ты Не Прошел Мимо Кто Мы Тебе В Том Мире Я Ж Говорил Сэнси Покачал Головой Наруто Ты Назвал Меня Иросинином А Это Не Одно Тоже Хохотнул Джирайя И Вообще Мне Не Нравится Твой Взгляд Он Как У Побитой Собаки Лилиса Рекуда Тебя Возьми Говори Начистоту Но Только Прошу Прекрати А Не То Я Решу Что В Том Мире Ты Меня Смертельно Обидел Не Дав Описать Восхитительный Завеселился Отшельник Потому Как Удивительно Но Он Верил Этому Свалившимся Им На Головы Парню Вот Только Тот Совсем Не Смеялся Я Знаю Что Вы Он Он Что Беджур Из Дери Плачет Хакаги Взрослый Муж Ах Ты Ж К Судорожному Объятию От Практически Незнакомого Мужика Что В Те Ре Мог Быть Его Крестником Пойди Мирозданием Ходом Извращенный Отшельник Не Был Готов Но Сопротивляться Не Стал Хоть Тело Жалобно Заняло Напомнив О том Какой У Его Благоверный Мощный Удар Правый Левый Потому Что Джирай Интуитивно Чувствовал Что Тому Это Нужно Единственное Он Не Собирался Терпеть Этого Слишком Долго Хватит Спихнул Он Не Думавшего Отлипать Наруто А то Я Решу Что Ты По Мальчикам А твоя Дочь Только Для Прикрытия От Общественности И Создания Образа Приличного Хакаги Вы Представить Себе Не Можете Как Я Рад Что Здесь Вы Счастливы С Бацунади Только Пожалуйста Не Суйтесь Никогда Вами Сенсей И Вообще Никуда Пока Из Конохи Не Уходите Ладно Пусть Возгласы Этого Кхм Хакаги И Походили На Бред Сумасшедшего Но Звучал Той Довольно Искренне Как И Его Глаза Которые Хоть И Были Усталыми Прямо Так Лучились Счастьем Почему То Сейчас Глядя На Него Джирайя Думал Что Примерно Как То Так Выглядел Бо Минато Не Свались На Него Все Это Глава Проклясть Себя Зато Что Вязался В Это Во Все Это Но Перед Глазами Вновь Вставала Умельная Мордашка Девочки И Хакаги Устало Вздыхал Но Продолжал Поиски А Ведь Как Назло Сейчас Ему Не Попадался Ни Один Даже Самый Завалящий Соклон Этого Хакаги Коих По докладам Анбу По Канухе Рыскала Больше Сотни Карма Что Ли Так Четвертый Скрипел Зубами Сдавленно Ругался Мечтал О Выпивке Которая Вот Мадара Была Даже Ничем Не Прикрыта В Кабинете Где Он Оставил Спать Малышку Осознание Собственного Попадова Становилось Все Мощнее С Каждым Новым Витком Мысли Потому Минато Решил Отключить Кучихом Мозг Просто Искать Когда То же Они Должны Встретиться Встретился На Свою Голову Но Не С Наруто А С Разъяренной Цунади У Которой Отчего Тременно К Нему Накопилось Уйма Претензий Но От Которой Хакаги Избавился Лаконичным Хару На Квартире У Сакуры И Облегченно Вздохнул Когда Фурия Промчалась Мюх Не Завидовал Он Учителю Хотя По Было У Него Бешеная Фурия Жена Которая В Преливе Нежных Чувств И Прешебить Может И Почти Взрослый Сын Как Оказалось Сын Был Юминато Выросший Среди Врагов И Наверняка Считавший Таковым Самого Намикадзе Наруто Угроза Канахи Четвертый Тихо Застонал Скорее Всего Его Сына И Завудто По Другому Не Наруто Хотят Жира И Нет Хакаги Мотнул Головой Это Маловероятно Чтобы Тот Ублюдок В Маске Что Похитил Его Сына Выбрал То же Имя Что И Он Скушенный Это Невозможно Только Если Тот Не Сумасшедший Фанатром Мина Либо Книг Сэнси Причем Первое Было Куда Более Реалистичным Минато Недоуменно Повел Ухом Провожая Взглядом Четвертую Встретившуюся Ему Жабу Что-то Ему Подсказывало Что Сэнси Неподалеку Возможно Не Только Он Прекратив Хаотичные Перемещения Он Последовал Закваканьем Чутье А точнее Долгий Опыт Не Подвели Вскоре Он Вышел На Этих Двух Идеал Одна Не Шибко Ответственных Шиноби Одного Из Четвертый Хоть Что-то Успел Обдумать Обязательно Но Сначала Нам Надо Найти Его Дочь Хлопнув Подозрительно Тихого Наруто По Плечу Объявил Джирайя А Ну Конечно Мне Нужно Проведать Сына А Потом Да Можно И Махнуть Николан Зачем Ты Уточнил Нинато Глядя На Этого Хакаги Нет Вяло Покачал Той Головой Синси Вы Правда Идите К Сакуре А я Уж Как Нибудь Сам Слышал Бы Как Это Звучало Парень Засмеялся Отшельник Слышал Об тебя Цунади Ты Бо Костей Не Собрал Чуть Улыбнулся Четвертый Верно Кивнул Ему Синси Ты Сказал Что Хару В Порядке Я Тебе Верю А Вот Твою Дочурку Нужно Найти Канахуна Водни Лежа Бо Правда Наруто Встрепенулся С надеждой На него Посмотрев А Минато Подумал Что Если Тот Сейчас Ему Не Поверят То Он Не Разочаруется Нет Но Ему Будет Больно Да Сдержанно Кивнул Он Наблюдая За Реакцией Ух Ну И Славно Широко Улыбнулся Ему Наруто Спасибо Дайте Бэя Пойдемте Тогда К Сакури Махнул Он Рукой В сторону Квартирки Уверенно Пошел Вперед Минато Едва Заметно Выдохнул Совершенно Опустив Из виду Наблюдавшего За ними Все Это Время Сенсия Рука Джирай На Плечи Заставила Его Вздрогнуть Я Не Так Уж Много О нем Знаю Точнее Мы Почти Ничего О нем Не Знаем Но Этот Наруто Славный Парень В этом Я Ж Для Наруто Абсолютно Чужой Человек На Тебя Он Смотрит Совсем По Другому Не Мели Ерунды Хватка На Плечи Стала Сильнее И Не Спеши Отталкивать От Себя Для Наруто Это Шанс Узнать Отца Которого Тот Был Лишен А Для Тебя Сына Пусть Даже Вы Оба Хакаги А Он Немногим Тебя Младше Мой Сын Жив И Состоит В Акацуке Ты Сам Так Сказал Бесцветно Произнес Четвертый Он Еще Совсем Мальчишка Не Думаю Что Все Потеряно Попытаться Достучаться До Него Все Ж Стоит Ты Думаешь Мина Ты Не Договорил Плотный Ком в Горле Стал Чуточку Легче Уверен Джерай Напоследок Похлопал Его По Плечу Стучало Давненько У них С учителем Не было Таких Душевных Разговоров Один Рикуда Знает Кем Теперь Считал Его Джерай Однако Появление Пришельцев Смягчило Его Отношение Не Став Долго Терзаться Сомнениями Минат Активировал Одну Из меток Оставленных Недалеко От Квартиры Сокуры Однако Каково Же Было Его Удивление Когда Внутри Не Обнаружилось Ни Синджу Куда Они Подевались Спросил В пустоту Он А потом Проразмыслил И Смотался За Выпивкой И Куда Ты Всех Дел Чуть Рассерженно Поинтересовался Джерай Они С Наруто Выглядели Несколько Запыхавшимися Это Ведь Намикадзе Путешествовал С комфортом Сами Делись Но Я Уверен Что Рано Или Поздно Они Вернутся Мне На Улице Будет Ночевать Сакура Обегая Всю Деревню С криками Мы Все Равно Ничего Не Добьемся Так Дадим Жителям Хоть Немного Выспаться Садитесь Минато Кивнул На стулье И Начал Развивать Саки По Стопочкам Вечер Определенно Обещал Быть Интересным Только Не Говори Что Распотрошил Заначку Сакуры Простонал Наруто В ужасе Глядя На Саки Сакура Пьет Не Знал Что Цунади Е Уже Споила Хохотнул Джирайя Опрокидывая В себя Стопку М М Нет Это Моя Заначка Так Ваша Сакура Пьет Что Ж Минато Правда Было Любопытно Иногда Особенно Когда Вспоминается С не до Конца Озвученное Имя Повисло В воздухе Синси Вы Его Не Догнали Четвертый Совсем Недавно Мечтавший Напиться Сказываю ему Что Сегодня Трезвость Ему Не Повредит Я Нет Зато Орочмару Подсуетился И я Не Думаю Что Он Захочет Чтобы Руководство Деревни Было В курсе Этого Ты Уверен Минато Не Знал Была Ли Эта Новость Хорошей С Одной Стороны Без Змейного Сани На Ему Определенно Жилось Быть Тяжелее А С Другой Расслабиться Тот Не Давал Всегда Оставляя За Собой Эффект Непредсказуемости Да Его Чешую Я Ни С Какой Не Перепутаю Да И Много Ты Возле Конахи Белых Змей Видел Потому Ты Конечно Хакаги И я Должен Был Тебе Об Этому Доложить Но Решать Тебе Я Б Пока У Орочи Его Игрушку Не Отнимал Тем Более Что То Судьбу Не Обманешь Пожал Плечами Наруто Пусть Пока Побудет У Змеюки Наверное Хорошо Посмотрев То На Одного Своего Собутыльника То На Второго Кивнул Минато Будь По Вашему Пока Во Всяком Случай Спешно Прибавил Он Расскажи Лучше Как Вы Сюда Попали Вот Хороший Вопрос Под Шумок Наполняя Стопочки Покивал Джирайя Но Наруто Замялся Неловко Почесав Затылок Хотел Бо Я Сказать Что Это Происки Вражеских Шиноби Или Что Я Тренировал Супер Крутую Технику А то Возьми Выкинь Финт Но Чуть Надавил На него Четвертый Ты Обмолвился Что В этом Замешана Твоя Дочь Но Будем Честны Выглядит Не Очень Правдоподобно А Почему Б И Нет Это Ты Всегда Был Паинькой А Вот Кушина Не Очень Справедливо Отметил Отшельник Что Дах Юга То Говорят Жи Что В Тихом Омуте Такие Чудища Водятся Кто Их Знает Не Зря Жаней С Другими Кланами Особо Знаться Не Желали Твой Парень В этом Плане Уникум Он Неминато Оборвал Себя Стрельнув Взглядом Вугрюм Молчавшего Наруто Он Не Только В этом Уникум Поправился Четвертый Конечно Дать Тебе Хмыкнул Узумуки Я Уникум Потому Что Оказался Не Только Дерьмовым Отцом Но И Хакаги Тоже Почти Не Появлялся Дома Потонул В Бюрократе А Когда Единственный Раз Решил Вырваться Освоить Наконец Хирайшин То Меня Попросту Разморила На свежем Воздухе Да На мягкой Травке Аккурат Посреди Леса Смерти Да Конечно Там Были Анбуды И Блохасты В случае Чего Разбудил Бо Меня Но Я Приволок Из Резиденции Тот Самый Свиток Какого Мадары Там Дела Химоваря Которая Для Меня Столь Редко Появляющегося Дома Засветла Так И Осталась Лапушкой Дочкой Я Не Знаю Но Анбу Ее Ко Мне Подпустили И Курама Тоже Да И Как Не Подпустить Ахима Возьми Да Свиток И Изучить Реши Ну Изучила На Наши Головы Называется Я Идиот Потому Что В Ее Возрасте Я Так Отмачивал Да И Свиток Тоже Прикарманивал И С Ходу Технику С Него Осваивал Было Дело Дать Тебе Нельзя Было Расслабляться Нельзя Кажется Алкоголь Все же Попал В Кровь Наруто Слегка Повело Несмотря На Бешеный Метаболизм Какой Такой Блохастый По Имени Курама Полюбопытствовал Ничуть Не Удивленно Джирай Однако Ответил Ему Минато Это Наруто Так Девятихвостого Лиса Называет Потому И Уник Что Как Ты С этим Четвертый Хотел Сказать Демонам Но Поймав Предостерегающий Взгляд Поправился Бенжу Ужился Не Сказать Что Это Было Так Уж Сложно Ай Да Не Пинайся Ты Ментально Теба Узум Аки Чуть Насупился Получив Слегонца От Соседа По Черепной Коробке Не Сложнее Чем Деревней Управлять Детей Воспитывать Детей Присвистнул Джирайя А ты Я Гляжу Времени Даром Не Терял Сначала Семьей Обзавелся А потом Хакаги Стал Или Наоборот А ведь Сенсей Дело Говорил Минато Было Любопытно Сам Тон Вспоминать Больно Только Вот К смеху Они Готовы Не Были Вы Серьезно Думаете Что У Меня Хватило Бы Времени Для Зачатия Отсмеявшись Поинтересовался Узумуки Моя Канаха Существенно Хим Больше После Войны Случился Настоящий Бэби Бомб Да Иммиграция Бешонная Наблюдалась Канаха Стала Весьма Привлекательным Местечком Дать Тебе И Вовсе Не Тихим Нет Мы Тепей Скорее Не Деревня А Город Нет Какаши Еле Дождался Того Момента Как Химовари Немного Подрастет И у Меня Закончится Отмазки У вас Какаши Стал Хакаги Не То Чтобы Минато Был Слишком Сильно Удивлен Но Хатаки С Его Замкнутостью Спорно Хотя В душе Шевельнулась Гордость За Ученика Он И Сам Навряд Ли Выбрал Эну Кандидатуру Стань Перед Ним Такой Выбор И Тачи Подошел Б Лучше Но Его Болезнь И Откровенные Проблемы С кланом Нет И Тачи Не Рассматривался В качестве Кандидата Да Шестым Он Пробыл На посту Немногим Дольше Чем Я Сейчас Его Занимаю Кивнул Наруто Интересы Ради А кто Был Пятым Джирайя Сегодня Определенно Пил За Троих Впрочем Из них Троих Только Он Имел Столь Большой Опыт В этом Искусстве И печень Закаленную В излиянии А Наруто У Наруто Было Одно Весомое Преимущество Благодаря Присутствию Курамы Чтобы Напоить Его Нужно Было Очень Сильно Постараться Пятый Тем не Менее Икнул Зумуки Ей Стала Цунади Но Она Просто Ушла С должности После Войны Сказала Что Устала От Этого Дерьма И Уходит Что Поперхнулся Джирайя Какой Ненормальный Предложил Ей Эту Должность Вообще Это Был Ты Любезно Просветил Его Узумуки Помню Мы С тобой Обошли Немало Злачных Мест Прежде Чем Нашли Бабульку А Та Еще Ни в Какой Не Хотела Возвращаться В Канаху Мне Пришлось Поспорить С ней На То Что Я Свою Рассенган За Неделю Дать Тебе За Неделю Мината Потративший На Создание Этой Техники Лучшие Годы Своей Жизни Был Под Впечатлением Да Бабульку Хохотнул Джирайя Знаешь Парень Ты Либо Бессмертный Либо Дурак Скорее Последнее Заметил Нечеловеческий Голос От которого Вздрогнул Четвертый И Отшельник Тихо Курама Не Пугай Их Дать Тебе Хлопнул По Лбу Наруто Извините Я Бо К этому Никогда И Фигуры Девятихвостого Ты И Правда С Нем Ладишь Да Вам Нечего Бояться Уверенно Произнес Узумуки У нас Были Разногласия И Взаимные Претензии Но Это Давно В Прошлом Ладно Мудро Поспешил Свернуть Со Скользкой Темы Джирайя Так Значит Моя Старуха Стала Пятой Хакаги И Как Кноха При Не Развалилась Нет Улыбнулся Наруто Словно Вспоминает Сунади Баачан Хорошо Справилась Так Ты Освоил Рассенган За неделю И Выиграл Спору Сунади С Не Охотой Вернулся К прежней Теме Четвертой Присутствие Девятихвостого Не могло Его Не Напрягать Ни Как Хакаги Ни Как Человека Которого Этот Демон Лишил Самого Дорого Человека Впрочем Где-то В глубине Души А действует Заодно Он Был Хакаги В своем Мире Ему Доверяли Жабьи Мудрецы Это Что-то Дозначило Хоть И Не Могло До Конца Усыпить Предубеждение Намикадзе Конечно Дать Тебе Правда Тут Не Помог Напавший На Насар Чумару Со Своим Пособником Ему Тоже Нужна Была Помощь Цунади Он Пытался Ее Переманить В Общем С Мотивацией Спасти Чью-то Жизнь Любая Техника Получается Лучше Да И Бабулька Прониклась Настолько Что Отдала Мне Ожерелье Первого И Вообще От Той Заварушки Одна Польза Была Хороша Была Хакаги Боящаяся Собственной Крови Так У нее Получилось Избавиться От Гемофобии Заметно Ожирился Еросинин Правда Ну Расскажи Подробнее А Сколь он Жесткий Что До Орочимару То Старик Третий Его Выгнал Когда Вскрылись Его Эксперименты На Людях И На Детях В Частности У вас Жен До Детей Не Добрался Не Добрался Чересчур Уверенно Заявил Намикадзе Но Раз Господин Хакаги Так Говорит Сомнением Проговорил Джирайя Вообще То Пока Тебя Не Было Твоя Жена Проводила С Орочимару Подозрительно Много Времени Странно Не На Ходишь Парировал Минато Цуна Не Стало Бо Мне Изменять Бледным Ордым Взвелся Извращенный Отшельник Хотя Бо Потому Что Орочимару Явно Асексуал Но Не Знаю Сын То Орочимару Со Светлыми Волосами Пробормотал Наруто Едва Слышно Что Почти В унисон Едва Не Поперхнулись Его Собутыльники У Змеюки Есть Змееныш Правда Есть И Он В одной Команде С Моим Сыном Странный Малый Немного Пугающий Но В целом Ничего Особенно По сравнению С отцом Уклончиво Ответил Наруто Разливая Вторую Бутылку Саки В хорошей Компании Шло Хорошо Еще Промена Сюда Эх Красота Была Ляпота О Сенси У них Стесняюсь Спросить Кто Полюбопытствовал Джирайя Конох Имру Не моргнув И глазом Выболтал Наруто Изменение Этой Реальности Презумпции Не вмешательства Сейчас Пусть знают Все равно Два Узумаки В другом Мире Изменить Всю К дремучим Основателям Это Тот Мелкий Внук Третьего Покивал Отшельник Мда Бедолага Ну А сына Твоего Как зовут Спросил Намикадзе Баруто Не стал Лукавить Узумаки С фантазией Тут у вас Похоже Беда Вздохнул Джирайя Нормально Ими Вступился За внук Амината Зато Сохраняется Какая Никакая Преемственность Я тоже И так Подумал Кивнул Наруто И Кстати Сидим Мы Конечно Хорошо Но Желудок У седьмого Хакаги Зорчил Весьма К месту Неплохо Было Бы Позаботиться Стрипнешь Мисаму Сыт Не будешь Мината Смотайся Ко за чем-нибудь Горяченьким Где я вам Горячее В такое время Найду Проворчал Намикадзе И вообще Я не для того Хакаги Стал Чтобы продолжать У вас На побегушках Бегать Да Ты всегда Будешь Моим учеником Балбес Видимо Джирайя Все-таки Развезло Потому как Звездили Господину Хакаги Он намеривался Навешать Явных Нельзя Нельзя пить Не закусывая Угомонитесь Чего вы Как дети Проирал Наруто Хима Что-то тут Наварила Авось Чего осталось Похлебаем Только и всего Не рамен Конечно Но фига Лысого Там осталось Опередил его У кастрюли Джирайя Похоже Что наши ребятки Проймялись Так после Таких-то Приключений Да уж Подростки Много едят Чуть передернуло Наруто Потому как Он вспомнил Как в последний раз Хима Использовала Его клона В качестве тягловой силы Взяв с собой В поход По продуктовым Магазинам Да и то Как он в генинстве Мог после миссии Навернуть Десяток порций Рамена Сейчас вызывало Улыбку Ностальгия Впрочем Он и сейчас Мог Просто уже Не так хотелось Да и времени Так лопать не было Ничего Если ваша Сакура Не слишком Отличается от нашей То я знаю Где найти Ее Неприкосновенный Запас Быстро Завариваемого Рамена И Правда Вскоре Из небольшого Тайника На свет Оказалась Извлечена Пищей Ленивого Ниндзя А может Просто Задолбавшегося Наруто Заваривал Пакетики С поразительным Автоматизмом А вы Похожи Больше Чем думаете Улыбнулся Отшельник Смирив Взглядом Еще одного Невольного Любителя Сухой Лапши Минато Слегка Скривился Кажется Перед тем Как мы Окончательно Отвлеклись Ты Оговорился Об окончании Войны Неужели Грядет Четвертая Война Шиноби Насел На уплетающего Рамен Наруто Намикадзе Грядет Отлегся От лапши Узумуки Только Это будет Война А не между Скрытыми Деревнями А с кем же Тогда С нехорошим Предчувствием Поинтересовался Джирайя Сакацуки Подтвердил Его опасения Наруто Они ведь Уже Начали Собирать Биджу Начали Подтвердил Минато И мой Сын состоит В их Поедание Рамена Заявил Наруто Я их Дать тебе Я Даже Нагата В правил Что я Самого Себя Не Образумлю Нагата Ухнул Джирайя Он Жив Ага Жив Без Особой Энтузиазма Кивнул Наруто Наверное Как у вас Точно Не знаю Но у нас Он был Одним Из Лидеров Акацуки Тот Самый Сирота Изами Нахмурился Минато Да Кивнул Росинин Один Из Трех У Нагата Была Великая Сила Я Думал Он Дитя Пророчества Но Когда Получил Известие О их Гибели Джирайя Замолчал Одно Лишь Что Что У кого То Есть Ренеган Не Значит Что Он Повернет Мир К Лучшему Нагата Едва Не Сравнял Клинах С Землей Если Бо Мне Не Удалось До Него Докричаться Если Бо Намикадзе Но Как Ты Можешь Обещать Помочь Нам Если Вам С Дочерью Нужно Возвращаться Домой Не Думаю Что Это Окажется Возможным В ближайшее Время Кисло Ответил Наруто Химовари Подсветила В свитке Какую-то Соткрытую Технику Активировав Сду Рубья Куган Контролировать Свою Додзю Мою Дочь Пока Не Научилась Хотя Хиаши Знаете Как Объяснить Все Хьюго И Привести Их К Сотрудничеству Не Опасаясь Скандала Да Уж Присвистнул Джирайя Договариваться С Хьюгами Дело Почти Дохлое У Свитка Есть Скрытые Техники Удивился Минато Это Любопытно Химовари Уже Столкнулась Нэджи Хьюго Когда Ее Нашел Тут Был Весьма Заинтересован Да Чтоб С Особенно Если У вас Ему Никто Не Вправил Мозги На Экзамене На Чиунина Вместо Меня Я Могу Обратиться К Хиаши Чтобы Тот Просканировал Свиток Задумчиво Проговорил Минато Конечно Это Вызовет Вопросы Но Я Могу Это Сделать Не Факт Что Он Что Т Ищет Спокойно Отметил Седьмой Я Так Подозреваю В этом Свитке Не Обошлось Без Клана Ацуцуки Потомками Которых Так Уж Вышло Являются Их Юга И Узунки И Син Джусучха В Химовре Жи Кровь Целых Двух Кланов Так Что Я Не Удивлюсь Если Это Не Даст Результата Попробовать То Можно Справедливо Заметил Джирайя Да И Пусть На Вся Какаши Шаринганом Его Посмотрит Это Можно Кивнул Наруто Просто Видите Ли Я Уже Как-то Настроился На Небольшой Отпуск У вас Вряд Ли Кынаха Развалится Без Меня Все Так Там Есть Шакамару И Саски Вот Насчет Саски Я Поверен Не Был Хохотнул Джирайя Совсем Совсем Я Хочу Вам Помочь Упрямо Сказал Наруто Я Верю Что Ничто В Этом Мире Не Случайно Раз Мы Здесь Оказались Значит Сделаем Что В Наших Силах Взамен С тебя Обучение Техники Перемещения Дать Тебе Требовательно Посмотрел На Минато По Рукам Долго Не Думая Согласился Тот И Четвертый И Седьмой Хакаги Пожали Руки И Еще Наруто Замялся Ты Рамен Будешь Остенит Ведь И он Заискивающе Покосился На Нетронутую Порцию Намикадзе Держи Усмехнулся Минато Придвинув Тому Тарелку Ты Похоже Что Тоже Еще Относишься К категории Растущих Организмов Не Забитым Ртом Еле Промычал Наруто Просто Я Ем За Двоих За Себя И За Кураму Вид У Него Сейчас Был Еще Тот Надо Сказать На Тесной Кухонке Сакура Сидели На Все Правила Прилечия Великий Сынен Одна Штука И Все Трое Изрядно Поднабравшиеся Так Что Вернувшаяся Домой Сакура Абсолютно Оправданно Потеряла Свою Челюсть А Затем Страх Вы Чего Себе Позволяете Тяжеленый Кулак Разбил Пополам Стол За Которым Чирничали Заслуженные Шины Беконохи Раз Вы Все Здесь Такие Крутые То Думаете Вам Все Можно Совсем Страх Потеряли У Меня Пить Да Еще И Мой Рамен Сожрали Совсем Обнаглели Ай Сакура Чан Привычно Отпрянул Наруто Не Надо Так Орать Что Тебе Не Уштор Мина Жалко Да Куплю Я Тебе Новый Обязательно Куплю Погодите Ка Ваша Мать А Кредитки То У Вас Еще Не Вход Тогда Извини Не Куплю Синси Одолжите Денег Одолжу Одолжу Не Серчай Сакура А ты Всех Парней Распугаешь Помахал Руками Джира И Зря Он Это Сказал Что Взревел У Харуна Ломая Еще И Кухонный Гарнитур Да Я Вам Да Вас Госпожа Сунаде Уже Обыскалась И Она Вне Себя Вот Найдет Она Вас И Отсюда Разумно Предложил Минато До Свидания Сакура Кивнул Он И Переместил Всю Честную Компанию Нет Отнюдь Никуда Задумывал Все Таки Он Был Пьян Потому Оказалось А не Аккурат На Каменной Макушке Первого Мда Сбоит У тебя Автопилот Минато Покачал Головой Отшельник Предлагая Прогуляться Подкрепив Своё Заявление Громким Маканем Предложил Наруто И Спрыгнул Вниз Слегка Проразмыслив И Признав Правоту Последнего К нему Присоединились Остальные Все Таки Никому Не Хотелось Из-за Сбоящего Навигатора На Микадзе Оказаться Аккурат Посреди Одной Из Гигантских Заспиртованных Банок Арчимару Глава 18 Здравствуйте Я Ваша Крыша Несмотря На То Что Сегодня Хару Умирал Он По-прежнему Боялся Своей Матери Да Отец Должен Был Взять На Себя Основной Удар Вполне Заслуженно Надо Сказать Но Синджу Подозревал Что Гнева Сильнейшей Кунаичи Хватит И на Него Хм Неожиданно Услышал Он Где-то Внутри Себя По Спине Пробежали Мурашки Он Уже Слышал Этот Голос Хару Ты В Порядки Ладонь Сакуры Больно Стиснула Его Локоть И Синджу Поспешил Выбросить Из головы Это Странное Происшествие Мало Ли Что Ему Там Послышалось Он Сегодня Почти Умер А может И не Почти Они По-прежнему Были В Квартире Харуна Из Которой Только Что Ретировался Четвертый Этот Наруто И Уж Явно Они Не Засаски Пошли В ответ Сакура Бесцеремонно Развернула Его К себе И Посмотрела Таким Взглядом Что Хару Невольно Попятился Все-таки Не ошиблась Мама В выборе Ученицы Ладно Видимо Сочти Его Состояние Удовлетворительным Кивнула Сакура Пошли Только Давай Как-то Потише Пойдем Чтобы Чтобы Госпожа Цунади Тебя Не Нашла Затрещина Сакуры Была Почти Ласковой Ну Уж Нет Как Только Найдем Девочку Я Сдам Тебя Сенсио Все Равно Это Неизбежно Не Глупи Хару Алабаста И дело Говорит Шепнул Второй Голос Отчего Синджу Едва Не Врезался Прямо В Дверной Косяк Хару Да Что С тобой Сейчас Вместо Поисков Я Тебя В Госпиталь Сдам Да Прыгаешь Тут А Нет Сакура Все Рассладно Еще Ничего С кем Не Бывает Но Второй Я Не Второй А Первый Хмыкнул Голос Но Не У Са Ей Жены А Скалился Другой Хару Остановился Голова Шла Кругом И Не Столько От Того Что Внутри Него Шла Ожесточенная Битва Двух Именитых Предков Сколько От Осознания Того Что Проклятому Саске Все Удалось Если Как Известно Много Хуже Что Теперь Пойти Сам Ему Докончить Дело Пока В дурку Не Упекли Эй И Думать Не Смей Парень По Телу Синджу Пробежала Крупная Дрожь Орал Второй Хакаги Вполне Реалистично Убьется Он Видите Ли Какие Нежные Мать Их Пошли Это Все Ты Хаширама Виноват А Я То Что Справедливо Возмутился Первый Это Ты Его Напугал Не Я Ж Говорил Я Тебе Плохая Идея А Ты Когда Еще Ты Меня Слушал Ну Уж Точно Не Мертвым Хмыкнул Табирама Ты Разбаловал Свою Внучку Она Занежила Своего Сосунка И Это Что К Тебе Хаширама Все Что Осталось От Нашего Великого Клана И Ты Спрашиваешь Чего Я Ты Ко Мне Прицепился Чтобы Ты Дурень Младший Не Натворил Делов И Я Не Думаю Что Мы Сильно Поможем Клану Если Сведем Потом Касума Какое-то Время Хакаги Молчали Первый Явно Ждал Ответа А Второй Обдумывал Сказанное Ну А Хару Хару Плелся За Сокурой Не Забывая Молиться Всем Известным И Неизвестным Но Не Тут То Было Ты Прав Хаширума И Ты Мелкий Не Боись Ты Такой Же Псих Как Мы С Братом Но То Он Есть В Пределах Нормы А Не Как Учихи Эти Бешеные Лучше Скажи Ка Что Тебя Воскресило Я Что Хару Сокура Подозрительно На него Прищурилась Заметил Что То Не Вслух Ж Олух Безжалостно Дернул Его Второй Еще Правда Вдорки Запроты Как Мы Будем Клан Спасать Да Учихом Люлей Отвешивать Табирама Укоризненно Воскликнул Первый Прекрати Его Пугать И Вообще Помолчи Я Буду Говорить А Ты Плохо Действуешь На Ребенка Я Не Ребенок Возмутился Синджу На Сей Раз Догадавшись Не Проорать Это Вслух А Подумать Хоть Это Было Жутко Странно Но Если Сходить С ума То С Размахом Да Аж С двумя Хакаги В голове Ты То Никак Не Мог Угомониться Второй Это Мы В Твое Время Истребляли Чех Направо Налево Как И Они Нас О Детстве Речи Не Шло Когда Жизнь Проходила В Нескончаемых Боях А Похороны Уже Считались Удачей Не Всегда Оставалось Хоть Что-то Что Можно Придать Земле Однако Доконала Наш Клан Вовсе Не Бесконечная Война А Мирное Время Ну Вот Как Такое Могло Приключиться Хаши Табирама Полувозмущенно Начал Было Первый Но Замолчал Не Зная Что Сказать Не Знал Что И Сказать Также Хару Ведь Кажется Собственной Надвигающейся Шизой Лучше Не Говорить Вдруг Тауст Танет От Игнорирования И Сама Уйдет Даже Не Надейся Пацан Явно Прочел Его Мысль Второй Хакаги Ну Или Его Прогрессирующая Шиза И Так Меня Еще Никто Не Оскорблял Чтоб Ты Знал Брат Не Ори Я И Не Ору Нет Орешь Да Вы Лучше Докажем Что Мы Настоящие Ну Поможем Найти Девочку Или Кого Они Там Ищут А Кого Вы Ищите Хару Мы Не Уйдем Если Ты Будешь Нас Игнорировать Лучше Проверь Тем Более Когда Тебе Последний Раз Предлагали Помощь Два Хакаги Да Вот Недавно Хмыкнул Хару Мысленно Клиняя Себя За Такую Нестойкость Явился Тут Наношу Голову Седьмой Хакаги Из Какого-то Мира Странного Параллельно С дочкой Вот Ее Ищем А Четвертый Сейчас У нас Правит Он Тоже Вроде Девочку Ищет Ну И Ануться Можно Как У вас Тут Весело С Мрачным Весельем Выдал Второй Брат А Может Он И Правда Всех Табирама Прикрикнул На него Первый Мита Помнится Что Ты Говорил о легендах клана Узумаки О путешествиях Из других Миров Ага А есть на свете Хоть одна вещь О которой Твоя ведьма Сказочку Не выдумывала Хмыкнул Табирама Однако Тут же Охнул Это Что Был Ментальный Пинок Серьезно Ну Я Тебе Хаши Заткнитесь Без Тени Почтительности К предкам Пробурчал Хару Голова От вас Болит Лучше И Правда Помогите Химовари Найти Если Такие Крутые Это Он Нас Сейчас Что Получается Подковырнул С легким Любопытством Поинтересовался Табирама Если Так То Может Они Все Просраны В этом Цветущем Сайду Брат В Который Раз Попытался Его Урезонить Первый Ну Хватит А Найти Нужно Девочку М Возраст Ну Лет Десять Наверное Шустрая Темноволосая Глаза Синие Одета Стоп Дурачок Зафигом Нам Ее Внешность У Тебя Тут Два Первоклассных Сенсора Лучше Типи Чакры Расскажи Из Какого Клану Твоя Иномерка У Нас Такой Есть Задавал Наводящие Вопросы Второй Хакаги Первый Молчал Явно Отдавая Оперативно Разыскные Мероприятия На Откуп Младшему М Хару Почесал В Затылке Вроде Узумаки Узумаки Волосы Красные Тупень Почти По-доброму Проворчал Теберама Так Что Выдумай Что Попроще Но Не Скажи Вдруг Втесался Первый Может Там Узумаки То только Во втором Поколении Просто Фамилия Сохранилась Моя Штсуна Блондинка Прямо Как Ты Братец У нас Разный Оттенок Поправил Его Второй Ну Тогда Может Быть Да Что Еще О ней Знаешь Ее Отец Джин Чурики Девятихвостого Поделился Информацией Со своей Прогрессирующей Шазы Синджу О Как Тогда Точно Потом Узумаки Пробормотал Теберама Еще Особые Приметы В чакре Есть У нее Мама Хьюга Подумав Прибавил Хару Вроде Но На вид Похоже На сей Раз Молчали Оба Хакаги И Долго Пока Наконец Ну Вот Сколько Мы Мертвы Хаши Сколько А за Это Время Мир Сошел С ума Смешались Лисы Хьюга И Узумаки Мальчик Же Сказал Что Химовари Не Из их Мира Как Ты Не Уверенно Выдал Первый Все Равно И Теберама Чуть Перевел Дух И Сменил Тон Я Уже Нашел Вашу Пропажу Правда Ожирился Хару Резко Тормозя Сакуру И Где Резиденции Или То Во Что Вы Ее Превратили Как Ты Тяжко Вздохнул Второй Идем Проверим Резиденцию Сакура Решил довериться Своей Шазихару А Ты Уверен Что Ну А Ты Сама Подумай Где Еще Ее Бо Никто Не Стал И Какое Место Точно Знает Девочка У Которой Отец Хакаги В этом Есть Смысл Согласилась Хару И Они Бодренько Запрыгали В Сторону Резиденции В Полном Молчании Что Несказуемо Радовало Хару Потому Что И Голоса Наконец Угомонились Так Может И Совсем И 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 Как У Канахату Отстроилась Да Красота Подтвердил Первый Хакаги Вовсе Нет Ощетинился Табирама Это Же Какое-то Архитектурное Божество Вообще-то Гаденько Улыбнулся Хару Мама Всегда Говорила Что Проекты Большинства Зданий Были Заложены При Вас Табирама Сама За Левистой Смех Первого Хакаги И Давленное Шипение Второго Немного Примирили Его С мыслью О собственной Съехавшей Крыше В конце Концов Живот Желчиха Как-то На свете Как только За Недедушкой Четвертым Хакаги Закрылась Дверь А нет Тут Химовая Слук Кавила Точнее Будет Сказать Когда Хирайшина Недедули Простыл След У Зумаки Живот Бросило Одеяло И осмотрелось Вокруг Кабинет Не слишком Уж Отличался От того Что Запомнила Она Хотя Конечно Папуля Не был Таким Мрачным Гнетущим Как Недедушка И дело Было Не столько В том Что Ей Редко Доводилось Бывать В резиденции Среди Ночи Нет У этого Места Даже Воздух Был Пропитан Какой-то Гореч Или Это Был Прокисший Рамен Химовая Едва Заметно Скривилась В Родном Мире Они С Мамой Незаметно За Этим Следили А Здесь Сердце Болезни Нажалось Это Сознание Одиночества В Которое Был Погружен Хозяин Этого Кабинета Сейчас Мы Это Исправим Тубани Тихонько Проговорил Химовая Озираясь В поисках Чего-то Напоминающего Мусорный Мешок Пакет Для Срочных Донесений Для Этого Не Очень Подходил Но На Безрыбье Рак Рыба А В Данном Случа Пакет Тем Более Их Здесь Лежало Много Бюджет Канохи Не Обеднеет Хотя Уж На Уборку Кабинета Хакаги Могли Раскошелиться Хотя Бо На Миссию Д Ранга Или Же Ее Дедули Параноик Никого Не Пущу И Буду Хрюкать Тут В Грязи Как Мило Следом За Покрывшимся Бархатистой Плесенью Раменом В Пакет Полетели Гнилые Кожицы Каких-то Фруктов Отрадно Что Хоть Кто-то Из Подчиненных Пытался Накормить Четвертого Хоть Чем-то Полезным А После Пустой Бутыли Спацаки Ай-ай Покачала Голова Хима А Папочка Вот Почти Не Пьет Только Иногда Когда Его Совсем Доведут И то Не Один А С Дядей Шикамару Ну И Очень Жалобно Звякнувший Пакет Расправившись С тем Что Едва Не Стала Биологическим Оружием Хима Вэри Приступила К пыли А Как Вытирать Пыль Если Всюду Валяются Отчеты О миссиях Обращения Отписки И прочая Бумажная Волокита О которой Папа Говорил Что С удовольствием Жег бы Ее Катоном Ничего Сжигать Узумки Не Стала А Вот Навести Порядок И решила В конце Концов Чего Там Сложного Если Как Говорил Смеясь Дедуль Хиоши Даже Такой Неисправимый Тугодум Как Ее Отец Справлялся Вскоре Отчеты По миссиям Были Аккуратно Разложены По рангам Как Извещения О только Что Поступивших Миссии В работе Перекочевали В отдельный Лоток Который О чудо Нашелся В этом Бардаке Письма Были Разложены На Жалобы Прощение Дипломатическую Околесицу Записки С донесениями Свалены В одну Кучу Пусть Дедуля Сам Изразгребает Ну Открытки От фанаток У Папули Таких Было Больше Безжалось На Выброшенный В пакет Для Донесений Ну Вот Только Цветочка Не Хватает С Довольной Мордашкой Оглядел Отворение Рук Своих Узумки Где Бо мне Найти Цветочек В этот Момент Дверь Открылась И Внутри Вывалился Комок Из Перерогивающихся Анбу И Уже Знакомых Химовари Лиц Молодая Тетушка Сакура Что-то Сдавленно Шипела На Ней Сидел Какой-то Парень Из Анбу У Которого За маской Апоссума Виднелась Красная Как У Рак И Шея Ну Ахару Единственный Кто Сумел Вырваться Из Этой Кучи Малы И Оказаться На Ногах И Кого Теперь Анбу Только Набирают Вдруг Взял Да И Выдал Он Химовари Была Удивлена Не Меньше Прекративших Возню Анбу И Сакуры Не Обращайте Внимания Фыркнула Хару Он Это Просто Сегодня Немного Умер Буднично Заявил Хару И Повернулся К Узумаки Химовари Пойдем С нами Тебя Отец Ищет Дедуля Велел Оставаться Здесь Не Моргнув И Глазом Заявила Узумаки Отмечая Как Вытянулись Маски Анбу Господин Четвертый Удивилась Сакура Ну Тогда Мы Здесь Не Нужны Пойдем Хару Сдадим Тебя Госпоже Ц Вот Ты Где Несказанно Вовремя Раздался Голос Последний И В следующее Мгновение В кабинет Ворвался Миниатюрный Вихрь В лице Весьма Таки Бледная И Даже Какой-то Зеленоватой Бабули У Которой На Плече Сидела Также Знакомая Химовари Жабан Бусач Ли За счастье Потихоньку Передислоцироваться До Послать Сообщения Хакаги Впрочем Сейчас Всем Определенно Было Не До Узумаки Которая Также Решила Чуть Отступить Тем Более Что В темной Нише Она Увидела Весьма Знакомый Свиток Только Вот Бьяку Ган Как Она Не Напрягала Зрительные Нервы Не Хотела Активироваться А Без Него Знакомой Техники Химовари Не Видела Что Ж Я Наделала Положив Свиток На Место Рассуждала Она Как Ж Теперь Кино Ха Будет Без Папы А Если Они Не Справиться А Если Слезы Подступили Слишком Близко Так Что Пришлось Напоминать Себе Что Она Узумаки А Узумаки Не Сдаются И Они С Папой Обязательно Выберутся Потому Что Ее Папа Самый Непредсказуемый Ниндзя И Все Так Ее До Безумия Хотелось К Маме Эй Ты Ведь Не Ревешь Опустился Перед Ней Хару Химовари Быстро Сморгнула Слезу Выглядел Сын Бабули Весьма Помятым Но Вроде Как Даже Счастливым Весь Их Разговор Она Кажется Только Что Пропустила Нет Она Улыбнулась А Выглядишь Так Будто Да Хмыкнул Хару И Достал Откуда То Из-за Спины Небольшой Цветочек А Можно Его Посадить Тут Ж Оживилась Узумаки Не Задумываясь Откуда Здесь Взялся Этот Цветок Эм Боюсь Что Нет Но Мы Можем Сходить В Магазин Яманок И Купить Там Тот Что Сможет Расти Дома Ты Любишь Цветы Эм Да Точно Тебя Зовут Как Подсол Нет Это Не Для Дома Улыбнулась Узумаки Это Для Дедули Чтобы Ему Не Было Так Грустно Э Я Не Думаю Что То есть Один Цветок Который Не Сдохнет От Недополива У Господина Четвертого Рассмеялся Синджу Думаю Ему Придется Купить Кактус Что Тоже Неплохо Фыркнула Химавари Ты Пойдешь Со Мною Мамой Все Таки Диван Хакаги Не Лучшее Место Для Маленьких Девочек Из Другого Мира Только Если Вы Оставите Записку Кивнула Узумаки С готовностью Цепляясь За Протянутую Руку Хару Глава 19 Семейство Синджу Утро Следующего Дня Началось Для Хару Синджу В обед Что Естественно Ведь Ночь Для Него Выдалась Бурная И Это Совсем Не То О Чем Вы Подумали Ведь Хару В этом Плане Был Совершенно Далек И От Кутежных Привычек Матери И От Прожеский Долг То Будут Выполнять Исключительно Потому Что Иначе Нельзя И Жена Голову Оторвет Верно Братишка Хару Вздрогнул Вся Охладость Утро Обеда Пропала Вчерашние Глюки Не Думали Исчезать Хотя Одна Положительная Сторона Во всем Этом Была Мать Его Не Убила И Даже Легонько Не Поколотила Он Даже Ощутил Как Душу Затапливает Стыд Чтобы Мать Вне Всяких Сомнений Сильная Женщина Так Плакала Из-за Него Нет Определенно В следующий Раз Следует Думать Прежде Чем Так О черте Голову Подставляться А вот Это Верно Поддержал Ход Его Мысли Второй Хакаги Сегодня Пока Разговаривал Только Он А С первым Что Спит Что Ли Жаль Хару Он Показался Более Адекватным Что Ли Паршивец Ты Так Возмутился Тобирама И ты Туда Ж Конечно Зачем Я Кому То Сдался Когда Рядом Хаши В Сияющих Доспехах Эй Они Не Сияют Наконец Подал Голос Первый Доброе Утро Хару Весело Поздоровался Он Да Ну А Кто Всю Полиролю На Них Изводил Вот Не Буду С Нахап Давно Развалилась Ну Чего Ты Сразу Попытался Образумить Брата Хаширама Начал Тут Сходу Отношения Выяснять Ну Кто Так Делает Просто Смирись Тобирама Что В Переговорах Я Куда Сильнее Да Уж Особенно Сучха Хмойкнул Второй Коммуникации Не Совсем Твой Конек Брат А Вот Агрессивные Переговоры Вполне Сказал Тот От Чьих Агрессивных Переговоров С Мадарой Вырос Целый Лес Появился Овраг Речка Тобирама Ну Хватит О Старом Пойдем Лучше Прогуляемся Посмотрим На Конаху При Свете Дня Возвал Брату Первый Хакаги Я Вам Не Мешаю Поинтересовался Хару Свешивая Босые Ноги С Кровати Интересно Как Вы Собрались Гулять Если Вы Двое Предположительно Плод Моего Потрясенного Отнюдь Неклинической Смертью Мозга Тебе Разве Найдены Девочки Мало Возмутился Второй А того Что Я Активировал В тебе Тот Участок Генов Что Ответственен Замокутан Оскорбился Первый Химовар Я мог Найти И сам Просто Моя Догадка Пришла Мне В виде Ретранслированной В твоем Образе Идея Что Дамокутана То Способности Такого рода Техникам Могли Проснуться И самостоятельно Ничуть Не смутился Синджу Быстро Одеваясь Вот Сейчас Я Схожу К маме И Выясню Кто Здесь Шиза А Кто Белочка Сам Ты Сопляк Би Молчи Табирама Послушай Хару Если Ты Сейчас Расскажешь О нас Молодцу Нади То Ничего Хорошего Из этого Не Получится Тебя Просто Превратят В овощи Из-за Бесполезных Лекарств А мы Так И Останемся Тут Запертые В твоей Протекшей Голове Хм Брат А ты Уверен Что Умеешь Хорошо Коммуницировать А не Запугивать Усмехнулся Второй Я Не Собираюсь Рассказывать Ей Всю Правду Так Выспрошу Пару Деталей На Которые Мой Бедный Сошедший С ума Мозг Точно Был Не Способен И Если Только Извинишься Усмехнулся Табирама Этого Хару Открыл Окно Вбирая В себя Побольше Свежего Воздуха Я Вам Не Гарантирую Давай Только Сильно Цуно Не Пугай А то Женщину А не ММ Подозрительные Предупредил Его Первый Хакаги Это Синджу И Без Него Знал Папа Маму Вот Ни Разу Обмануть Не Сумел Как И Хару Только Его Крыша Все Ждала Протечку Но А правда Что Он Может Ей Сказать Эй Мам Я Там Когда Немножечко Умер То Попал Но Никто Чтобы К Братцам А К твоему Дедушке Первому Хакаги И его Братцу Второму Хакаги Который К слову Походу Еще и Папин Батя Ко всему Прочему Не После Такого Он Точно Не То Что Клинаху Никогда Не Покинет Он За Пороги Госпиталя И Психиатрички Не Выйдет Слева Нападение Вдруг Заорал Табирама Отчего Не Успевший Даже Мимолетно Подумать Что За Нападение Хару Встал В боевую Стойку Привет Хару Обрушился На него Миниатюрный Ураган В лице Розова Щека И Химовари А Ты Крутой Раз Заметил Мое Приближение Обычно Я Роняю Братика А ты Вон Драться Собрался Она Смущенно Заулыбалась А это Извини Сворачивая Стойку Пробормотал Синджу Брат Ты Пэта Поменьше Паранойю Ты Напускал Укоризненно Выдохнул Хаширома Ты Чего Такой Задумчивый Грустный Продолжала Допытываться До него Девочка Впрочем Взгляд У нее Был Совсем Не Такой Какой Должен Быть У Нормальных Детей По Спине Синджу Невольно Пробежали Легкие Мурашки Словно Это Узумуки Обезбия Куган И его Читала Как Какую То Книжку С Картинками Весьма Занятными Картинками Потому Что В следующий Момент Химов Выдала Ты Какой Ты Немного Другой Стал Будто Что Раз Изменилось Девочка Непонимающе Нахмурилась Но Так Ведь Не Бывает Вчера Много Чего Произошло И Хорошего Он Сглотнул Вспомни Встискивающие Его Мамины Тонкие Руки И Плохого Но Я Это Все Еще Я Даже Если В моем Мозгу Стало На Два Вредных Таракашки Больше Таракашки Засмеялась Химов Папа Порой Тоже Кураму Вредным Рыжим Тараканом Называет Хмыкнул Второй Слушай Хаши А ведь Ты С этой Лисьей Мордой Тоже Ведь Знаком Он Даже На Твоей Первой Да И Последующих Брачных Ночах Присутствовал А Может Даже И Участвовал Это Тебя Волнует Сильнее Чем То Что Мы С Тобой Оказывается Два Старых Вредных Таракана Про Старых Ты Сам Сказал Вернул Ему Табирама Кстати Хару Син Джу Студливо Передернул Плечами Конечно Нашел Кивнула Девочка Папа И Сразу Мог Меня Найти Только Что То У него Вчера Что То В голове Немножко Перемкнуло И Он Забыл Что Может Отыскать Меня В Режиме Отшельника Ого Да Этот Их Седьмой Хакагина Мирный Не Только Укротитель Девятихвостого Звери Похититель Генома Хьюго Ну И Отшельник Смотри Хаши Да Пари То Почти Тебя Переплюнул Отец Тоже Отшельник Неожиданно Встрял В Разговор Хару Все Равно Цуна Могла Бы Найти Каву С Менее Дурным Папашей С Нажим Он Сказал Первый Второй Только Хмыкнул А Хару Закатил Глаза Тоже Блин Хакаги Овели Себя Ничем Не Лучше Его Родителей Такие Же С Придурью Может Он Не Спятил Хима Кому Ты Тут Мозг Взра Привет Парень Кивнул Ему Спускавшийся С Лестницы Наруто Вид Он Имел Вполне Себе Бодрый Здравствуйте Вежливо Но Без Хакаги Сама Ишты У Них Тут И Четвертого Хватает А Уж Ему И Первого Со Вторым За Глаза Кивнул Син Джу Что-то В тебе Изменилось С Вмиг Ставшим Напряженным Взглядом Придвинулся К нему Узумуки Они Что С Дочерью Издеваются Простонал Син Джу Думая Как бы Ему Не Спалить Свой Дурдом На Колесах Раньше Времени Тем Более Что Седьмой Еще И Начал Как-то Подозрительно Принюхиваться Чтоб Его Или Нет Второго Хакаги А этот Молкосос То Откуда Знает Тут же Занервничал Табирама А вы Знали Первого И Второго Хакаги Удивился Хару У вас Они Позже Умерли Нет Покачал Головой Узумуки У нас Их одной Техникой На Какое-то Время Кхм Подняли Как Зомби Отчего-то Ужаснулся Син Джу У которого Перед Глазами Стала Картинка В которой Он Сам Нефива Неужил Остановился Своего рода Живым Мертвецом Вскоре У него Должна Была Начать Отваливаться Голова И тогда Ему Придется Таскать Ее На Руках Еще В нем Разведутся Черви Так что Любой Представитель Клана Обурами Обзавидуется И не Совсем Слушай Парень Я Догадываюсь О чем Ты Сейчас Думаешь Но Твое Возвращение Точно Не Нечистивое Анормальное Я В этом Секу Понимаешь Подмигнул Ему Седьмой Подхватив Дочь На Шею Поспешил Вниз Оставив Синджу С открытым От удивления Ртом Закрой Рот Последние Мозги Простудишь Почти По-доброму Заявил Второй Хакаги А Ты Брат Пожалуй Что Своей Вконец Застудил Горестно Выдал Хаширома Я Говорил Тебе Что Твоя Техника И до Тинси До добра Не доведет И ладно Ты сам Но я Тут Причем Меня То Зачем Подняли Будто Ты Опасных Техник Миру Не Оставил Недовольно Пробурчал Тебе Рама Вы Можете Ссориться Потише Пожалуйста Подумав Прибавился Нджу Наконец Оказываясь На Кухне Мать Обнаружилась Нет Не У Плиты За Ней Сейчас Порхал Как Очень Грузная Бабочка Больше Смахивающая На Мускулистую Жабу Отец Мать Жи Гипнотизировала Нехорошим Взглядом Кристально Чистое Дно Тарелки Наруто И Хим Варикуда Испарились Стало Быть Разборки Обещали Принять Характер Сугубо Семейных Хару Вздохнул Мам Пап Возвестило На своем Присутствии Доброк Подскочившую К нему Стервятником Матери Он готов Цепкие руки Главного Медика Его отпустили К слову А чего Эта мама Была Не на работе Последний Он очевидно Произнес Вслух И зря Потому как Тираду У меня Вообще Ты вчера Сын умер Синджу Мог и так Себе Вообразить Ни к чему Это слушать Снова Узумаки Даже через Второе Поколение Да это Себе Зать Хмыкнул Табирама Такая же Бешеная Как твоя Благоверная Хаши Ты лучше Посмотри На своего Оболтуса Обманчиво Мягко Свернул Разговор Первой Хакаги Стоит И в ус Не дует Жарит Яшинку Где-то Я такое Уже Видел Так Все Потом Сейчас Всем Завтракать Не без труда Оттянув Жену От полузадушенного Хару Скомандовал Джирайя Ата Останет Словив Предупреждающий Взгляд Цунади Примяющий Прибавил он Хару Спорить Не стал На всякий Случай Решив Иркнуть Между Родителями Все-таки Синяки На отце Выглядели Свежими А его Мать Должна Была Ну В теории Должна Постесняться Хару А ты Знаешь Что Твой Отец Вчера Пил Вместо Того Чтобы Искать Тебя Как Я Этот Синджу Сорвалась На шипение Поверил Своим Собутыльником На слово И продолжил Распевать Саки Все Было Совсем Не так Без особой Надежды Покачал Головой Джирайя И да Слово Хакаги Для меня Что-то Значит Ты же Сам Говорил Что Минато Больше Верить Нельзя Хмыкнула Сунади Разрезая Несчастную Пережаренную Яичницу Так Словно Жалела Что Это Не жилы Врагов Не то Чтобы Совсем Помрачнел Он Но Я имел Ввиду Не его А этого Иномирного Хакаги Наруто Полюбопытствовала Синджу До сих пор Не могу поверить Что так вышло Арачимару Расскажу Не поверят Цуна М Вообще-то Это секретная Информация А наш скользкий Друг был со мной Рядом Пока ты ушел Не весть куда Прихватив С собой Нашего сына Дело Пахло Керосином Ухару Уже Отвисла Челюсть Об отталкивающего Виду Давним Боевом Товарищи Родители Он был Не просто Наслышан Дядюшка Арачимару Порой Пока родителей Не было В зоне Досягаемости Уламывал Его пожертвовать Своей кровью Иной ДНК На эксперименты Впрочем Хару Уважал Деловой Подход И несмотря На всю Сомнительность Деятельности Змейного Санина Именно ему Он был Обязан Некоторыми Весьма Любопытственными Книжицами Так Вот Значит Откуда Твой Проснувшийся Макутон Растет Решив Что Лучшая Защита Это Нападение Сорвался Его Отец И Вправду Хару Что-то Такое Припоминал Какой Такой Древесный Элемент Утратил Все Своё Хваленное Спокойствие Первый Хакаги Да Он Только По Мужской Линии То Раз В Сто Лет У Нас Проявляется Покивал Табирама Кто Этот Ваш Арачимару Волшебник Можно Я Так Сказать Чуть Не Покатился От Сравнение Тем более Из уст В которых Те Прозвучали Синджу Он Мамин С папой Бывший Товарищ По Команде Вместе У третьего Сам И Тренировались Послушай Милый Голос Мамы Звучал Обманчиво Ласково Мои Дела Сарачимару В частности Совместные Эксперименты Тебя Волновать Не Должны Ты Ж Ушел Причем Сам Я Его Убью Неожиданно Серьезно Выдал Хаширома Хару Невольно Поежился Не Надо Первый Сама Расщедрился Он Даже На Высокое Обращение К Собственной Прогрессирующей Шизе Папа Не Виноват Точнее Виноват Но Не Он Один А Тебя Засранец Неблагодарный Я Высоку Почти Прорычал Распалившаяся Хаширома И Тут Хару Подумал Что Скорее Всего Мама Не Только В Бабушку Мит Такая Бешеная Это Он Только Если Его Вывести Как Следует Такой Подсказал Ему Второй Хакаги Терпит Терпит А Потом Как Можно Чистильщиков Отряд Сразу Вызвать А Почему Именно Их Осторожно Поинтересовался Синджу Потому Что Трупы Надо Кому То Убирать Буднично Отозвался Тобирама Брат Да Чтоб Тебя Лучше Вообще Не Шути А Ты Дошутился Уже Ребенка Заделал А позаботиться Хрен ли Вот И Вырос На Цу На Голову Ну Чего Ты Смеешься Красноглаз Катай Пока Хакаги Дрались Хару Оставалось Попробовать Погасить Вновь Начавшийся Конфликт Между Родителями Я Ведь О Тебе Беспокоюсь Грухнул Кулаком По Столу Отец Мало Ли Какие Последствия Это Может Иметь Наша Затянувшаяся Миссия Не повод Становиться Подопытным Кроликом Арчимару Не Использует Бедных Зверюшек У него Есть Материал Получше Вскочила Его Низкорослая Мать Чтобы Хуто Оказаться Выше Все Еще Сидевшего Мужа Например Люди Вражеские Шиноби А Еще Клоны Когда Это Ты Стал Такой Кровожадной Неужели Твоя Гемофобия Прошла Прищурился Джирайя Чего Отлекся От драки Табирама Гемофобия У Синджу Серьезно У медика Не совсем Устала Опустилась На стол Цунади Ладно Давай Не будем Начинать По новой Ты не станешь Пилить Меня зато Что я Чересчур Много Пила Сарачимару А я Так уж И быть Забуду Часть Твоих Прегрешений Только Часть С надеждой Поинтересовался Отец Кладя Свою Большую Ладонь Поверх Ее До Смешного Маленькой Руки Могу И вовсе Не прощать Сдавленно Пробурчала Его Мать Впрочем Не Выдирая Руку Хару Едва Заметно Выдохнул Кажется На этот Раз Обошлось Даже Без Него Но Это Не Отменял Того Что С Его Шизой Следовало Разобраться Мам Тихонько Позвал Он Ее Ты Только Не Волнуйся Но Это Я Когда Умер То Кое Что Увидел И Мне Надо Понять Насколько Реальным Это Было Ты Запомнил Тот Свет Тут Ж Оживился Его Недальновидный Батя Не Сумевший Убрать Из Голоса Любопытство С Восхищением Удар Поставлен Неплохо Буднично Прокомментировал Это Нетипичное Проявление Семейного Насилия Табирама Хару Вздохнул Только Лезь Похоже На Канаху Мама Скажи А правда Что У твоего Деда Табирама Были Красные Глаза Как Учиха Почти Поспешил Задать Вопрос Хару Пока Родители Еще Чего Не Учудили Так Ведь И сгореть Со стыда За них Недолго Перед Собственной Ижи Шазым Душ Только Не Говори Что Среди Всех Вариантов Ты Повстречал Там Дедулю Табирам Маму Явно Лихорадила Правда Сынок Только Он Будь Тебя За Эти Слова С Лестницы Спустил И Не Только Его Рявкнул Второй Хакаги Хи Хи Брат Да Ты Никак Смущен Признавайся Что Возился С Моей Внучкой Когда Меня Убили Надо Же Табирам А Хакаги А Хару Чувствовал Как Его Потихоньку Распирает От Хохота Своего Ли Или Нет Ли Он Не Брался Утверждать А Если Б Лестницы Не Было Под Рукой Осторожно Уточнил Хару Так На Всякий Случай Ведь Шиза Постепенно Обретала Облик Пугающей Реальности Да Он Б Ее Создал Из Воды И Тогда Спустил Махнул Рукой Мама Лестница Под Что Ли Уточнил Зачем Ты Батя Что То Вроде Хмыкнула Мама Так Значит Дедуля Тебе И Что Он Тебе Сказал Что Такой Клан Сгубили Не Кривя Душой Ответил Хару И Что Если Б Ты Мама Больше Думала О Клане То Этого Не Произошло Да Кулак Все Таки Расколол Столешницу Сам Ведь Город Один В поле Воин Ни Жены Ни Детей И За Кланом Так Следил Что Все Дыры Син Джу Прикрывали В самых Опасных Точках Чтоб Его Он Жучха Да И Вообще Другим Кланам Не Доверял Вот И Вымерли Мы А Виноват И Я Ну Ничего Себе Цунай Нет Это Возмутительно Грохотала Мать А Хару Чувствовал Как Внутри Кто-то Немного Сжался Его Постепенно Снова Начал Душить Смех Потому Как Сам Второй Хакаги Судя По Всему Побаивался Его Мамулю Он Эмита Боялся Хмыкнул Хаширома Ты Сам Ее Боялся Разгневан Вернул Второй Хакаги А Его Брат Не Стал Отпираться Престуженное Молчание Двух Великих Шинада Прерывалась Громкими Жалобами Начавший Ломать Мебель Цунади Мама Мам Решил Взберечь Семейный Бюджет Больше Чтоб Ее Отвлечь Чем Окончательно Убедиться Начал Хару А Ведь Там Не Только Второй Хакаги Был Но Еще И Первый Скажи Мам Я Все Понимаю Дедушка Хаширома Конечно Великий Хакаги И Все Дела Но Мог ли Он На самом Деле Быть Не Таким Пафосным И Великим А Немножко Или Множко Как Бы Помягче Сказать Болваном Хмыкнула Притихшая Мама Но Спасибо Внученька Взорвался Теперь Уже Хаширома Ну Удружил Аж Разбаловал Ты А я Говорил Победоносно Заявил Табирама Сынок Ты Только Никому Не Говори Ты Тоже Хмуро Стрельнула Взглядом Цунадина Едва Ремысленно Не Записывающего Это В своей Новой Книге Мужа Все Таки Имидж Деревни Но Так Оно И Было Мне Бабуля Такой О нем Рассказывала Что Просто После Этого Без Смеха На Гору Не Глянешь И Мама Хихикнула Совсем А как Девчонка Ну Мита Ну Спасибо Удружила Рассивно Бурчал Хаширома М Ну Это Его Не Портит Ж Сильно Осторожно Начал Хару Дабы Примирить Родственников Ныне Здравствующих И Тех Кто Перекочевали Ему В голову Спасибо Клан Учхо Погоди Он Чего Не Один Был Вдвоем Тебя Били Нахмурился Табирама Знаешь Тогда Ладно Нравные Силы Все Дела Нет И Тачи Меня Спас Использовал Их Особую Клановую Технику И Пожертвовал Своим Последним Глазом Теперь Он Слеп Надо Бы Кстати К нему Сходить Поерзало На месте Хару Нехорошо Вышло Нехорошо Вышло Что Его Брат Вообще Тебя Убил Табирама Или Мне Звать Тебя Табирама Откровенно Издевался Первый Не Придирайся Ты Так Не Все Учиха Одинаковые И Этот Благородный Юноша Очевидно Он Просто Спасал Задницу Брата И Клана Нет И Тачи Еще И Предупредил Хакаги О готовящемся В клане Восстании Тогда И Лишился Первого Глаза В клане Жен Изго Предатель Какое Такое Говоришь Восстание Заорал Тебирама Я Же Говорил Говорил Ну Началось Обреченным Выдол Хаширама А Хару Думал Что Лучше Пэта И Прямше Забыла То Хоть Таблетками Приглушить Можно Предков Же Заткнешь Пожалуй Себе Дороже Выйдет Да Сынок Что Первый Что Второй Хакаги Определенно Были Великими Однако Время Стерло То Что И Они Были Людьми Мама Легонько Потрепала Его По Волосам И Рада Что Тебе Встретились Дедушки А Не Какая Нибудь Нечисть Ой Здравствуйте Сакура Пришла Его Проведать Как Нельзя Вовремя Или Нет Слушай А Это Лобастая Хоть Лобастая Но Вроде Ничего Хоть И Тощая И Плоская Неожиданно Прекратил Свой Концерт Я Ж Говорил Табирама Такая Много Детей Не Родит Вы Чего Совсем Со Скалы Рухнули Задохнулся От Возмущения Син Джу Нечего Тут Сакуручан Оскорблять Она Мой Друг И Вообще Ты Лучшая Ученица Мамы И Удар У Нее Почти Такой Же Хм Ну Если Впрям Неплохой Медик То Вы Дюжит И Вроде Как Чакра У нее Нормально Так По Своему Услышал Его Второй Хакаги Неплохой Вариант Согласился Хаширама Который Что Годно Готов Был Сказать Женим Тебя На Этой Лобастой Вы Сакура Саски Любит Вообще То Покрылся Густым Румянцем Синджу Какого Такого Саски Сарут Обе Что Ли Не Поняли Хакаги Нет Тот Саски Давно Умер Хлопнул Себя По Лбу Хару Саски Учиху Того Самого Который Меня К Вам Отправил Тьфу Смачный Совсем Не Этим Тогда Не Надо Другую Найдем Вставай Пошли Вдруг Безапелляционно Заявил Лон Чего Да Не Хачу Я Хару Вовсе Не Улыбалась Куда Тьти Тем Более С Этими Двумя Но Что Ты Ему Подсказывала Что Раз Хакаги Хотят Выгулять Свои Старые Кости То Так Оно И Будет Умный Мальчик Кивнул Ему Хаширома Тем Потряхивала Кулаком Его Мать Хару Вздохнул Все Было Против Него Только Отец Ободряюще Хлопнул По Плечу И Это Он Еще Не Знал Во Что Выльется Эта Прогулка С Вас Новая Техника Заявил Он Решив Что Раз Помирать То Хоть За Что То Стоящее Хорошо На Удивление Легко Согласились Его Старики И Разбойники Пошли Гостей Ага Знал Бы Еще Хару Чего Побольше Зато О Своем Путешествии Он Ей Много Чего Интересного Рассказал Даже Хакаги Слушали Не Без Удовольствия Второй Больше Не Ворчал Что Деревни И Спагани Ли И Были Ли Виной Тому Заказанные Им Сакурой Данва Или Что То Иное Хару Не Знал Хаширом Порой Задавал Вежливые Вопросы И Все Было Чинно Мирно Пока В кофе Не Зашла Стайка Волчицу И Простите Представительниц Клана Инозука Ты Посмотри Какие Женщины Тут Ж Восхитился Второй Красотки Ж Ага Не Стало Отрицать Очевидно Хару Только Это У Меня Аллергия На Собачью Шерсть Брешешь Гад Разозлился Табирама Может И Так В кофе Вошла Инна О Это Ж Яманука Вновь Оживился Второй Хакаги Прелестница Ж Эй Ты Чего Ж Учху Тебе Мать Хару Голос Второго Стал Угрожающе И Низким А Ты Случай Не Из Этих Из Учих Прикинулся Дурачком Хару Да Ну Тебя Оскорбился Табирама Ты С ним Как С Человеком А Этот Подшивец Похоже Что И Голубых Кровей Хотя Учихи Конечно Те Еще Педа Брат Укоризненно Выдохнул Хаширама Чего Брат Да Если Б Я Смитой Водоворотом Не Подсуетился То Этот Мадара Грибан И Точно Б Тебе Подвалил Ты Думаешь Чего Он Из Деревни Ушел И Слышать Ничего Не Хочу Пожалуй Всерьез Оскорбился Первый Хакаги Я Натурал В отличие От Некоторых А вот В твоих Битвах С Изуны Явно Было Что Тегейское Чего Поперхнулся Второй Да Ты Братец Да Я Чего Виноват Что Ли Что Он Так На Девчонка Похож Был Ну И Не Отлич Ж Правда Я Поначалу Так И Думал Оправдывайся Больше Парировал Хаширама Впрочем Весьма Привет Замахал он Рукой Приветствую Одноклассницу Хару Ты Вернулся Легким Вихрем Подлетела К их Столику Девушка Ой Привет Сакура Садись Что Ли Хмыкнула Харуна Подозрительно Косясь На чересчур Довольного Синджу Ага Вернулся Улыбаясь Как раз Последний Идиот Кивнул он Теперь Уже Надолго Это Ж Здорово Легкий Румянец На бледных Щеках Руки смотрелся Изумительно Как и сама Девушка Которая За время Его отсутствия Прямо-таки Расцвела Она Все еще Ростом Могла Соперничать Лишь С его Матерью Но Только В этом Формами Руки Природа Не Нагородила Хотя И Не Обделила Как Сакуру Хмыкнул Табирама Кажется У нас Тут Дело С Мертвой Точки Сдвинулось Ух Я Уж Думал Осталось Узнать Фамилию Девушки Каким-то Странным Голосом Будто Уже Что-то Узнал Отозвался Хаширама Хару Хмыкнул Окинув Взглядом Тонкую Женственную Фигуру Руки Ее Темные Длинные Волосы Теплые Кори Глаза Да Дедоле Хаширама Явно Разбирался В клане Учиха Чего От Полного Обиды И ненависти Крика Второго Ухару Едва Не лопнули Перепонки Глава 20 На стыке Утро Добрым Не бывает Изрек Кто-то Несомненно Мудрый Однако Уминат На Микадзе Добрым Не бывало Не только Утро Но и День Вечер И ночь Однако По каким-то Мифическим Стечением Обстоятельств Или же От того Что большинство Шиноби Являлось Проклятыми Жаворонками Однако Особенно Недобрым У четвертого Хакаги Было Именно Утро Именно В первую Половину Дня Активизировались Не только Бабульки Божьи Одуванчики Имевшие Пред собой Вполне Очевидную Цель Пропихнуть Свои Жалобы На Нерадивых Генинов Чересчур Ревностных Чаунинов Из-за Которых С крыш Снова Попадала Черепица Майтога Ирок Или Чьи Обтягивающие Костюмы Смущали Почтенных Старых Кошел Леди Развращающего Молодежь Джираю С его Книжными Шедеврами Перебравших Ошумевших После заката Джоунинов Пробравшихся В их теплицу И укравших Весь урожай Помидоручих Вражеских Шиноби Что вместо Важных Сведений Подглядывали За их Дряблыми Телами В общественной Купальне Жалобами На расплодившихся Змей Что сожрали Всех Певчих Птиц Неправда Жалобами На расплодившихся Жаб Что сожрали Всех Комаров Хорошо же Жалобами На слизни Загадивших Чью-то Клумбу И тому подобное Конечно же К Хакаге Эти жалобы Не доходили С ними Разбиралась Армия Секретарей Но были И такие бабки Которых И Анбу Удержать Было Не под силу Например Советника Кахару Минато Знакомый Сварливый Голос Заставил Четвертого Разлепить Глаза С легким Кряхтением Он принял Более-менее Приличествующей Хакаге Положение Впрочем У Татани С ним Никогда Особо Не церемонилась Он Восхищался Бывитой Женщиной Если бы С ней Не было Столько Мороки Чем Обязан Кахару Сама Выдавил С себя На Микадзе Стараясь Поменьше Открывать Рот В котором Словно Кошки Нагадили Еще Не хватало Чтоб Старуха Это Учуяла И так Ведь Опустившееся Пьянью За глаза Называет Ты Прибрался Глаза Старой Почтенной Госпожи Советника Впервые Округлились Настолько Что Стало Возможным Разглядеть Свет Ее Радужки Не то Чтобы Минато Это Хоть Сколько Нибудь Волновало Но Погодите Как Это Прибрался Теперь На Микадзе Проснулся Окончательно Действительно Его Кабинет Выглядел Иначе Свет Лее Что Ли И Дышалось Проще А бумаги Минато Едва Не Подавился Собственной Слюной Бумаги Были Рассортированы Четвертый Потряс Головой Это Было Нереально Это Было Никто Не Смел Прикасаться К его Столу Его Беспорядку Поговаривали Что По части Паранойи Он Недалеко Ушел От Второго Шестеренки В голове На Микадзе Вращались Медленно Перебирая Все Мыслимые Немыслимые Варианты Пока Внезапная Мысль Не Обожгла Его Тело Химовари Он Сам Девочку Ночевать На Диване Но Минато Усмехнулся Он Сам Спал На Диване И В кабинете Никого Не Было Кроме Старой К Госпожи Советницы А Значит Господин Хакаги Улыбался Как Распоследний Идиот Это Был Просто Сон Весьма И Весьма Бредовый Он Вчера Перебрал Или Жисаки Было Паленое Но Ему Все Привиделось И В пьяном Угаре Он Сам Наконец Навел Порядок В кабинете Да Конечно Согласно Пакивал Четвертый Смехнув Что Молчит Чересчур Долго Так Что Вы Хотите У Меня Сегодня Запланированное Много Важных Встреч Дело Вообще График Очень Плотный Не Сомневаюсь Минато Кахару Как-то Недобро Улыбнулась После Того Что Творилось Здесь Сегодня Ночью У Тебя В Приемной Куною Нигде Упасть И Вся Его Только Что Построенная Теория Стреском Провалилась Не Думаю Что Все Так Плохо Попытался Побольше Вызнать О Ситуации Хакаги Конечно Большая Часть Жалоб На Шумно Проходившиеся Крыша Это Не Более Чем Привычная Чушь Которая Решается Несколькими Миссиями Ранга Д Однако По Канухе Ходит Немало Противоречивых Слухов Некоторые Из Которых Весьма Тревожны Кахару Сделала Паузу Как Насчет Того В котором Наследник Клану Чхо Едва Не Убивает Последнего Синджу Мужского Пола И Сбегает Из Деревня Или Того Что Вместе С Джирайей И Его Сыном В Канаху Вернулись Ваши Родственники О которых Никто Даже Ваши Советники Ничего Не Слышали К слову Один Из Них Применив Технику Множественного Клонирования Едва Не довел До Инфаркта Мирных Жителей Мината Ты Уверен Что Ничего Не Хочешь Объяснить Я Понимаю Оптимизации Расходов Сочетанием Звуков У Четвертого За сегодня Ситуация Сучхасаски Находится Под контролем Могу Вас Уверен Мината Бросила Взгляд На входящее Сообщение По спецсвязи Находится В изоляторе У Арачимару Нападение На Хару Синджу В самом деле Имело Место Быть Пока Претензий Отца У главы Клана Синджу Не Было Но Они Будут Кахару Подтянула Себе Стол И Зазиралась В поисках А где Саки Неужели Все Выпил Сейчас Поморщился Мината И быстро Переместился К своей Отощавшей Заначке Возможно Будут А может И нет Судьбу Саски Я пока Не решил Ишису Иси Тачи Не говорил Со вздохом Констатировала Очевидная Кахару Впрочем Обольщаться Этому Не стоило Старую Госпожа Советница Не взлюбила Мината С той поры Как во время Нападения Девятихвостого Погиб Хамура Пока нет С неохотой Признался Намикадзе При всем уважении Кахару Сама У меня нет Столько чакры Чтобы разорваться Во все места Где я был Нужен Вчера Ночью За то есть У твоего Родственника Если это И правда Твой родственник Мината Старушенца Госпожа Советница Чинат Пилосаки С утра Намикадзе Ощутил Что ему Срочно Необходимо Похмелиться Потому Налил И себе Тоже Под не самый Одобрительный Взгляд Чтоб Ее Ну А какие Еще У вас Могут Быть Идеи Кахару Сама По правде Говоря Мината До сих Путался В событиях Вчерашнего Дня Где Была Реальность А где Чересчур Крепкая Выпивка При Всех Своих Многочисленных Недостатках Вы Господин Хакаги Все же Никогда Бы Не допустили На территорию Деревни Шпиона Потому Годы Или Же Советница Прищурилась Это Подарочки От Вашего Скользкого Друга А при чем Здесь Орочимару Чуть Не Поперхнулся Своей Порцией Лекарства Хакаги Мне Вы Говорите Не Обязано Это Верно Кахару Усмехнулась Не Такие Уж Мои Друзья Скорее Уж Наоборот Вначале Вы Казались Мне Сопливым Мальчишкой Который Неспособен Удержать Власть Однако Потеряв Семью Девятихвостого Лиса И Фактически Доказав Свою Несостоятельность Как Хакаги Вы Встряхнулись Пусть Меня И Настораживал Растущая Пустота В твоих Глазах Минато Но Ты Заставил Считаться С собой Подсидел Шамуру А Это Много О Тебе Говорить Ты Стала Настоящим Волком Злым Голодным Несчастным Устроивший Переполох На всю Коноху Родственники Не Вписываются В эту Картину Ты Не Признаешься Но Я В этом Почти Уверена Несмотря На Это Ты Не Смирился И Не Знаю Сама Лиса Создала Их В своих Пробирках Твоя Ручная Змейка Или Выдернула Лис Какой Преисподней Меня Волнует Только Одно Минато Чтобы Ты И Дальше Ставил Во главу Угла Благополучия Конохи Вот И Все Что Я Хотела Сказать Не Заиграйся В Семью Мальчик И Кахару Чересчур Живо Для Ее Возраста Покинула Кабинет Оставив Четвертого Хакаги Недоуменный Хлопать Ресницами Справившись С эмоциями Или Не Вполне Намикадзе Бросился К окну Распахнув Которое Прорал Так Что Сидевший Наивит Кенбу Едва Не Свалился Приведите Мне Наичи И Наруто Тоже И Его Дочь Захлопнув Окно Минато Тяжело Привалился К стене Мысль О том Что Все Сказанное Вчера Было Реальным Сводило Его С ума Взгляд Против Воли Переместился На Аккуратно Лежащие Стопки Бумаг С Диким Мурчанием Господин Четвертый Бросился К святая Святых Своего Кабинета Рабочему Столу Он Должен Был Удостовериться Просто Обязан Что Ничего Важного Не Пропало Что Эти Маленькие Загребущие Руки Уже Не Передали Расположение Огневых Точек Канухи Их Врагам Вскоре Только Только Наведенный Образцовый Порядок Был Ввергнут В настоящий Хайс Раздраженный Урчающим Себе Поднос На Микадзе Именно В таком Виде Посреди Кабинета Его И застал Невесь Как Прорвавшийся Судахи Аших Юга Баруто Был Занят Учень Тем Что Вновь И вновь Подкидывал Смятый Шарик Бумаги Рядом Раздраженно Сопела Сарада А все Потому Что Листок Этот Был Непростой А нет Незолотой Всего Лишь Направление На миссию Чересчур Старомодной Пятой Хакаги Да Чтоб Вас Всех Дать Тебаса Мятый Шарик Несомненно Ожидала Участь Быть Запуленным Куда-то За пределы Заднего Двора Семейства Нару Если бы Не цепкая Рука Мицуки Перехватившая Его Налюту Хватит Паясничать Баруто Гневно Потрясла Перед ним Кулаком Сарада Я понимаю Ты расстроен Не из-за Того Что Седьмой Сама И Химовы Провалились Черт знает Куда Но Поймишь Наконец Сейчас Всем Нелегко Твой Отец Ведь Не Просто Твой Отец Седьмой Сама Как Супер Руклей На эти Слова Лежавшая Невдалеке И казавшаяся Мирно Спящим Шокодай Фыркнул Сарада Между тем Продолжала На нем Держались Отношения Не только Между Скрытыми Деревнями Но и Самой Деревни Ты Разве Не Слышал Новости Барута Ну Что-то Может Слышал Недовольно Пробурчал Узумаки Прикрывая Глаза Нет Не Отлезущие К нему Яростные Очихи А от Солнышка Что-то Слышал Не Унималась Сокомандница Да Тут Как бы Не Утихает Пикет Фракции Торговых Представителей Производителей И Рекламщиков Эти Считают Что Систем Управлении Скрытой Деревни Шиноби Изжила Себя Хотя Б Того Что Основным Доходом Канохи Больше Не Является Вознаграждение От Миссий Это Очень И Очень Серьезно Они Считают Что Хакаги Должен Символом Главнокомандующим Главой Деревни Города Должен Быть Профессиональный Сити Менеджер Ну А мне То Что С того Закатил Глаза Баруто Это Ты Хотела Стоять Хакаги Вот И Переживай Сама Что Власти Меньше Будет Хмыкнул Он Пощечину Он Не Ожидал Схватить Ну Или Ожидал Ты Идиот В голосе Учихи Звучала Неприкрытая Обида Они Же Все Испортят Все Испоганят И Извратят Я Бо Не Был Так Уверен Осторожно Сказал Митсуки За Что Чёртов Старик Вот Надо Было Так Всем Подгадить Жили Живеть Покойно А Теперь Вон Сарада Совсем Бешённая Хотя Та Всегда Такая И Кто Жизал Что На Каком Таборудах Мыкнул Пляшевым Ну Ладно Не Было У Папа Нелысин И Пока Во Всяком Случа Столько Всего Сходилось Да И Замыкалось Вот С часу На Час Ждали Прибытие В Канаху Самого Казикаги Которого Они С ребятами В засаде Дома На И Поджидали По-любому Жек Сестре Заглянет А там И Можно Поживиться Информацией Дело В том Что И Сенси И Мать И Даже Сестричка Ханаби Хранили Угрюмое Молчание Тётка Сакура Жи Вовсе Поигрывала Кулаками И Советовала Не Вынюхивать Тут И Не Мешать Взрослым Работать Может Хоть Гараж Что-то Выболтает Ну Или Конкура Мало Ля Попробовать То Стоило Все Одно Заняться Было Нечем Не Дурацкая Жи Миссия Д Ранга Которую Им Подсунула Вновь Призванные Встрое Старушка Пятая К слову А последний Как-то Чересчур Быстро Встал Вопрос О Временной Замене Его Спящем Ну А бабулька Цунади Которая Была Хакаги В поистине До исторические Времена Когда И компьютеров То Не Было То Ли Где-то Крупно Проигралась И Ей Пообещали Скостить Долги То Ли Еще Что О чем История Умалчивает Выглядела Пятая Шикарно И Не Скажешь Что Она Такой Динозавр Который Его Старикана Огород Полот Отправляла А последним Его Любезно Просветила Сама Госпожа Хакаги Когда Потный И Красный Не Столько От Недостатка Кислорода Сколько От Придавившей Его Выдающейся Груди Борода Отчаянно Жалела Своем Крайне Непочтительном Поведении Порочащем Само Призвание Шиноби Проще Говоря Он Отказался Выполнять Дурацкую Миссию По Поимке Одной Бессмертной Драной Кошки Жены Дайми Ну И Может Быть Походя Назвал Пятую Дряхлой Старушенцей Правда Он Слышал Что Раньше То Своих Противников Не Давило Немалым Бюстом А Просто Отправляло В Короткий И Смачный Полет Но Видимо Для Него Было Сделано Чертово Исключение Теперь Они Должны Были Неделю Пахать На Чуть Лени Единственный Ненавац Леной Чтоб Их Всех Традиционные Ферми Округи Традиционный Это Значит Там Нет Ни Трактора Ни Системы Полива О чем Его Любезно Просветила Сарада Даже Чертов Папани Над Ними Так Не Издевался Продолжение Следует